Починание на сутта, река Ганг, на восток. СН 49.1. В Саватхе. Там благословенный сказал следующий, монахи, существуют эти четыре правильных усилия. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Два, он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Три, он порождает желание к возникновению невозникших благих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Четыре, он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, к их неугасанию, увеличению, разрастанию, осуществлению посредством развития. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Монахи, подобно тому, как Рикоганг направляется, склоняется, устремляется к востоку, то точно так же монах, который развивает и взращивает четыре правильных усилия, направляется, склоняется, устремляется к неббане. И как, монахи, монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, так что направляется, склоняется, устремляется к неббане? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, направляет на это ум, старается. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, так что он направляется, склоняется, устремляется к неббане. Сутты СН 49.2.12. Все эти сутты в точности идентичны СН-49-1, но вместо реки Ганг здесь идет, река Емуна, СН-49-2, река Очаравати, СН-49-3, река Сарапху, СН-49-4, река Махи, СН-49-5, все великие реки, Ганг, Емуна, Очаравати, Сарапху, Махи, СН-49-6, и далее, вместо склоняется на восток идет фраза склоняется к океану, река Ганг, склоняется к океану, СН-49-7, река Емуна, склоняется к океану, СН-49-8, река Очаравати, склоняется к океану, СН-49-9, река Сарапху, склоняется к океану, СН-49-10, река Махи, склоняется к океану, СН-49-11, все великие реки, Ганг, Емуна, Очаравати, Сарапху, Махи, склоняются к океану, СН-49-12. Татхагата сутта, Татхагата. С.Н. 49.13. Благословенный сказал, монахи, среди каких бы то ни было существ, безногих, двуногих, четвероногих, многоногих, состоящих из формы или бесформенных, с восприятием, без восприятия, ни с восприятием ни без восприятия, Татхагата, Арахант, полностью просветленный считается наивысшим из них. Точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре правильных усилия. Монахи, и как усердный монах развивает и взращивает четыре правильных усилия? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот, Монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию невозникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Вот так, монахи, усердный монах развивает и взращивает четыре правильных усилия. Сутты СН 49-14-22 Все эти сутты в точности идентичны СН 49-13, за исключением вводного отрывка, Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит четыре правильных усилия. СН 49-14, пада сутта, в следы. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все стропила в доме с остроконечной крышей направлены к острию крыши, сливаются в острие крыши, и острие крыши считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит четыре правильных усилия. СН 49-15, кута сутта, острие крыши. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих корней и черный фиалковый корень считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит четыре правильных усилия. СН 49-16, мула сутта, корни. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих сердцевин деревьев сердцевина красного сандалового дерева считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит четыре правильных усилия. СН 49-17, сара сутта, сердцевина. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих цветов жасмин считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит четыре правильных усилия. С.Н. 49.18, Вассика сутта, Жасмин. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все князья являются вассалами царя Миродержца, а царь Миродержец считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит четыре правильных усилия. С.Н. 49.19, Раджа сутта, Царь. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как сияние всех звезд не составляет и одной шестнадцатой сияния Луны, и сияние Луны считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит четыре правильных усилия. С.Н. 49.20, Чандима сутта, Луна. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту и пространство по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит четыре правильных усилия. С.Н. 49.21, Сурия сутта, Солнце. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех сотканных тканей кассианская ткань считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит четыре правильных усилия. С.Н. 49.22, Ватха-сутта, Ткань. Бала-сутта, Усилии. С.Н. 49.23, Всаваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые поступки, требующие усилия, основываются на земле, опираются на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре правильных усилия. И как, монахи, монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает четыре правильных усилия? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний. Которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивая четыре правильных усилия. Биджи Сутта, Семена. СН 49.24. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые виды семян и растений достигают роста, увеличения, разрастания, основываясь на земле, опираясь на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре правильных усилия, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют бессмертные своим основанием, бессмертной своим пунктом назначения, бессмертной своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре правильных усилия, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. Нага сутта, Наги. СН 49.25. Благословенный сказал, монахи, основываясь на Гималаях, царе всех гор, Наги насыщают свои тела и обретают силу. Когда они насытили свои тела и обрели силу, они входят в водоемы. Из водоемов они входят в озера, а затем в ручьи, а затем в реки, и, в конечном счете, они входят в океан. Там они достигают величия и разрастания тела. Точно так же, монахи, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию невозникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний. Которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает и взращивает четыре правильных усилия, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. Рукхасута, дерево. СН 49.26. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы дерево сгибалось, склонялось и устремлялось к востоку. Если бы его срубили у основания, то в каком направлении оно бы упало? В том направлении, учитель, в котором оно сгибалось, склонялось и устремлялось. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, то он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревая в выставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию невозникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию невозникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний. Которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к оббрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. Кумбха сутта, горшок. СН 49.27. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как перевернутый горшок отдает свою воду и не забирает ее обратно, то точно так же монах, который развивает и взращивает четыре правильных усилия, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию невозникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний. Которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, монах, который развивает и взращивает четыре правильных усилия, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. Сука-сутта «Острая щепка» СН 49-28 Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы острая щепка Атрисы Ильич меня торчала бы в нужную сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Могло бы произойти так, что она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала в нужную сторону. Точно так же, монахи, может произойти так, что с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, монах пронизит невежество, породит истинное знание, реализует небану. И почему? Потому что его воззрение правильно направлено. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний. Которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения бессмертной своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, монах с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, пронзает невежество, порождает истинные знания, реализует небану. Акаса сутта «Небо» СН 49.29 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как разные ветра дуют в небе, восточные ветра, западные ветра, северные ветра, южные ветра, пыльные ветра и непыльные ветра, холодные ветра и теплые ветра, слабые ветра и сильные ветра, то точно так же, когда монах развивает и взращивает 4 правильных усилия, то в нем развиваются до полноты 4 основы осознанности, развиваются до полноты 4 правильных усилия, развиваются до полноты 4 основы сверхъестественных сил, развиваются до полноты 5 качеств, развиваются до полноты 5 сил, развиваются до полноты 7 факторов просветления. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, то в нем развиваются до полноты четыре основы. Семь факторов просветления. Патхама Мекха Сутта, Дождевое Облако 1. СН 49-30. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как в последний месяц жаркого сезона, когда поднимается груда пыли и грязи, не по сезону большое дождевое облако растворяет ее и подавляет прямо на том самом месте, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, какие бы вредоносные и неблагие состояния ни возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний. Которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. ДУТИЯ МЕКХА СУТТА, ДОЖДЕВОЕ ОБЛАКО 2 СН 49.31 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как когда возникает большое дождевое облако, сильный ветер перехватывает его, чтобы растворить и подавить его, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. Нава-сутта, корабль. СН-49-32. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы морской корабль был бы оснащен такелажем, который бы изнашивался в воде в течение шести месяцев. Его бы вытащили на сушу во время холодного сезона, и его такелаж далее подвергался бы атакам ветра и солнца. Затопленный дождем из дождевого облака такелаж легко бы обвалился и прогнил. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, его оковы легко обваливаются и прогнивают. И каким образом? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к оббрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к оббрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, его оковы легко обваливаются и прогнивают. Агантука сутта «Гостевой дом» СН 49.33 Благословенный сказал, монахи, представьте гостевой дом. Люди идут с востока, с запада, с севера, с юга и поселяются там. Кхаттия, Брахманы, Весы и Судды приходят и поселяются там. Точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Он отбрасывает прямым знанием те вещи, которые следует отбросить прямым знанием. Он реализует прямым знанием те вещи, которые следует реализовать прямым знанием. Он развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Один, и что это, монахи, за вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания? Следует ответить так, пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? К совокупности формы происходит цепляние, к совокупности чувства происходит цепляние, к совокупности восприятия происходит цепляние, к совокупности формации ума происходит цепляние, к совокупности сознания происходит цепляние. Эти вещи следует полностью понять посредством прямого знания. Два, монахи, и какие вещи следует отбросить прямым знанием? Невежество и жажду к существованию. Эти вещи следует отбросить прямым знанием. Три, монахи, и какие вещи следует реализовать прямым знанием? Истинные знания и освобождение. Эти вещи следует реализовать прямым знанием. Четыре, монахи, и какие вещи следует развить прямым знанием? Успокоении и прозрении. Эти вещи следует развить прямым знанием. Монахи, и каким образом, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний. Которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Надисутта, Рика. СН 49-34. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы когда Рика Ганг направлялась, склонялась, устремлялась на восток, пришла бы огромная толпа людей с ведрами и лопатами, думая, мы сделаем так, что это Рика Ганг направится, склонится, устремится на запад. Как вы думаете, монахи, могла бы эта огромная толпа людей сделать так, чтобы Рика Ганг направилась бы, склонилась, устремилась на запад? Нет, учитель. И почему? Потому что Рика Ганг направляется, склоняется, устремляется на восток, и не просто сделать так, чтобы она направилась бы, склонилась, устремилась на запад. Эту огромную толпу людей ожидали бы только усталости и досада. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, царь или царские министры, близкие и родня, могли бы пригласить его принять богатство, сказав, ну же, дорогой, ради чего эти желтые монашеские одежды обременяют тебя? Зачем странствовать туда и сюда с обритой головой чашей для сбора подаяний? Ну же, вернувшись к низшей жизни мирянина, наслаждаясь богатством и совершая благие дела. В самом деле, монахи, когда этот монах развивает и взращивает четыре правильных усилия, не может случиться так, чтобы он оставил практику и вернулся к низшей жизни. Почему? Потому что долгое время его ум направлялся, склонялся, устремлялся к отречению. Не может быть такого, чтобы он вернулся к низшей жизни. И как, монахи, этот монах развивает и взращивает четыре правильных усилия? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к оббрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к оббрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний. Которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает четыре правильных усилия. Ясана сутта, поиски. СН 49.35. В Саваттхе. Один, благословенный сказал, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Один. Таковы три вида поисков. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания этих трех поисков. И каковы эти четыре правильных усилия? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращение, созревает выставление. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к обрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию невозникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые имеют бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих. Он порождает желание к возникновению невозникших благих. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания этих трех поисков. Два, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре правильных усилия следует развить ради полного понимания этих трех поисков. Три, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре правильных усилия следует развить ради полного уничтожения этих трех поисков. Четыре, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре правильных усилия следует развить ради полного оставления этих трех поисков. 1. Согласно комментарию, здесь речь идет о поисках святой жизни, основанной на неправильных воззрениях. Сутты СН 4936-44 Сутты в точности аналогичны СН 49-35, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже, Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида суждений». Какие три? Суждение Я – лучше, суждение Я – такое же, суждение Я – хуже. Таковы три суждения. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех суждений. СН 49-36, Витха Сутта – суждение. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида пятен умственных загрязнений». Какие три? Пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех пятен. СН 49.37, Асава Сутта, Пятна. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида существований. Какие три? Существование в чувственной сфере, существование в сфере форм, существование в сфере бесформенной. Таковы три вида существования. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех существований. СН 49.38, Пхава сутта, существований. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида страданий. Какие три? Страдания из-за боли, страдания из-за формации, страдания из-за перемен. Таковы три вида страданий. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставлении этих трех страданий. СН 49.39, Дукхата сутта, страданий. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида бесполезностей. Какие три? Бесполезность жажды, бесполезность злобы, бесполезность заблуждения. Таковы три бесполезности. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех бесполезностей. СН 49.40, Дхила сутта, бесполезность. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида запятненностей. Какие три? Запятненность жажды, запятненность злобы, запятненность заблуждения. Таковы три запятненности. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех запятненностей. СН 49.41, Мала сутта, запятненность. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида проблем. Какие три? Проблемы жажды, проблема злобы, проблема заблуждения. Таковы три проблемы. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех проблем. СН 49.42, Нигха сутта, проблемы. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида чувств. Какие три? Приятные чувства, болезненные чувства, неприятные и неболезненные чувства. Таковы три чувства. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех чувств. СН 49.43, Ведана сутта, чувства. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида жажды. Какие три? Жажда к чувственным удовольствиям. Жажда к существованию. Жажда к несуществованию. Таковы три жажды. Эти четыре правильных усилия следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех видов жажды. СН 49.44, Танха сутта, жажда. Сутты СН 49.45.54. Сутты в точности аналогичны СН 49.35, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже, Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре наводнения. Какие четыре? Наводнение чувственности, наводнение существования, наводнение воззрений, наводнение невежества. Таковы четыре наводнения. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради прямого знания этих четырех наводнений, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 49.45, Окха сутта, наводнение. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре вида оков. Какие четыре? Оковы чувственности, оковы существования, оковы воззрений, оковы невежества. Таковы четыре оковы. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради прямого знания этих четырех оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 49-46, Йога-сутта, Аковы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре цепляния». Какие четыре? Цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине о существовании Я. Таковы четыре цепляния. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради прямого знания этих четырех цепляний, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 49-47, Упадана сутта, Цепляния. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре узла». Какие четыре? Телесный, один, узел жадности, телесный узел недоброжелательности, телесный узел привязанности к правилам и предписаниям, телесный узел привязанности к догматическому утверждению об истинном. Таковы четыре узла. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради прямого знания этих четырех узлов, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 49-48, Гантха-сутта, Узлы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти семь скрытых склонностей». Какие семь? Скрытая склонность к чувственной жажде, скрытая склонность к отвращению, скрытая склонность к воззрениям, скрытая склонность к сомнению, скрытая склонность к самомнению, скрытая склонность к жажде существовать, скрытая склонность к невежеству. Таковы семь скрытых склонностей. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради прямого знания этих семи скрытых склонностей, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 49-49, Анусая сутта, скрытые склонности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нитей чувственности. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Запахи, воспринимаемые носом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Вкусы, воспринимаемые языком, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желаний, соблазнительные. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственности. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради прямого знания этих пяти нити чувственности, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН-49-50, Камагуна-Сутта, Нити чувственности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять помех. Какие пять? Помеха чувственного желания, помеха недоброжелательности, помеха лени и апатии, помеха неугомонности и сожаления, помеха сомнения. Таковы пять помех. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради прямого знания этих пяти помех, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 49.51, Неварана сутта, помехи. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? Форма как совокупность, которой происходит цепляние, чувство как совокупность, которой происходит цепляние, восприятие как совокупность, которой происходит цепляние, волевые формирователи как совокупность, которой происходит цепляние, сознание как совокупность, которой происходит цепляние. Таковы пять совокупностей, которым происходит цепляние. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради прямого знания этих пяти совокупностей, к которым происходит цепляние, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 49.52, Упадана Кханха Сутта, Совокупности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нижних оков. Какие пять? Воззрение существования я, сомнений, цепляние к правилам и предписаниям, чувственное желание, недоброжелательность. Таковы пять нижних оков. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради прямого знания этих пяти нижних оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 49.53, Арамбхаги Сыни Джана Сутта, пять нижних оков. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять высших оков. Какие пять? Жажда к формам, жажда к бесформенности, самомнений, неугомонность, невежество. Таковы пять высших оков. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради прямого знания этих пяти высших оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 49.54, Уттхамбхаги Сыни Джана Сутта, пять высших оков. Один, Кайгандха. Комментарий поясняет это как узел в Намарупе, теле и сознании. Починание на Сутта, Рикаганг, на восток. СН 50.1. В Саваттхе. Там благословенный сказал следующий, монахи, существуют эти пять сил. Какие пять? Сила веры, сила усердия, сила осознанности, сила сосредоточения, сила мудрости. Таковы пять сил. Монахи, подобно тому, как Рикаганг направляется, склоняется, устремляется к востоку, то точно так же монах, который развивает и взращивает пять сил, направляется, склоняется, устремляется к неббане. И как, монахи, монах развивает и взращивает пять сил, так что направляется, склоняется, устремляется к неббане? Вот, монахи, монах развивает силу веры, которая основана на отречении, бесстрастии, прекращении и созревает в освобождении, сила усердия, сила осознанности, силу сосредоточения, силу мудрости, которая основана на отречении, бесстрастии, прекращении и созревает в освобождении. Вот так, монахи, монах развивает и взращивает пять сил, так что он оправляется, склоняется, устремляется к неббане. Сутты СН-52-12 Все эти сутты в точности идентичны СН-51, но вместо реки Ганг здесь идет, река Емуна СН-52 Река Очаравати СН-53 Река Сарапху СН-54 Река Махе СН-55 Все великие реки Ганг Емуна Очаравати Сарапху Махе СН-56 И далее, вместо склоняется на восток идет фраза «склоняется к океану». Река Ганг склоняется к океану СН-57 Река Емуна склоняется к океану . 8. Река Ачравати склоняется к океану . 9. Река Сарабху склоняется к океану . 10. Река Махи склоняется к океану . 11. Все великие реки Ганг, Емуна, Ачравати, Сарабху, Махи склоняются к океану . 12. Татхагата сутта, Татхагата . СН 50, 13. В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, среди каких бы то ни было существ, безногих, двуногих, четвероногих, многоногих, состоящих из форм или бесформенных, с восприятием, без восприятия, ни с восприятием ни без восприятия, Татхагата, Арахант, полностью просветленный считается наивысшим из них. Точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять сил. Монахи, и как усердный монах развивает и взращивает пять сил? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, основанную на отречении, бесстрастие, прекращении, созревающую восставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Вот так, монахи, усердный монах развивает и взращивает пять сил. Сутты СН-50, 14-22. Все эти сутты в точности идентичны СН-50, 13, за исключением вводного отрывка, благословенный сказал, монахи, подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять сил. СН-50, 14, пада сутта, следы. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все стропила в доме с остроконечной крышей направлены к острию крыши, сливаются в острее крыши, и острее крыши считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять сил. СН-50, 15, пада сутта, острия крыши. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих корней и черный фиалковый корень считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять сил. СН 50, 16, Мулла Сутта, Корни. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих сердцевин деревьев сердцевина красного сандалового дерева считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять сил. СН 50, 17, Сара Сутта, Сердцевина. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих цветов жасмин считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять сил. СН 50, 18, Вассика Сутта, Жасмин. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все князья являются вассалами царя и миродержца, а царь миродержец считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять сил. СН 50, 19, Раджа Сутта, Царь Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как сияние всех звезд не составляет и одной шестнадцатой сияния луны, и сияние луны считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять сил. СН 50, 20, Чандима Сутта, Луна Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту и пространство по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять сил. СН 50, 21, Сурия Сутта, Солнце Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех сотканных тканей кассианская ткань считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять сил. СН 50, 22, Ватха Сутта, Ткань Бала Сутта, Усилии СН 50, 23, В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые поступки, требующие усилия, основываются на земле, опираются на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает пять сил. И как, монахи, монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает пять сил? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастия, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нраве, Нравственности, опираясь на нравственность, развивает пять сил. Биджи сутта, Семена. СН 50, 24. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые виды семян и растений достигают роста, увеличения, разрастания, основываясь на земле, опираясь на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает пять сил, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает пять сил, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. Нага сутта, Наги. СН 50, 25. Благословенный сказал, монахи, основываясь на Гималаях, царе всех гор, Наги насыщают свои тела и обретают силу. Когда они насытили свои тела и обрели силу, они входят в водоемы. Из водоемов они входят в озера, а затем в ручьи, а затем в реки, и, в конечном счете, они входят в океан. Там они достигают величия и разрастания тела. Точно так же, монахи, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает и взращивает пять сил и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в уставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает и взращивает пять сил, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. Рукхасута, Дерево. СН 50, 26. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы дерево сгибалось, склонялось и устремлялось к востоку. Если бы его срубили у основания, то в каком направлении оно бы упало? В том направлении, учитель, в котором оно сгибалось, склонялось и устремлялось. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает пять сил, то он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращений, созревает в выставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять сил, он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. Кумбха сутта, горшок. СН 50, 27. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как перевернутый горшок отдает свою воду и не забирает ее обратно, то точно так же монах, который развивает и взращивает пять сил, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах, который развивает и взращивает пять сил, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. Сука-сутта, Острая щепка. СН 50, 28. Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы острая щепка Атриса Ильич меня торчала бы в нужную сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Могло бы произойти так, что она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала в нужную сторону. Точно так же, монахи, может произойти так, что с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, монах пронизит невежество, породит истинные знания, реализует ниббану. И почему? Потому что его воззрение правильно направлено. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, пронзает невежество, порождает истинные знания, реализует ниббану. Акаса сутта «Небо». СН 50, 29. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как разные ветра дуют в небе, восточные ветра, западные ветра, северные ветра, южные ветра, пыльные ветра и непыльные ветра, холодные ветра и теплые ветра, слабые ветра и сильные ветра, то точно так же, когда монах развивает и взращивает пять сил, то в нем развиваются до полноты четыре основы осознанности, развиваются до полноты четыре правильных усилия, развиваются до полноты четыре основы сверхъестественных сил, развиваются до полноты пять качеств, развиваются до полноты пять сил, развиваются до полноты семь факторов просветления. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет свои окончательные целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять сил, то в нем развиваются до полноты четыре основы. Семь факторов просветления. Подхама Мекха Сутта, Дождевое облако 1. СН 50, 30. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как в последний месяц жаркого сезона, когда поднимается груда пыли и грязи, не по сезону большое дождевое облако растворяет ее и подавляет прямо на том самом месте, то точно так же, когда монах развивает и взращивает пять сил, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять сил, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. Дутия Мекха Сутта, Дождевое Облако 2. СН 50, 31. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как когда возникает большое дождевое облако, сильный ветер перехватывает его, чтобы растворить и подавить его, то точно так же, когда монах развивает и взращивает пять сил, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять сил, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. Нава Сутта, корабль. СН-50, 32. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы морской корабль был бы оснащен такелажем, который бы изнашивался в воде в течение шести месяцев. Его бы вытащили на сушу во время холодного сезона, и его такелаж далее подвергался бы атакам ветра и солнца. Затопленный дождем из дождевого облака такелаж легко бы обвалился и прогнил. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает пять сил, его оковы легко обваливаются и прогнивают. И каким образом? Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять сил, его оковы легко обваливаются и прогнивают. Агантука сутта – гостевой дом. СН 50, 33. Благословенный сказал, монахи, представьте гостевой дом. Люди идут с востока, с запада, с севера, с юга и поселяются там. Кхаттия, брахманы, весы, и судды приходят и поселяются там. Точно так же, когда монах развивает и взращивает пять сил, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Он отбрасывает прямым знанием те вещи, которые следует отбросить прямым знанием. Он реализует прямым знанием те вещи, которые следует реализовать прямым знанием. Он развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Один, и что это, монахи, за вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания? Следует ответить так, пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? К совокупности формы происходит цепляние, к совокупности чувства происходит цепляние, к совокупности восприятия происходит цепляние, к совокупности формации ума происходит цепляние, к совокупности сознания происходит цепляние. Эти вещи следует полностью понять посредством прямого знания. 2. Монахи, и какие вещи следует отбросить прямым знанием? Невежество и жажду к существованию. Эти вещи следует отбросить прямым знанием. 3. Монахи, и какие вещи следует реализовать прямым знанием? Истинные знания и освобождение. Эти вещи следует реализовать прямым знанием. 4. Монахи, и какие вещи следует развить прямым знанием? Успокоение и прозрение. Эти вещи следует развить прямым знанием. Монахи, и каким образом, когда монах развивает и взращивает пять сил, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять сил, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Нади Сутта, река. СН 50, 34. Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы когда река Ганг направлялась, склонялась, устремлялась на восток, пришла бы огромная толпа людей с ведрами и лопатами, думая, мы сделаем так, что эта река Ганг направится, склонится, устремится на запад. Как вы думаете, монахи, могла бы эта огромная толпа людей сделать так, чтобы река Ганг направилась бы, склонилась, устремилась на запад? Нет, учитель. И почему? Потому что река Ганг направляется, склоняется, устремляется на восток, и не просто сделать так, чтобы она направилась бы, склонилась, устремилась на запад. Эту огромную толпу людей ожидали бы только усталости досада. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает пять сил, царь или царские министры, близкие и родня, могли бы пригласить его принять богатство, сказав, «Ну же, дорогой, ради чего эти желтые монашеские одежды обременяют тебя? Зачем странствовать туда и сюда с обритой головой чашей для сбора подаяний? Ну же, вернувшись к низшей жизни мирянина, наслаждайся богатством и совершай благие дела». В самом деле, монахи, когда этот монах развивает и взращивает пять сил, не может случиться так, чтобы он оставил практику и вернулся к низшей жизни. Почему? Потому что долгое время его ум направлялся, склонялся, устремлялся к отречению. Не может быть такого, чтобы он вернулся к низшей жизни. И как, монахи, этот монах развивает и взращивает пять сил? Вот, монахи, монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет своей окончательной цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает пять сил. Ясана сутта, поиски. СН 50, 35. В Саваттхе. Один, благословенный сказал, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Один. Таковы три вида поисков. Эти пять сил следует развить ради прямого знания этих трех поисков. И каковы эти пять сил? Вот, монахи, монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертной своей окончательной целью. Вот монах развивает силу веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Эти пять сил следует развить ради прямого знания этих трех поисков. Два, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти пять сил следует развить ради полного понимания этих трех поисков. Три, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти пять сил следует развить ради полного уничтожения этих трех поисков. Четыре, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти пять сил следует развить ради полного оставления этих трех поисков. Эти пять сил следует развить ради полного оставления этих трех поисков. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о поисках святой жизни, основанной на неправильных воззрениях. Сутты СН-50, 36-44. Сутты в точности аналогичны СН-50, 35, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже, Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида суждений. Какие три? Суждений я – лучше, суждений я – такой же, суждений я – хуже. Таковы три суждения. Эти пять сил следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех суждений. СН-50, 36, Витха Сутта – Суждения. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида пятен умственных загрязнений. Какие три? Пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества. Эти пять сил следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех пятен. СН-50, 37, Асава Сутта – Пятна. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида существований. Какие три? Существование в чувственной сфере, существование в сфере форм, существование в сфере бесформенной. Таковы три вида существования. Эти пять сил следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех существований. СН-50, 38, Асава Сутта – Существование. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида страданий. Какие три? Страдания из-за боли, страдания из-за формации, страдания из-за перемен. Таковы три вида страданий. Эти пять сил следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех страданий. СН-50, 39, Дукхата Сутта – Страданий. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида бесполезностей. Какие три? Бесполезность жажды, бесполезность злобы, бесполезность заблуждения. Таковы три бесполезности. Эти пять сил следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех бесполезностей. СН 50, 40, Тхила-сутта, Бесполезность. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида запятненностей. Какие три? Запятненность жажды, запятненность злобы, запятненность заблуждения. Таковы три запятненности. Эти пять сил следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех запятненностей. СН 50, 41, Мала сутта, Запятненность. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида проблем. Какие три? Проблемы жажды, проблема злобы, проблема заблуждения. Таковы три проблемы. Эти пять сил следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех проблем. СН 50, 42, Никха сутта, Проблемы. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида чувств. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. Эти пять сил следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех чувств. СН 50, 43, Ведана сутта, Чувства. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида жажды. Какие три? Жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Таковы три жажды. Эти пять сил следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех видов жажды. СН-50, 44, Танха-сутта, жажда. Сутты СН-50, 45-54. Сутты в точности аналогичны СН-50, 35, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже, Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре наводнения». Какие четыре? Наводнение чувственности, наводнение существования, наводнение воззрений, наводнение невежества. Таковы четыре наводнения. Эти пять сил следует развивать ради прямого знания этих четырех наводнений, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН-50, 45, ОК-ХА-сутта, наводнение. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре вида оков». Какие четыре? Оковы чувственности, оковы существования, оковы воззрений, оковы невежества. Таковы четыре оковы. Эти пять сил следует развивать ради прямого знания этих четырех оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН-50, 46, Йога-сутта, оковы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре цепляния. Какие четыре? Цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине существования и я. Таковы четыре цепляния. Эти пять сил следует развивать ради прямого знания этих четырех цепляний, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания». СН-50, 47, Упадана сутта, цепляния. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре узла. Какие четыре? Телесный, один, узел жадности, телесный узел недоброжелательности, телесный узел привязанности к правилам и предписаниям, телесный узел привязанности к догматическому утверждению об истинном. Таковы четыре узла. Эти пять сил следует развивать ради прямого знания этих четырех узлов, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания». СН-50, 48, Гандха-сутта, Узлы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти семь скрытых склонностей». Какие семь? Скрытая склонность к чувственной жажде, скрытая склонность к отвращению, скрытая склонность к воззрениям, скрытая склонность к сомнению, скрытая склонность к самомнению, скрытая склонность к жажде существовать, скрытая склонность к невежеству. Таковы семь скрытых склонностей. Эти пять сил следует развивать ради прямого знания этих семи скрытых склонностей, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 50, 49, Ануса и Сутта, скрытые склонности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нити чувственности. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Запахи, воспринимаемые носом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Вкусы, воспринимаемые языком, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нитечувственности. Эти пять сил следует развивать ради прямого знания этих пяти нитечувственности, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 50, 50, Камагуна сутта, нитечувственности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять помех. Какие пять? Помеха чувственного желания, помеха недоброжелательности, помеха лени и апатии, помеха неугомонности и сожаления, помеха сомнения. Таковы пять помех. Эти пять сил следует развивать ради прямого знания этих пяти помех, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 50, 51, Неварана сутта, помехи. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, к которым происходит цепляние. Какие пять? Форма как совокупность, к которой происходит цепляние. Чувство как совокупность, к которой происходит цепляние. Восприятие как совокупность, которой происходит цепляние Волевые формирователи как совокупность, которой происходит цепляние Сознание как совокупность, которой происходит цепляние Таковы пять совокупностей, которым происходит цепляние Эти пять сил следует развивать ради прямого знания этих пяти совокупностей, которым происходит цепляние Ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания СН 50, 52, Упадана Кхандха Сутта, в совокупности. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять нижних оков. Какие пять? Воззрение о существовании Я, сомнений, цепляние к правилам и предписаниям, чувственное желание, недоброжелательность. Таковы пять нижних оков. Эти пять сил следует развивать ради прямого знания этих пяти нижних оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания». СН 50, 53, Арамбхаги Сыниджана Сутта, пять нижних оков. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять высших оков. Какие пять? Жажда к формам, жажда к бесформенности, самомнений, неугомонность, невежество. Таковы пять высших оков. Эти пять сил следует развивать ради прямого знания этих пяти высших оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания». СН 50, 54, Уттхамбхаги Сыниджана Сутта, пять высших оков. Один, Крегандха. Комментарий поясняет это как узел в наморупе, теле и сознании. Сутты СН 50, 55-108. Все эти сутты в точности аналогичны суттам СН 50, один, пятьдесят четыре, но только фраза основана на отречении, бесстрастие, прекращении созревает в освобождении, что встречается во всех этих суттах, замещается на такую, имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. АПАРА СУТТА, С БЛИЖНЕГО БЕРЕГА СН 51.1. Благословенный сказал, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы, будучи развитыми и взращенными, ведут за пределы ближнего берега, к берегу дальнему. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. Один. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Четыре, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Эти четыре основы сверхъестественной силы, будучи развитыми и взращенными, ведут за пределы ближнего берега, к берегу дальнему. 1. Комментарий толкует слово Итхипада как Итхия плюс падам, то есть основание для сверхъестественной, духовной, силы, а также как Итхипхутам падам, основание, которое является сверхъестественной силой. Итхи происходит от глагола Итххати – процветать, добиваться успеха, что изначально подразумевало достижение некоего успеха в чем-либо, но ко времени жизни Будда уже приобрела особый оттенок в плане духовных достижений, или, если еще более точно, то сверхъестественной, духовной, силы. Она двояка, успех в свершении Итхи-Витхи, сверхъестественных сил, СН-51-11, 14, 17, а также успех в стремлении к достижению освобождения. Оба этих аспекта сходятся во единого раханстве, которое представляет собой шестую сверхспособность, апхинья, и представляет собой наивысший плод благородного восьмеричного пути. СН-51-13 показывает, что Итхипада состоит из трех основных компонентов. 1. Сосредоточение, Самадхи, 2. Четырех формирователей старания, Патханасандхара, 3. Частных факторов, ответственных за осуществление сосредоточения, желаний, Чанда, Усердия, Вирио, Ум, Чита, Исследовании, Вимамса. Тогда как сосредоточение и старание присуще всем четырем Итхипадам, именно последний набор факторов делает Итхипады четырех частными. Вираттха сутта, пренебрегали. СН-51-2. Благословенный сказал, монахи, те, кто пренебрегали этими четырьмя основами сверхъестественной силы, пренебрегали благородным путем, ведущим к полному уничтожению страданий. Те, кто практиковали эти четыре основы сверхъестественной силы, практиковали благородный путь, ведущий к полному уничтожению страданий. Какими четырьмя? 1. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. 2. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 3. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Монахи, те, кто пренебрегали этими четырьмя основами сверхъестественной силы, пренебрегали благородным путем, ведущим к полному уничтожению страданий. Те, кто практиковали эти четыре основы сверхъестественной силы, практиковали благородный путь, ведущий к полному уничтожению страданий. Ария Сутта, Благородный СН 51.3 Благословенный сказал, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы, будучи развитыми и взращенными, являются благородными и освобождающими. Они ведут того, кто действует в соответствии с ними, к полному уничтожению страданий. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Четыре, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Таковы четыре основы сверхъестественной силы, которые, будучи развитыми и взращенными, являются благородными и освобождающими. Они ведут того, кто действует в соответствии с ними, к полному уничтожению страданий. НИББИДА СУТТА, РАЗОЧАРОВАНИИ СН 51.4 Благословенный сказал, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы, будучи развитыми и взращенными, ведут к полной утрате очарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Какие четыре? 1. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. 2. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 3. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Эти четыре основы сверхъестественной силы, будучи развитыми и взращенными, ведут к полной утрате отчарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Подеса сутта, отчасти. СН 51.5. Благословенный сказал, «Монахи, любые жрецы и отшельники, которые в прошлом до некоторой степени осуществляли сверхъестественную силу, все они делали так потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Любые жрецы и отшельники, которые в будущем отчасти осуществят сверхъестественную силу, все они сделают так потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Любые жрецы и отшельники, которые в будущем отчасти осуществят сверхъестественную силу, все они сделают так потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. которые в настоящем отчасти осуществляют сверхъестественную силу, все они делают так потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Монахи, любые жрецы и отшельники, которые в прошлом, будущем, настоящем отчасти осуществляют сверхъестественную силу, все они делают так потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Саматта сутта, полностью. СН 51.6 Сутта идентична СН 51.5, но вместо фразы отчасти здесь идёт фраза полностью. Тхикху сутта, монах. СН 51.7. Благословенный сказал, монахи, любые монахи в прошлом, которые, посредством уничтожения пятен загрязнений ума, в этой самой жизни входили и пребывали в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, познав это для себя самостоятельно прямым знанием, все они сделали так потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Какие-либо монахи в будущем, какие-либо монахи в настоящем, которые в этом самой жизни входят и пребывают в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, познав это для себя самостоятельно прямым знанием, все они делают так потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. 2. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 3. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Монахи, любые монахи в прошлом, будущем, настоящем, все они делают так потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Буддха сутта, Будда. СН 51.8. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре основы сверхъестественной силы. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Четыре, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Таковы четыре основы сверхъестественной силы. Именно потому, что он развил и взрастил эти четыре основы сверхъестественной силы, Татхагата зовется арахантом, полностью просветленным. Ньяна сутта, знаний. СН 51.9. Благословенный сказал, монахи, один, такова основа сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания, так, монахи, в отношении вещей, не слыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Эту основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания, нужно развить, так, монахи, в отношении вещей, не слыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Эта основа сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания, была развита, так, монахи, в отношении вещей, не слыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Два, такова основа сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, такова основа сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Такова основа сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. 5. Эту основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания, нужно развить, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. 5. Эта основа сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания, была развита, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. 6. Чите сутта, святилище. СН 51.10. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в павильоне с остроконечной крышей. И тогда, утром, Благословенный, взяв чашу и верхние одеяния, вошел в Весале собирать подаяния. Когда он сходил за подаяниями в Весале и вернулся, то, после принятия пищи, он обратился к достопочтенному Ананде так, возьми коврик для сидения, Ананда. Пойдем к святилищу Чипалы, чтобы провести там остаток дня. Да, учитель, ответил достопочтенный Ананда и, взяв коврик для сидения, последовал за Благословенным. Затем Благословенный отправился к святилищу Чипалы и сел на подготовленное сидение. Достопочтенный Ананда, поклонившись Благословенному, также сел рядом. Благословенный обратился к достопочтенному Ананде, Весале восхитителен, Ананда. Святилище Удены восхитительно. Святилище Гатамаки восхитительно. Святилище Сатамбы восхитительно. Святилище Бахопутты восхитительно. Святилище Сарандады восхитительно. Святилище Чипалы восхитительно. Тот, Ананда, кто развил и взрастил четыре основы сверхъестественной силы, сделал их своим средством передвижения, сделал их своей опорой, утвердил их, натренировался в них, в совершенстве освоил их, мог бы жить в течение цикла или остатка цикла. Тот, Ананда, развил и взрастил четыре основы сверхъестественной силы, сделал их своим средством передвижения, сделал их своей опорой, утвердил их, натренировался в них, в совершенстве освоил их. Если бы он пожелал, Тадхагата мог бы жить в течение цикла или остатка цикла. Один. Но хотя достопочтенный Ананда получил такой очевидный знак от благословенного, хотя он получил такой явный намек, он не смог осознать его. Он не стал умолять благословенного. Учитель, пусть благословенный живет в течение цикла. Пусть счастливый живет в течение цикла, ради блага многих, счастья многих, и сострадания к миру, ради блага и счастья богов и людей. Вот до какой степени его ум был охвачен марой. 2. Во второй раз, в третий раз благословенный обратился к Ананде, Висали восхитителен, в совершенстве освоил их, мог бы жить в течение цикла или остатка цикла. И вновь, хотя достопочтенный Ананда получил такой очевидный знак от благословенного, хотя он получил такой явный намек, он не смог осознать его. Он не стал умолять благословенного, учитель, пусть благословенный живет в течение цикла. Пусть счастливый живет в течение цикла, ради блага многих, счастья многих, и сострадания к миру, ради блага и счастья богов и людей. Вот до какой степени его ум был охвачен марой. И тогда благословенный обратился к достопочтенному Ананде, ты можешь идти, Ананда, когда сочтешь нужным. Да, учитель, ответил достопочтенный Ананда, встал со своего сиденья, поклонился благословенному, обойдя его с правой стороны, сел у подножья дерева неподалеку. И вскоре после того, как достопочтенный Ананда ушел, злой Мара подошел к благословенному и сказал ему, господин, пусть благословенный сейчас же обретет окончательную небану. Пусть счастливый сейчас обретет окончательную небану. Сейчас подходящее время для окончательной небаны благословенного. Ведь так, господин, говорилось благословенным, 3, я не обрету окончательной небаны, злой, пока у меня не будет учеников-монахов, которые мудры, дисциплинированы, уверены, спасены от таков, научены, которые являются сохранителями Дхаммы, практикующими в соответствии с Дхаммой, практикующими правильно, и ведущими себя соответствующе, которые выучили учения. Своего Учителя и могут объяснить, научить, провозгласить, утвердить, раскрыть, рассмотреть, прояснить его, которые могут тщательно и аргументированно опровергнуть распространенные доктрины других и смогут научить действенной Дхамме. Но сейчас, господин, у благословенного есть ученики и монахи, которые мудры, смогут научить действенной Дхамме. Господин, пусть благословенный сейчас же обретет окончательную небану. Пусть счастливый сейчас обретет окончательную небану. Сейчас подходящее время для окончательной окончательные ниббаны благословенного. И ведь так тоже, господин, говорилось благословенным, я не обрету окончательные ниббаны, злой, пока у меня не будет учениц-монахинь, учеников-мирян, учениц-мирянок, которые мудры, дисциплинированы, уверены, спасены от иков, научены, которые являются сохранителями Дхаммы, практикующими в соответствии с Дхаммой, практикующими правильно, и ведущими себя соответствующе, которые выучили учение своего учителя и могут объяснить, научить, провозгласить, утвердить, раскрыть, рассмотреть, прояснить его, которые могут тщательно и аргументированно опровергнуть распространенные доктрины других и смогут научить действенной Дхамме. Но сейчас, господин, у благословенного есть ученица-мирянки, которые мудры, смогут научить действенной Дхамме. Господин, пусть благословенный сейчас же обретет окончательную ниббану. Пусть счастливый сейчас обретет окончательную ниббану. Сейчас подходящее время для окончательной нигбаны благословенного. И ведь так тоже, господин, говорилось благословенным, я не обрету окончательной нигбаны, злой, пока эта моя святая жизнь не станет успешной и процветающей, обширной, известной, распространенной, хорошо провозглашенной среди богов и людей. Эта святая жизнь благословенного, господин, стала успешной и процветающей, обширной, известной, распространенной, хорошо провозглашенной среди богов и людей. Господин, пусть Благословенный сейчас же обретет окончательную Ниббану. Пусть Счастливый сейчас обретет окончательную Ниббану. Сейчас подходящее время для окончательной Ниббаны Благословенного. Когда так было сказано, Благословенный обратился к злому Марии, «Успокойся, злой! Не так долго придется ждать окончательной Ниббану Татхагаты». С этого момента Татхагата обретет окончательную Ниббану через три месяца. И затем в святилище Чапалы Благословенный осознанно и бдительно отпустил свои формирователи жизненной силы. 4. И когда Благословенный отпустил свои формирователи жизненной силы, случилось великое землетрясение, ужасающее и пугающее, и раскаты грома сотрясли небо. И затем, осознав значимость этого, Благословенный вдохновенно произнес это изречение, сопоставляя несравнимые с существованием продолжаемым, мудрец отбросил то, что создает существование, возрадовавшись внутренне, сосредоточенный, разбил он продолжение существования своего, как будто бы пробил броню. 1. Комментарий утверждает, что здесь слово «каппа», «цикл», означает «тайкапу», то есть жизненный срок, который объясняется как полный жизненный срок человека в определенный период, Вселенной, во времена жизни Будды он равнялся одной сотне лет. Остаток каппа объясняется как срок, чуть превосходящий обычный срок жизни в сто лет. Комментарий упоминает о Махасиве Тхере, который считал, что Будда мог жить в течение Бхадда-капы, цикл существования Вселенной, что противоречило древним комментариям. Мелинда Паньха-141 также трактует каппу в данной сути как и у каппу, вероятно, опираясь на тот же комментаторский источник. Тем не менее, нигде в ника их слово «каппа» не употребляется для обозначения жизненного срока человека, или в схожем смысле. 2. Согласно комментарию, Мара может овладеть умом кого-либо, кто еще не полностью отбросил умственные искажения Випаласа, а Ананда к тому моменту этого не осуществил, будучи вступившим в поток. У него все еще были искажения ума и восприятия, но не искажения воззрений. Мара овладел его умом и создал, в уме, некий ужасающий образ, и когда Ананда увидел этот образ, то не смог уловить намека, который дал ему Будда. 3. Любопытно, что нигде в ника их не записано этой, состоявшейся ранее, беседы между Марой и Буддой. 4. Короткое объяснение принципа работы формирователей жизненной силы можно прочесть в МН-43. Пубба сутта, прежде. СН-51-11. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, до моего просветления, пока я все еще был непросветленным Бодхисаттой, мысль пришла ко мне, в чем же причина и условия для развития основ сверхъестественной силы? Мысль пришла ко мне. 1. Вот монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания, размышляя так, так мое желание не будет ни слишком вялым, ни слишком напряженным, ни будет ни сжатым внутренне, ни отвлеченным вовне. И он пребывает, воспринимая после и прежде, как прежде, так и после, как после, так и прежде, как внизу, так и вверху, как вверху, так и внизу, как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. Вот так, с открытым и незавернутым умом он развивает ум, насыщенный сиянием. 2. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания, размышляя так, так мое усердие не будет ни слишком вялым, ни слишком напряженным. Не будет ни сжатым внутренне, ни отвлеченным вовне. И он пребывает, воспринимая после и прежде, как прежде, так и после, как после, так и прежде, как внизу, так и вверху, как вверху, так и внизу, как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. Вот так, с открытым и незавернутым умом он развивает ум, насыщенный сиянием. 3. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания, размышляя так, так мой ум не будет ни слишком вялым, ни слишком напряженным, ни будет ни сжатым внутренне, ни отвлеченным вовне. И он пребывает, воспринимая после и прежде, как прежде, так и после, как после, так и прежде, как внизу, так и вверху, как вверху, так и внизу, как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. Вот так, с открытым и незавернутым умом он развивает ум, насыщенный сиянием. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания, размышляя так, так мое исследование не будет ни слишком вялым, ни слишком напряженным, ни будет ни сжатым внутренне, ни отвлеченным вовне. И он пребывает, воспринимая после и прежде, как прежде, так и после, как после, так и прежде, как внизу, так и вверху, как вверху, так и внизу, как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. Вот так, с открытым и незавернутым умом он развивает ум, насыщенный сиянием. Когда четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены таким образом, монах овладевает различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, он становится многими, будучи многими, он становится одним. Он появляется. Он исчезает. Он беспрепятственно проходит сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шел сквозь пустое пространство. Он ныряет и выныривает из земли, как если бы она была водой. Он ходит по воде и не тонет, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, он летит по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой он касается и ударяет даже солнце и луну, настолько он силен и могущественен. Он так влияет на тело, что достигает даже миров Брахмы. Когда четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены таким образом, монах слышит за счет божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, различные виды звуков, божественные и человеческие, далекие и близкие. Когда четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены таким образом, монах знает умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум. Он различает ум со страстью, как ум со страстью, а ум без страсти, как ум без страсти. Он различает ум со злобой, как ум со злобой, а ум без злобы, как ум без злобы. Он различает ум с заблуждением, как ум с заблуждением, а ум без заблуждения, как ум без заблуждения. Он различает суженный ум, как суженный ум, расширенный ум, как расширенный ум. Он различает увеличенный ум, как увеличенный ум, а не увеличенный ум, как не увеличенный ум. Он различает сильный ум, который еще не достиг на высшего уровня, как сильный ум, и непревзойденный в силе ум, как непревзойденный в силе ум. Он различает сосредоточенный ум как сосредоточенный ум, а несосредоточенный ум как несосредоточенный ум. Он различает освобожденный ум как освобожденный ум, а неосвобожденный ум как неосвобожденный ум. Когда четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены таким образом, монах вспоминает многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. И таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Когда четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены таким образом, монах видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, Смерть и перерождение существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшее благородных, придерживавшееся неправильных воззрений и действовавшее под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшее благородных, придерживавшееся правильных воззрений и действовавшее под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в благих уделах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой. Когда четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены таким образом, монах, за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, в этой самой жизни входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Махабхала сутта, великий плод. СН 51.12. Сутта идентична СН 51.11, за исключением вступления, которые в данной сутте другое, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и благо. И как, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и благо? Чандасамадхи сутта, сосредоточение за желание. СН 51.13. Благословенный сказал. Один, монахи, если монах обретает сосредоточение, обретает однонаправленность ума, основанную на желании, то это называется сосредоточением из-за желания. Он порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к возникновению невозникших благих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, к их неугасанию, увеличению, разрастанию, осуществлению посредством развития. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Это называется формирователями старания. 1. Так, это желание, это сосредоточение из-за желания, и эти формирователи старания, все это называется основой сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. 2. Монахи, если монах обретает сосредоточение, обретает однонаправленность ума, основанную на усердии, то это называется сосредоточением из-за усердия. Он порождает желание к невозникновению. Он порождает желание к отбрасыванию. Он порождает желание к возникновению. Он порождает желание к поддержанию. Это называется формирователями старания. Так, это усердие, это сосредоточение из-за усердия, эти формирователи старания, все это называется основой сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия формирователей старания. 3. Монахи, если монах обретает сосредоточение, обретает однонаправленность ума, основанную на уме, то это называется сосредоточением из-за ума. Это называется формирователями старания. Так, этот ум, это сосредоточение из-за ума, эти формирователи старания, все это называется основой сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Монахи, если монах обретает сосредоточение, обретает однонаправленность ума, основанную на исследовании, то это называется сосредоточением из-за исследования. Это называется формирователями старания. Так, это исследование, это сосредоточение из-за исследования, эти формирователи старания, все это называется основой сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. 2. 1. Согласно комментарию, формирователи старания, Патхана Сангхара, это обозначение энергия, которая совершенствует четырехчастную функцию правильного усилия, шестого фактора благородного восьмеричного пути. 2. Комментарий поясняет в качестве примера, что старец Радхапала достиг сверхмирского состояния, сделав ударение на желание, старец сона, на усердие, старец Амбхута, на уме, старец Макхараджи, на исследовании. В СВ 2, 642-43 приводится пояснительный пример с министрами царя, тот, кто завоевывает расположение царя, прислуживая ему в течение дня и ночи, удовлетворяя его желания и потребности, сравнивается с тем, кто достигает сверхмирского состояния, полагаясь на желание. Тот, кто завоевывает расположение царя своей отвагой и подавлением восстанием на приграничных рубежах, сравнивается с тем, кто достигает сверхмирского состояния, полагаясь на усердие. Тот, кто завоевывает расположение царя своими советами и консультациями по управлению царством, сравнивается с тем, кто достигает сверхмирского состояния, полагаясь на исследовании. Тот, кто завоевывает расположение царя просто лишь своей родословной, сравнивается с тем, кто достигает сверхмирского состояния, полагаясь на ум. Маггаллана сутта, Маггаллана. СН 51.14. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе, в Восточном парке, в особняке матери Амигары. И в то время несколько монахов, проживающих на первом этаже особняка, были неугомонными, чванливыми, самодовольными, грубыми в речах, путанными в речах, замутненными умами, небдительные, несосредоточенные, легкомысленные, слабые в своих качествах ума. И тогда благословенный обратился к достопочтенному Маггаллане так, Маггаллана, твои братья по святой жизни, что проживают на первом этаже особняка матери Амигары, неугомонные, слабые в своих качествах. Отправляйся, Маггаллана, и пробуди ощущение безотлагательности в этих монахах. Хорошо, учитель, ответил достопочтенный Маггаллана. И тогда он сотворил такое чудо посредством сверхъестественных сил, что заставил особняк матери Амигары содрогнуться, затрястись, и зашататься носком своей ступни. Один. И тогда те монахи, напуганные и пораженные, отскочили в сторону и сказали друг другу, как удивительно, почтенный. В самом деле, как поразительно, почтенный. Ведь нет ни малейшего ветерка, а этот особняк матери Амигар имеет глубокое основание, надежно установлен, неподвижен, непоколебим. И, все же, он содрогнулся, затрясся, зашатался. И тогда благословенный подошел к тем монахам и сказал им, почему, монахи, вы стоите в стороне, напуганные и пораженные? Как удивительно, учитель. В самом деле, как поразительно, учитель. Ведь нет ни малейшего ветерка, а этот особняк матери Амигар имеет глубокое основание, надежно установлен, неподвижен, непоколебим. И, все же, он содрогнулся, затрясся, зашатался. Монахи, монах Макгаллана, желая пробудить ощущение безотлагательности вас, заставил особняк матери Амигара содрогнуться, затрястись, зашататься носком своей ступни. Как вы думаете, монахи, развив и взрастив какие вещи, монах Макгаллана стал таким сильным и могущественным? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, поскольку он развил и взрастил четыре основы сверхъестественной силы, монах Макгаллана стал таким сильным и могущественным. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах Макгаллана развил основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания, думая так, это мое желание не будет ни слишком вялым, ни слишком напряженным, не будет ни сжатым внутренне, ни отвлеченным вовне. И он пребывал, воспринимая после и прежде, как прежде, так и после, как после, так и прежде, как внизу, так и вверху, как вверху, так и внизу, как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. Вот так, с открытым и не завернутым умом он развивал ум, насыщенный сиянием. Два, он развил основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развила снова сверхъестественные силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Четыре, он развила снова сверхъестественные силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания, думая так, это мое исследование не будет ни слишком вялым, ни слишком напряженным, не будет ни сжатым внутренне, ни отвлеченным вовне. И он пребывал, воспринимая после и прежде, как прежде, так и после, как после, так и прежде, как внизу, так и верху, как вверху, так и внизу, как днём, так и ночью, как ночью, так и днём. Вот так, с открытым и не завёрнутым умом он развивал ум, насыщенный сиянием. Именно потому, монахи, что он развил и взрастил эти четыре основы сверхъестественной силы, монах Макгаллана стал таким сильным и могущественным. Именно потому, монахи, что монах Макгаллана развил и взрастил эти четыре основы сверхъестественной силы, он овладевает различными видами сверхъестественных сил. Два, и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Один, согласно комментарию, он вошел в медитацию на тотальности воды, вышел, и сделал такое повеление, чтобы земля, на которой стоял особняк, стала водой. Затем он взмыл воздух и ударил пол особняка носком ступни. Два, здесь по стандартной формулировке перечисляются все сверхспособности, точно так же, как это описано в СН 51.11. Уннабха Брахмана Сутта, Брахмана Набха. СН 51.15. Так я слышал. Однажды достопочтенный Ананда пребывал в Касамбю в парке Кхаситы. И тогда Брахман Набха отправился к достопочтенному Ананде и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Ананде, ради чего, мастер Нанда, ведется святая жизнь под учительством отшельника Готамы? Ради оставления желания, Брахман, ведется святая жизнь под учительством благословенного. Но, мастер Нанда, есть ли путь, есть ли метод, ведущий к оставлению этого желания? Есть путь, Брахман, есть метод, ведущий к оставлению этого желания. Но, мастер Нанда, каков же этот путь, каков этот метод, ведущий к оставлению этого желания? 1. Вот, Брахман, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. 2. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 3. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Таков, Брахман, путь, таков метод для оставления этого желания. Если оно так, мастер Нанда, то ситуация бесконечна, а не конечна. Не может произойти так, чтобы кто-либо отбросил желание посредством самого желания. Что же, Брахман, я задам тебе вопрос по этой теме. Отвечаю так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, Брахман, было ли у тебя раньше желание, я отправлюсь в парк, а после того, как ты добрался до парка, это самое желание исчезло? Да, почтенный. Прилагал ли ты раньше усердие, думая, я отправлюсь в парк, а после того, как ты добрался до парка, это самое усердие исчезло? Настраивал ли ты раньше свой ум, я отправлюсь в парк, а после того, как ты добрался до парка, эта самая настройка ума исчезла? Осуществлял ли ты раньше исследование вопроса, пойти ли мне в парк, а после того, о, как ты добрался до парка, это самое исследование и вопрос исчезло? Точно так же, Брахман, и в случае с монахом, который арахант, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг своей цели, полностью уничтожил оковосуществование, и полностью освободился посредством окончательного знания. Раньше у него было желание достичь араханства, но когда он достиг араханства, это самое желание исчезло. Раньше он прилагал усердие для достижения араханства, но когда он достиг араханства, это самое усердие исчезло. Раньше он настраивал свой ум на достижение араханства, но когда он достиг араханства, это самая настройка ума исчезла. Раньше он осуществлял исследование на предмет достижения араханства, но когда он достиг араханства, это самое исследование исчезло. Как ты думаешь, Брахман, если оно так, то ситуация бесконечна или конечна? Вне сомнений, мастер Нанда, если оно так, то ситуация конечна, а не бесконечна. Великолепно, мастер Ананда. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Ананда различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть мастер Ананда помнит меня как мирского последователя, принявшего в благословенном прибежище с этого дня и на всю жизнь. Патхамаса Манабрахамана Сутта, Жрецы и Отшельники 1. СН 51.16. Благословенный сказал, «Монахи, любые жрецы и отшельники в прошлом, достигшие духовного величия и могущества, все они были таковыми потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Любые жрецы и отшельники, которые достигнут духовного величия и могущества в будущем, все они станут таковыми потому, что разовьют и взрастят четыре основы сверхъестественной силы. Любые жрецы и отшельники в настоящем, которые достигли духовного величия и могущества, все они стали таковыми потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы». Какие четыре? 1. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. 2. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 3. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Монахи, любые жрецы и отшельники в прошлом, будущем, настоящем, все они стали таковыми потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Дутиеса Манабраха Манасутта, жрецы и отшельники 2. СН 51.17 Благословенный сказал, «Монахи, любые жрецы и отшельники в прошлом, которые владели различными видами сверхъестественной силы, как то, будучи одним, он становится многими, будучи многими, он становится одним. Он появляется. Он исчезает. Он беспрепятственно проходит сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шел сквозь пустое пространство. Он ныряет и выныривает из земли, как если бы она была водой. Он ходит по воде и не тонет, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, он летит по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой он касается и ударяет даже солнце и луну, настолько он силен и могущественен. Он так влияет на тело, что достигает даже миров Брахмы. Все они были таковыми потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Любые жрецы и отшельники, которые в будущем будут владеть различными видами сверхъестественной силы, как то, будучи одним, миров Брахмы, все они станут таковыми потому, что разовьют и взрастят четыре основы сверхъестественной силы. Любые жрецы и отшельники в настоящем, которые владеют различными видами сверхъестественной силы, как то, будучи одним, миров Брахмы, все они являются таковыми потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследований и формирователей старания. Монахи, любые жрецы и отшельники в прошлом, будущем, настоящем, все они являются таковыми потому, что развили и взрастили четыре основы сверхъестественной силы. Тхикху сутта, монах. СН 51.18. Благословенный сказал, монахи, поскольку он развил и взрастил четыре основы сверхъестественной силы, этот монах, посредством уничтожения пятен загрязнений ума, в этой самой жизни входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, познав это для себя самостоятельно прямым знанием. Какие четыре? 1. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. 2. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Четыре, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Монахи, именно потому, что он развил и взрастил эти четыре основы, и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, познав это для себя самостоятельно прямым знаниям. Итхадидиасана сутта, учение о сверхъестественной силе. СН 51.19. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас сверхъестественной силе, основе сверхъестественной силы, развитию основ сверхъестественной силы, и пути, ведущему к развитию основ сверхъестественной силы. Монахи, и что такое сверхъестественная сила? Вот, монахи, монах владеет различными видами сверхъестественной силы, будучи одним, он становится многими, будучи многими, он становится одним. Он появляется. Он исчезает. Он беспрепятственно проходит сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шел сквозь пустое пространство. Он ныряет и выныривает из земли, как если бы она была водой. Он ходит по воде и не тонет, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, он летит по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой он касается и ударяет даже солнце и луну, настолько он силен и могущественен. Он так влияет на тело, что достигает даже миров Брахмы. Это называется сверхъестественной силой. Монахи, и что такое основа сверхъестественной силы? Это путь и практика, которая ведет к достижению сверхъестественной силы, к обретению сверхъестественной силы. Это называется основой сверхъестественной силы. 1. Монахи, и что такое развитие основ сверхъестественной силы? 1. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной естественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. 2. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 3. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Это называется развитием основ сверхъестественной силы. монахи, и каков путь, ведущий к развитию основ сверхъестественной силы? Это этот самый благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Это называется путем, ведущим к развитию основ сверхъестественной силы. Один, согласно комментарию, здесь имеется в виду четвертый Аджхана, с помощью которой можно обрести эти различные сверхспособности, апхинья. ВИДПХАНГА СУТТА, АНАЛИЗ СН 51-20 Благословенный сказал, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и благо. И как, монахи, эти четыре основы, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и благо? Один, вот монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания, размышляя так, так мое желание не будет ни слишком вялым, ни слишком напряженным, не будет ни сжатым внутренне, ни отвлеченным вовне. И он пребывает, воспринимая после и прежде, как прежде, так и после, как после, так и прежде, как внизу, так и вверху, как вверху, так и внизу, как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. Вот так, с открытым и незавернутым умом он развивает ум, насыщенный сиянием. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания, размышляя так, так мое усердие. 3. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания, размышляя так, так мой ум. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания, размышляя так, так мое исследование не будет ни слишком вялым, ни слишком напряженным, не будет ни сжатым внутренне, не отвлеченным вовне. И он пребывает, воспринимая после и прежде, как прежде, так и после, как после, так и прежде, как внизу, так и вверху, как вверху, так и внизу, как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. Вот так, с открытым и незавернутым умом он развивает ум, насыщенный сиянием. Желание как основа. И что это, монахи, за желание, которое слишком вялое? Это желание, которое сопровождается усталостью, связано с усталостью. Это называется слишком вялым желанием. И что это, монахи, за желание, которое слишком напряженное? Это желание, которое сопровождается неугомонностью, связано с неугомонностью. Это называется слишком напряженным желанием. И что это, монахи, за желание, которое сжато внутренне? Это желание, которое сопровождается ленью и апатией, связано с ленью и апатией. Это называется желанием, сжатым внутренне. И что это, монахи, за желание, которое отвлечено вовне? Это желание, которое постоянно отвлекается на внешне, постоянно взволновано в связи с пятью нитями чувственного удовольствия. Это называется желанием, отвлеченным вовне. И как, монахи, монах пребывает, воспринимая после и прежде, как прежде, так и после, как после, так и прежде? Вот, монахи, восприятие после и прежде хорошо ухвачено монахом, хорошо рассмотрено, хорошо проанализирована, хорошо постигнута мудростью. Вот так, монахи, этот монах пребывает, воспринимая после и прежде, как прежде, так и после, как после, так и прежде. Один. И как, монахи, монах пребывает как внизу, так и вверху, как вверху, так и внизу? Вот, монахи, монах пересматривает это самое тело снизу вверх, с подошв ступней, и сверху вниз с кончиков волос головы, обернутой кожей, полной разнообразных нечистот, В этом самом теле есть волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа, плоть, сухожилия, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, диафрагма, селезенка, легкие, толстые кишки, тонкие кишки, содержимое желудка, фекалия, желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир, слезы, кожное масло, слюна, слизь, суставная жидкость, моча. Вот так, монахи, этот монах пребывает как внизу, так и вверху, как вверху, так и внизу. Два. И как, монахи, монах пребывает как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. Вот, монахи, ночью монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания, посредством тех же самых качеств, тех же самых свойств, тех же самых аспектов, как он развивает эту основу и днем. Или же днем он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания, посредством тех же самых качеств, тех же самых свойств, тех же самых аспектов, как он развивает эту основу и ночью. Вот так, монахи, монах пребывает как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. И как, монахи, монах с открытым и незавернутым умом развивает ум, насыщенным насиянием? Вот, монахи, восприятие света тщательно ухвачено монахом. Он хорошо настроен на восприятие дня. Три. Вот так, монахи, этот монах с открытым и незавернутым умом развивает ум, насыщенным насиянием. Усердие как основа. И что это, монахи, за усерди, которое слишком вялое? Это усердие, которое сопровождается усталостью, связано с усталостью. Это называется слишком вялым усердием. 4. Ум, насыщенный сиянием. Ум как основа. И что это, монахи, за ум, который слишком вялый? Это ум, который сопровождается усталостью, связан с усталостью. Это называется слишком вялым умом. Ум, насыщенный сиянием. Исследование как основа. И что это, монахи, за исследование, которое слишком вялое? Это исследование, которое сопровождается усталостью, связано с усталостью. Это называется слишком вялым исследованием. Ум, насыщенный сиянием. Когда, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены таким образом, они приносят великий плод и благо. Когда, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены. Таким образом, монах овладевает различными видами сверхъестественной силы. Будучи одним, он становится многими. 5. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. 1. Комментарий. Это следует понимать а в отношении объекта медитации, в отношении учения. В первом случае следует осознать, что объект медитации идет прежде, а араханство – после. Монах, который после осознания своего главного объекта медитации не позволяет ему впадать в неблагие условия, чрезмерную расслабленность и так далее, продвигается к араханству. И таким образом он обозначается как тот, кто пребывает как прежде, так и после. Во втором случае имеется в виду, что волосы головы идут прежде, а мозг идет после, среди всех органов при медитации на тридцати двух частях тела. Монах, который развивает эту медитацию от начала и до конца, не впадая при этом в четыре неблагих условия, обозначается как тот, кто пребывает как прежде, так и после. По замечанию достопочтенного Бодхи, это объяснение выглядит несколько притянутым за уши. По его мнению, фраза просто лишь обозначает то, что нужно на протяжении всей сессии медитации находиться в настоящем моменте, напрямую видя объект медитации во всех его аспектах. Похожая фраза используется в Ан-4, 87, 2-3, где объясняется медитация при ходьбе, и звучит так, воспринимая то, что находится позади и впереди, тебе следует настроиться на хождение вперед-назад. Примечание переводчика СВ, на мой взгляд, есть еще один вариант трактовки. Восприятие прежде может означать некое предыдущее состояние в медитации, а восприятие и после – новое состояние. В сути сказано, что это хорошо постигнуто и рассмотрено мудростью, что может означать анализ взаимосвязей, причин, которые привели от одного медитативного состояния к следующему, и, таким образом, монах учится методом проб и ошибок, изучая, что улучшает медитацию, а что ее ухудшает. 2. Примечание переводчика СВ. Обычно это упражнение рассматривается как способ преодоления похоти, однако мне кажется, что в данном контексте оно может иметь иной смысл. Для овладения сверхъестественными силами требуется установить полный контроль не только над умом, но и над телом. Возможно, речь идет о том, что практикующий должен ухватить внутренним медитативным взором все части тела целиком, чтобы уметь совершать с ним различные манипуляции, описанные в стандартной формуле сверхъестественных сил, смотри. СН 51.19. На мой взгляд, эта же идея прослеживается в СН 51.22, где Будда объясняет, каким образом он существляет психические силы. 3. Согласно комментарию, монах сидит на террасе, настраиваясь на восприятие света, иногда закрывая глаза, иногда открывая. Когда свет представляется ему одинаково как с закрытыми, так и с открытыми глазами, то говорится, что в уме возникло восприятие света. Если днем или же ночью он рассеивает лень и апатию с помощью этого света, удерживая ум на объекте медитации, то говорится, что в этом отношение восприятие света тщательно ухвачено. Примечание переводчика СВ, тем не менее, возможно здесь речь идет о восприятии внутреннего сияния самого ума как такового, которое, очевидно, достигается в джханах. Смотри. АН 51.1 и примечание к ней. 4. Здесь точно так же, как выше с описанием желания, только теперь оно заменяется словом усердия. Аналогично и с идущими ниже фрагментами текста субты. 5. Здесь идет полный перечень сверхъестественных сил, точно в таком же виде, как это описывается, например, в СН 51.11. Магга-сутта, путь. СН 51.21. Сутта в точности идентична СН 51.11, но здесь в самом начале вместо фразы «в чем же причина и условия для развития основ сверхъестественной силы?» идет фраза «каков же путь и практика для развития основ сверхъестественной силы?» Айгула-сутта, железный шар. СН 51.22. В Саваттхе. И тогда достопочтенный Ананда отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Учитель, припоминает ли благословенный, чтобы он когда-либо отправлялся в мир Брахм посредством сверхъестественных сил с помощью тела состоящего из разума?» Ананда, я припоминаю, что отправлялся в мир Брахм посредством сверхъестественных сил с помощью тела состоящего из разума. Но, учитель, припоминает ли благословенный, чтобы он когда-либо отправлялся в мир Брахм посредством сверхъестественных сил с помощью этого физического тела, состоящего из четырех великих элементов? Ананда, я припоминаю, что отправлялся в мир Брахм посредством сверхъестественных сил с помощью этого физического тела, состоящего из четырех великих элементов. Удивительно и поразительно, учитель, что благословенный способен отправиться в мир Брахм посредством сверхъестественных сил с помощью тела, состоящего из разума, и что он также припоминает, что отправлялся в мир Брахм посредством сверхъестественных сил с помощью этого физического тела, состоящего из четырех великих элементов. Тадхагаты, Ананда, удивительны и обладают удивительными свойствами. Тадхагаты поразительны и обладают поразительными свойствами. Когда, Ананда, Тадхагата погружает свое тело в разум, а разум в тело, и когда он пребывает, войдя в блаженное и плавучее восприятие по отношению к этому телу, то в этом случае тело Тадхагаты становится более плавучим, податливым, послушным, и сияющим. Подобно тому, Ананда, как когда железный шар, раскаляясь весь день, становится более плавучим, податливым, послушным, и сияющим, то точно так же, когда Тадхагата погружает свое тело в разум, а разум в тело, и когда он пребывает, войдя в блаженное и плавучее восприятие по отношению к этому телу, то в этом случае тело Тадхагаты становится более плавучим, податливым, послушным, и сияющим. Когда, Ананда, Тадхагата погружает свое тело в разум, а разум в тело, и когда он пребывает, войдя в блаженное и плавучее восприятие по отношению к этому телу, то в этом случае тело Татхагаты без труда взмывает си земли в воздух. Кроме того, он овладевает различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, он становится многими, будучи многими, он становится одним. Он появляется. Он исчезает. Он беспрепятственно проходит сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шел сквозь пустое пространство. Он ныряет и выныривает из земли, как если бы она была водой. Он ходит по воде и не тонет, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, он летит по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой он касается и ударяет даже солнце и луну, настолько он силен и могущественен. Он так влияет на тело, что достигает даже миров Брахмы. Ананда, подобно тому, как пучок хлопка или капока, будучи легким, поддерживается ветром и без всяких трудностей взмывает земли к небу, то точно так же, когда Татхагата погружает свое тело в разум, а разум в тело, и когда он пребывает, войдя в блаженное и плавучее восприятие по отношению к этому телу, то в этом случае тело Татхагата без труда взмывает си земли в воздух. Кроме того, он овладевает различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, достигает даже миров Брахмы. Тхикху сутта, монах. СН 51-23. Благословенный сказал, монахи, существуют четыре основы сверхъестественной силы. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 3 Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4 Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Таковы четыре основы сверхъестественной силы. Именно потому, монахи, что он развил и взрастил эти четыре основы сверхъестественной силы, монах, благодаря уничтожению пятен загрязнений ума, в этой самой жизни не входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, реализовав это для себя самостоятельно посредством прямого знания. Судхика сутта, кратко. СН 51.24. Благословенный сказал, монахи, существуют четыре основы сверхъестественной силы. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Четыре, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Таковы четыре основы сверхъестественной силы. Падхама Пхала сутта, плоды 1. СН 51.25. Благословенный сказал, монахи, существуют четыре основы сверхъестественной силы. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Таковы четыре основы сверхъестественной силы. Когда, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены, то можно ожидать одного из двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо, если еще имеется остаточное цепляние, состояние невозвращения. Дутия Пхала Сутта, Плоды 2. СН 51-26. Благословенный сказал, монахи, существуют четыре основы сверхъестественной силы. Какие четыре? 1. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. 2. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 3. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Таковы четыре основы сверхъестественной силы. Когда, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены, то можно ожидать семи плодов и благ. Каких семи плодов и благ? Человек достигает окончательного знания уже в этой самой жизни. Если он не достигает окончательного знания уже в этой самой жизни, то он достигает окончательного знания в момент смерти. Если он не достигает окончательного знания уже в этой самой жизни, или же в момент смерти, то, с полным уничтожением пяти нижних оков, он становится достигающим неббаны в промежутке. Достигающим неббаны по приземлении. Достигающим неббаны без усилия. Достигающим неббаны с усилием. Становится тем, кто направляется вверх, устремляясь к миру чистых обителей Аканитха. Когда, монахи, эти четыре основы сверхъестественной силы были развиты и возвращены, то можно ожидать этих семи плодов и благ. Сутты СН 51-27-30 Все эти сутты идентичны по содержанию СН 51-19, кроме вступления действующих лиц, которые приведены ниже, в Саваттхе. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, что такое сверхъестественная сила? Что такое основа сверхъестественной силы? Что такое развитие основ сверхъестественной силы? Что такое путь, ведущий к развитию основ сверхъестественной силы?» СН 51-27 Подхама Ананда сутта, Ананда-1 Благословенный тогда обратился к достопочтенному Ананде, Ананда, «Что такое сверхъестественная сила? Что такое основа сверхъестественной силы? Что такое развитие основ сверхъестественной силы? Что такое путь, ведущий к развитию основ сверхъестественной силы? СН 51-28, Дутио Ананда Сутта, Ананда 2. И тогда группа монахов подошла к благословенному, они поклонились ему, сели рядом и сказали, Учитель, что такое сверхъестественная сила? Что такое основа сверхъестественной силы? Что такое развитие основ сверхъестественной силы? Что такое путь, ведущий к развитию основ сверхъестественной силы? SN 51-29, Патхама Бхикпхусута, монахи-1. Благословенный тогда обратился к монахам так, «Монахи, что такое сверхъестественная сила? Что такое основа сверхъестественной силой? Что такое развитие основ сверхъестественной силой? Что такое путь, ведущий к развитию основ сверхъестественной силой?» SN 51-30, Дутиепхикпхусута, монахи-2. Макгаллана сутта, Макгаллана СН 51.31 Сутта в точности идентична СН 51.14 За вычетом вводной истории об особняке Матери Мегары, то есть начинается уже с предложения, как вы думаете, монахи, развив и взрастив какие вещи, монах Макгаллана стал таким сильным и могущественным? Татхагата сутта, Татхагата СН 51.32 Сутта в точности идентична СН 51.31 но здесь по тексту вместо Макгаллана идет Татхагата Починание на сутта, Рикаганг на восток СН 51.33 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как Рикаганг направляется, склоняется, устремляется к востоку, то точно так же монах, который развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, направляется, склоняется, устремляется к неббане. И как, монахи, монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, так что он направляется, склоняется, устремляется к неббане? Один, вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. Два, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. Три, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей старания. Вот так, монахи, монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, так что он оправляется, склоняется, устремляется к неббане. Сутты СН 5134-44. Все эти сутты в точности идентичны СН 5133, но вместо реки Ганг здесь идет, река Емуна, СН 5134, река Ачравати, СН 5135, река Сарабху, СН 5136, река Махи, СН 5137, все великие реки, Ганг, Емуна, Ачравати, Сарабху, Махи, СН 5138, и далее в следующих суттах, вместо склоняется на восток идет фраза склоняется к океану, река Ганг, склоняется к океану, СН 5139, река Емуна, склоняется к океану, СН 5140, река Ачравати, склоняется к океану, СН 5141, река Сарабху, склоняется к океану, СН 5142, река Махи, склоняется к океану, СН 5143, все великие реки, Ганг, Емуна, Ачравати, Сарабху, Махи, склоняются к океану. СН 5144 Татхагата сутта, Татхагата. СН 5145 Благословенный сказал, монахи, среди каких бы то ни было существ, безногих, двуногих, четвероногих, многоногих, состоящих из формы или бесформенных, с восприятием, без восприятия, ни с восприятием, ни без восприятия, Татхагата, Арахант, полностью просветленный считается наивысшим из них. Точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит четыре основы сверхъестественной силы. Монахи, и как усердный монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет свои окончательные цели устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Вот так, монахи, усердный монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы. Сутты СН 5146-54 Все эти сутты в точности идентичны СН 5145, за исключением вводного отрывка, благословенный сказал, монахи, подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы сверхъестественной силы. СН 5146 Пада сутта, следы Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все стропилы в доме с остроконечной крышей направлены к острию крыши, сливаются в острие крыши, и острие крыши считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы сверхъестественной силы. СН 5147 Кута сутта, острие крыши Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих корней и черный фиалковый корень считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы сверхъестественной силы. СН 5148 Мула сутта, корни Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих сердцевин деревьев сердцевина красного сандалового дерева считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы сверхъестественной силы. СН 5149 Сара сутта, сердцевина Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих цветов жасмин считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы сверхъестественной силы. СН 5150 Вассика сутта, Жасмин Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все князья являются вассалами царя и миродержца, а царь миродержец считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы сверхъестественной силы. СН 5151 Раджа сутта, царь Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как сияние всех звезд не составляет и одной шестнадстой сияния луны, и сияние луны считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы сверхъестественной силы. СН 5152 Чандима сутта, Луна Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту и пространство по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы сверхъестественной силы. СН 5153 СУРИЯ СУТТА Солнце Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех сотканных тканей кассианская ткань считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы сверхъестественной силы. СН 5154 ВАТТХА СУТТА ТКАНЬ БАЛА СУТТА УСИЛИ СН 5155 В САВАТТХА Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые поступки, требующие усилия, основываются на земле, опираются на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре основы сверхъестественной силы. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивая четыре основы сверхъестественной силы. Биджи-сутта, Семена. СН 51-56. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые виды семян и растений достигают роста, увеличения, разрастания, основываясь на земле, опираясь на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре основы сверхъестественной силы, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре основы сверхъестественной силы и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. Нага сутта, Наги. СН 51-57. Благословенный сказал, монахи, основываясь на Гималаях, царе всех гор, Наги насыщают свои тела и обретают силу. Когда они насытили свои тела и обрели силу, они входят в водоемы. Из водоемов они входят в озера, а затем в ручьи, а затем в реки, и, в конечном счете, они входят в океан. Там они достигают величия и разрастания тела. Точно так же, монахи, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. Рукхасутта, Дерево. СН 51-58. Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы дерево сгибалось, склонялось и устремлялось к востоку». Если бы его срубили у основания, то в каком направлении оно бы упало? В том направлении, учитель, в котором оно сгибалось, склонялось и устремлялось. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, то он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. Кумбха Сутта, Горшок. СН 5159. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как перевернутый горшок отдает свою воду и не забирает ее обратно, то точно так же монах, который развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах, который развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. Сука-сутта, острая щепка. СН 51-60. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы острая щепка от риса или ячменя торчала бы в нужную сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Могло бы произойти так, что она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала в нужную сторону. Точно так же, монахи, может произойти так, что с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, монах пронизит невежество, породит истинные знания, реализует небану. И почему? Потому что его воззрение правильно направлено. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, пронзает невежество, порождает истинные знания, реализует неббану. Акаса сутта «Небо» СН 51-61 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как разные ветра дуют в небе, восточные ветра, западные ветра, северные ветра, южные ветра, пыльные ветра и непыльные ветра, холодные ветра и теплые ветра, слабые ветра и сильные ветра, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, то в нем развиваются до полноты четыре основы осознанности, развиваются до полноты четыре правильных усилия, Развиваются до полноты четыре основы сверхъестественных сил, развиваются до полноты пять качеств, развиваются до полноты пять сил, развиваются до полноты семь факторов просветления. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, то в нем развиваются до полноты четыре основы. Семь факторов просветления. Патхама Мекха Сутта – Дождевое облако 1. СН 51-62. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как в последний месяц жаркого сезона, когда поднимается груда пыли и грязи, не по сезону большое дождевое облако растворяет ее и подавляет прямо на том самом месте, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. ДУТИЯ МЕКХА СУТТА, ДОЖДЕВОЕ ОБЛАКО 2. СН 51-63. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как когда возникает большое дождевое облако, сильный ветер перехватывает его, чтобы растворить и подавить его, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. Нава Сутта, корабль. СН-5164. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы морской корабль был бы оснащен такелажем, который бы изнашивался в воде в течение шести месяцев. Его бы вытащили на сушу во время холодного сезона, и его такелаж далее подвергался бы атакам ветра и солнца. Затопленный дождем из дождевого облака такелаж легко бы обвалился и прогнил. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, его оковы легко обваливаются и прогнивают. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, его оковы легко обваливаются и прогнивают. Агантука сутта, гостевой дом. СН 51-65. Благословенный сказал, монахи, представьте гостевой дом. Люди идут с востока, с запада, с севера, с юга и поселяются там. Кхаптия, брахманы, весы, и сутды приходят и поселяются там. Точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Он отбрасывает прямым знанием те вещи, которые следует отбросить прямым знанием. Он реализует прямым знанием те вещи, которые следует реализовать прямым знанием. Он развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. 1. И что это, монахи, за вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания? Следует ответить так, 5 совокупностей, которым происходит цепляние. Какие 5? К совокупности формы происходит цепляние, к совокупности чувства происходит цепляние, к совокупности восприятия происходит цепляние, к совокупности формации ума происходит цепляние, к совокупности сознания происходит цепляние. Эти вещи следует полностью понять посредством прямого знания. 2. Монахи, и какие вещи следует отбросить прямым знанием? Невежество и жажду к существованию. Эти вещи следует отбросить прямым знанием. 3. Монахи, и какие вещи следует реализовать прямым знанием? Истинные знания и освобождение. Эти вещи следует реализовать прямым знанием. 4. Монахи, и какие вещи следует развить прямым знанием? Успокоение и прозрение. Эти вещи следует развить прямым знанием. Монахи, и каким образом, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое основывается на отречение, бесстрастие, прекращение, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которое имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, Он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Нади сутта, рико. СН 5166. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы когда рико Ганг направлялась, склонялась, устремлялась на восток, пришла бы огромная толпа людей с ведрами и лопатами, думая, мы сделаем так, что эта рико Ганг направится, склонится, устремится на запад. Как вы думаете, монахи, могла бы эта огромная толпа людей сделать так, чтобы рико Ганг направилась бы, склонилась, устремилась на запад? Нет, учитель. И почему? Потому что река Ганг направляется, склоняется, устремляется на восток, и не просто сделать так, чтобы она направилась бы, склонилась, устремилась на запад. Эту огромную толпу людей ожидали бы только усталости досада. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, царь или царские министры, близкие родня, могли бы пригласить его принять богатство, сказав, ну же, дорогой, ради чего эти желтые монашеские одежды обременяют тебя? Зачем странствовать туда и сюда с обритой головой чашей для сбора подаяний? Ну же, вернувшись к низшей жизни мирянина, наслаждаясь богатством и совершая благие дела. В самом деле, монахи, когда этот монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы, не может случиться так, чтобы он оставил практику и вернулся к низшей жизни. Почему? Потому что долгое время его ум направлялся, склонялся, устремлялся к отречению. Не может быть такого, чтобы он вернулся к низшей жизни. И как, монахи, этот монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает четыре основы сверхъестественной силы. Ясана сутта, поиски. СН 51-67. В Саваттхе. Один, благословенный сказал, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Один. Таковы три вида поисков. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради прямого знания этих трех поисков. И каковы эти четыре основы сверхъестественной силы? Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот, монахи, монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания, усердия, ума, исследования и формирователей старания, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Эти четыре основы сверхъестественной силы развить ради прямого знания этих трех поисков. Два, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради полного понимания этих трех поисков. Три, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради полного уничтожения этих трех поисков. Четыре, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни, жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради полного оставления этих трех поисков. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради полного оставления этих трех поисков. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о поисках святой жизни, основанной на неправильных воззрениях. Сутты СН 5168-76. Сутты в точности аналогичны СН 5167, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже, Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида суждений». Какие три? Суждение «Я» лучше, суждение «Я» такой же, суждение «Я» хуже. Таковы три суждения. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех суждений. СН 5168, ВИДХА СУДТА, СУЖДЕНИЯ. Монахи, есть эти три вида пятен умственных загрязнений. Какие три? Пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех пятен. СН 5169, АСАВА СУДТА, ПЯТНА. Монахи, есть эти три вида существований. Какие три? СУЧЕСТВОВАНИЯ В ЧУВСТЕННОЙ СФЕРЕ, СУЧЕСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ ФОРМ, СУЧЕСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ БЕСФОРМЕННОЙ. Таковы три вида существования. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех существований. СУЧЕСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ. СН 5170, ПХАВА СУДТА, СУЧЕСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ. Монахи, есть эти три вида страданий. Какие три? Страдания из-за боли, страдания из-за формации, страдания из-за перемен. Таковы три вида страданий. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех страданий. СН 5171, Дукхата сутта, Страданий. Монахи, есть эти три вида бесполезностей. Какие три? Бесполезность жажды, бесполезность злобы, бесполезность заблуждения. Таковы три бесполезности. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех бесполезностей. СН 5172, Тхила сутта, Бесполезность. Монахи, есть эти три вида запятненностей. Какие три? Запятненность жажды, запятненность злобы, запятненность заблуждения. Таковы три запятненности. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех запятненностей. СН 5173, Мала сутта, Запятненность. Монахи, есть эти три вида проблем. Какие три? Проблема жажды, проблема злобы, проблема заблуждения. Таковы три проблемы. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех проблем. СН 5174, Никха Сутта, Проблемы. Монахи, есть эти три вида чувств. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех чувств. СН 5175, Ведана Сутта, Чувства. Монахи, есть эти три вида жажды. Какие три? Жажда к чувственным удовольствиям. Жажда к существованию. Жажда к несуществованию. Таковы три жажды. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развить ради прямого знания. Полного понимания Полного уничтожения Полного оставления этих трех видов жажды СН 5176 Танха сутта, жажда Сутты СН 5177-86 Сутты в точности аналогичны СН 5167 За исключением вводной части, вариации которой приведены ниже Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре наводнения Какие четыре? Наводнение чувственности Наводнение существования Наводнение воззрений Наводнение невежества Таковы четыре наводнения Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развивать ради прямого знания этих четырех наводнений Ради полного их понимания Ради полного их уничтожения Ради полного их отбрасывания СН 5177 ОКХА сутта, наводнения Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре виды оков Какие четыре? Оковы чувственности Оковы существования оковы воззрений, оковы невежества. Таковы четыре оковы. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развивать ради прямого знания этих четырёх оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5178, Йога-сутта, Оковы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре цепляния». Какие четыре? Цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине о существовании Я. Таковы четыре цепляния. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развивать ради прямого знания этих четырёх цепляний, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5179, Упадана-сутта, Цепляния. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре узла». Какие четыре? Телесный, один, узел жадности, телесный узел недоброжелательности, телесный узел привязанности к правилам и предписаниям, телесный узел привязанности к догматическому утверждению об истинном. Таковы четыре узла. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развивать ради прямого знания этих четырёх узлов, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5180, Гандха-сутта, Узлы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти семь скрытых склонностей». Какие семь? Скрытая склонность к чувственной жажде, скрытая склонность к отвращению, скрытая склонность к воззрениям, скрытая склонность к сомнению, скрытая склонность к самомнению, скрытая склонность к жажде существовать, скрытая склонность к невежеству. Таковы семь скрытых склонностей. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развивать ради прямого знания этих семи скрытых склонностей, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5181, Анусая Сутта, В скрытой склонности. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять нитей чувственности». Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Запахи, воспринимаемые носом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Вкусы, воспринимаемые языком, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственности. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развивать ради прямого знания этих пяти нити чувственности, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5182, Камагуна сутта, нити чувственности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять помех. Какие пять? Помеха чувственного желания, помеха недоброжелательности, помеха лени и апатии, помеха неугомонности и сожаления, помеха сомнения. Таковы пять помех. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развивать ради прямого знания этих пяти помех, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5183, Неварана сутта, помехи. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? Форма как совокупность, которой происходит цепляние, чувство как совокупность, которой происходит цепляние, восприятие как совокупность, которой происходит цепляние, волевые формирователи как совокупность, которой происходит цепляние, сознание как совокупность, которой происходит цепляние. Таковы пять совокупностей, к которым происходит цепляние. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развивать ради прямого знания этих пяти совокупностей, к которым происходит цепляние, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5184, Упадана Кханха Сутта, совокупности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нижних оков. Какие пять? Воззрение существования Я, сомнений, цепляние к правилам и предписаниям, чувственное желание, недоброжелательность. Таковы пять нижних оков. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развивать ради прямого знания этих пяти нижних оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5185, Арамбхаги Сыни Джана Сутта, пять нижних оков. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нижних оков. Какие пять? Жажда к формам, жажда к бесформенности, самомнений, неугомонность, невежество. Таковы пять нижних оков. Эти четыре основы сверхъестественной силы следует развивать ради прямого знания этих пяти нижних оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5186, Уттхамбхаги Сыни Джана Сутта, пять нижних оков. Один, Кайгандха. Комментарий поясняет это как узел в наморупе, теле и сознании. ПАТХАМАРХАГАТА СУТТА, УЕДИНЕННЫЙ АДИН. СН 52.1. Так я слышал. Однажды достопочтенный Анурутха пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, по мере того как достопочтенный Анурутха пребывал уединенным в затворничестве, такие мысли пришли к нему, те, кто пренебрегали этими четырьмя основами осознанности, пренебрегали и благородным путем, ведущим к полному уничтожению страданий. Те, кто практиковали эти четыре основы осознанности, практиковали и благородный путь, ведущий к полному уничтожению страданий. И тогда и достопочтенный Махамакгаллана, напрямую познав своим умом мысливыми достопочтенного Анурутхи, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, возник рядом с достопочтенным Анурутхой и сказал ему, до какой степени, друг Анурутха, эти четыре основы осознанности были предприняты монахам? Осознанность к телу. Друг, вот монах пребывает в созерцании природы возникновения в теле внутреннее, он пребывает в созерцании природы исчезновения в теле внутреннее, он пребывает в созерцании природы происхождения и исчезновения в теле внутреннее, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании природы возникновения в теле внешне, он пребывает в созерцании природы исчезновения в теле внешне, он пребывает в созерцании природы происхождения и исчезновения в теле внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании природы возникновения в теле внутренне и внешне, он пребывает в созерцании природы исчезновения в теле внутренне и внешне, он пребывает в созерцании природы происхождения и исчезновения в теле внутренне и внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Если он хочет, пусть я буду пребывать в восприятии отвратительного в неотвратительном, то он пребывает в восприятии отвратительного в этом. Если он хочет, пусть я буду пребывать в восприятии неотвратительного в отвратительном, то он пребывает в восприятии неотвратительного в этом. Если он хочет, пусть я буду пребывать в восприятии неотвратительного в неотвратительном и в отвратительном, то он пребывает в восприятии неотвратительного в этом. Если он хочет, пусть я буду пребывать в восприятии неотвратительного в отвратительном и неотвратительном, то он пребывает в восприятии неотвратительного в этом. Если он хочет, избегая неотвратительного и отвратительного, пусть я буду пребывать в невозмутимости, осознанным и бдительным, то он пребывает в этом, будучи невозмутимым, осознанным и бдительным. Осознанность к чувству и он пребывает в созерцании природы возникновения, исчезновения, происхождения и исчезновения в чувствах внутренне, внешне, внутренне и внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Если он хочет, пусть я буду пребывать в восприятии отвратительного в неотвратительном. Если он хочет, избегая неотвратительного и отвратительного, пусть я буду пребывать в невозмутимости, осознанным и бдительным, то он пребывает в этом, будучи невозмутимым, осознанным и бдительным. Осознанность к уму. Он пребывает в созерцании природы возникновения, исчезновения, происхождения и исчезновения в уме внутренне, внешне, внутренне и внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Осознанность к феноменам. Он пребывает в созерцании природы возникновения, исчезновения, происхождения и исчезновения в феноменах внутренне, внешне, внутренне и внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Вот так, друг, эти четыре основы осознанности были предприняты монахом. Дутиера Хагата Сутта, уединенный 2. СН 52.2. В Саватхе. И тогда, по мере того, как достопочтенный Анурудха пребывал уединенным в затворничестве, такие мысли пришли к нему, те, кто пренебрегали этими четырьмя основами осознанности, пренебрегали и благородным путем, ведущим к полному уничтожению страданий. Те, кто практиковали эти четыре основы осознанности, практиковали и благородный путь, ведущий к полному уничтожению страданий. И тогда достопочтенный Махамагаллана, напрямую познав своим умом мысливыми достопочтенного Анурудха, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, возник рядом с достопочтенным Анурудхой и сказал ему, до какой степени, друг Анурудха, эти четыре основы осознанности были предприняты монахом? Друг, вот монах пребывает в созерцании тела в теле внутреннее, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании тела в теле внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании тела в теле внутреннее и внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах внутренне, внешне, внутренне и внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании ума в уме внутренне, внешне, внутренне и внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании феномена в феноменах внутренне, внешне, внутренне и внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Вот так, друг, эти четыре основы осознанности были предприняты монахом. Сутану сутта, сутану. СН 52.3. Однажды достопочтенный Анурутха пребывал в Саваттхе на берегу сутану. И тогда группа монахов подошла к достопочтенному Анурутхе и обменялась с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом и обратились к достопочтенному Анурутхе. Развеев и взрастив какие вещи, достопочтенный Анурутха достиг такого величия в прямом знании? Друзья, развеев и взрастив четыре основы осознанности, я обрел такое величие в прямом знании. Какие четыре? Вот, друзья, я пребываю в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Я пребываю в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Поскольку, друзья, я развил и взрастил эти четыре основы осознанности, я достиг такого величия в прямом знании. Далее, друзья, поскольку я развил и взрастил эти четыре основы осознанности, я напрямую познал низшее состояние как низшее, среднее состояние как среднее, возвышенное состояние как возвышенный. 1.1. Комментарий, ссылаясь на Абхидхамму, поясняет, что низшие феномены, хинатхама, это 12 неблагих видов сознания, средние феномены, матчхиматхама, это мирские и благие состояния, результатные, функциональные, кирья, и форма, возвышенные феномены, панитотхама, это четыре пути, четыре плода, неббана. Однако, согласно Анадин, 233-24 эти три термина связаны с тремя мирами перерождений, миром чувств, миром форм, бесформенным миром. Примечание переводчика СВ, поскольку величие достопочтенного Анурутхи заключалось в его мастерстве видения других миров, то, судя по всему, именно так и следует понимать это утверждение и в данной сутте, как это объясняется в Ангуттаре. Эта же идея подтверждается в СН-52-6. Патха Макандаки Сутта, Рощи Тернового Куста 1. СН-52-4. Однажды Достопочтенный Анурутха, Достопочтенный Сарипутта, Достопочтенный Махамакгаллана пребывали в Сакете в Рощи Тернового Куста. И тогда, вечером, Достопочтенный Сарипутта и Достопочтенный Махамакгаллана вышли из затворничества, подошли к Достопочтенному Анурутхи и обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом. Достопочтенный Сарипутта обратился к достопочтенному Ануруттхе, друг Ануруттха, в какие вещи монаху, который является учеником, следует входить и пребывать? Друг Сарипутта, монаху, который является учеником, следует входить и пребывать в четырех основах осознанности. Каких четырех? Вот, друг, монах пребывает в созерцании тела в теле, чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечения и недовольства к миру. Монаху, который является учеником, следует входить и пребывать в этих четырёх основах осознанности. Дутия Кандаки Сутта, Рощи Тернового Куста 2. СН 52.5. В Сакете. Сидя рядом, Достопочтенный Сарипутта сказал Достопочтенному Анурутхе, друг Анурутха, в каких вещах монаху, который окончил обучение, следует входить и пребывать? Друг Сарипутта, монаху, который окончил обучение, следует входить и пребывать в четырёх основах осознанности. Каких четырёх? Вот, друг, монах пребывает в созерцании тела в теле, чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечения и недовольства к миру. Монаху, который окончил обучение, следует входить и пребывать в этих четырёх основах осознанности. Татья Кандаки Сутта, Рощи Тернового Куста 3. СН 52.6. В Сакете. Сидя рядом, Достопочтенный Сарипутта сказал Достопочтенному Ануруттхе, развив и взрастив какие вещи, Достопочтенный Ануруттха достиг такого величия в прямом знании? Друг Сарипутта, развив и взрастив четыре основы осознанности, я обрёл такое величие в прямом знании. Какие четыре? Вот, друг, я пребываю в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечения и недовольства к миру. Я пребываю в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Поскольку, друг, я развил и взрастил эти четыре основы осознанности, я достиг такого величия в прямом знании. Далее, друг, поскольку я развил и взрастил эти четыре основы осознанности, я напрямую знаю систему тысячи миров. Танхакхая сутта, уничтожение жажды. СН 52.7. В Саваттхе. Там достопочтенный Анурутха обратился к монахам так, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Анурутха сказал, друзья, эти четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, ведут к уничтожению жажды. Какие четыре? Вот, друзья, монах пребывает в созерцании тела в теле, чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечения и недовольства к миру. Эти четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, ведут к уничтожению жажды. Салалагара сутта, хижина из дерева Салалы. СН 52.8. Однажды достопочтенный Анурутха пребывал в Саваттхе в хижине из дерева Салалы. И там достопочтенный Анурутха обратился к монахам так, друзья, река Ганг направляется, склоняется, устремляется к востоку. Представьте, пришла бы огромная толпа людей с ведрами и лопатами, думая, мы сделаем так, что эта река Ганг направится, склонится, устремится на запад. Как вы думаете, друзья, могла бы эта огромная толпа людей сделать так, чтобы река Ганг направилась бы, склонилась, устремилась на запад? Нет, друг. И почему? Потому что река Ганг направляется, склоняется, устремляется на восток, и не просто сделать так, чтобы она направилась бы, склонилась, устремилась на Запад. Эту огромную толпу людей ожидали бы только усталости и досада. Точно так же, друзья, когда монах развивает и взращивает эти четыре основы осознанности, царь или царские министры, близкие и родня, могли бы пригласить его принять богатство, сказав, ну же, дорогой, ради чего эти желтые монашеские одежды обременяют тебя? Зачем странствовать туда и сюда с обритой головой чашей для сбора подаяний? Ну же, вернувшись к низшей жизни мирянина, наслаждаясь богатством и совершая благие дела. В самом деле, монахи, когда этот монах развивает и взращивает эти четыре основы осознанности, не может случиться так, чтобы он оставил практику и вернулся к низшей жизни. Почему? Потому что долгое время его ум направлялся, склонялся, устремлялся к отречению. Не может быть такого, чтобы он вернулся к низшей жизни. И как, друзья, монах развивает и взращивает четыре основы осознанности? Вот, друзья, монах пребывает в созерцании тела в теле, чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Вот так, друзья, монах развивает и взращивает четыре основы осознанности. Амбапаливана сутта, роща Амбапали. СН 52.9. Однажды Достопочтенный Анурутха и Достопочтенный Сарипутта пребывали и висали в роще Амбапали. И тогда, вечером, Достопочтенный Сарипутта вышел из затворничества, подошел к Достопочтенному Анурутхе и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Достопочтенный Сарипутта обратился к Достопочтенному Анурутхе, друг Анурутха, ты умиротворен, черты твоего лица яркие и чистые. В каком пребывании обычно пребывает достопочтенная Нурджха? Друг, я обычно пребываю с умом, хорошо утвержденным в четырех основах осознанности. Каких четырех? Вот, друг, я пребываю в созерцании тела в теле, чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Монах, друг, который арахант, чьи загрязнения уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, достиг своей конечной цели, полностью уничтожил оковы существования, освободился посредством окончательного знания, обычно пребывает с умом, хорошо утвержденным в четырех основах осознанности. Какая удача, друг, какая большая удача, друг, что мы находились в присутствии достопочтенного Анурутхи, когда он сделал столь сильное заявление. Гелана Сутта, серьезно болен. СН-52-10. Однажды достопочтенный Анурутха пребывал в Саваттхе в роще слепых. Он был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И тогда группа монахов подошла к достопочтенному Анурутхе и они сказали ему, в каком пребывании обычно пребывает достопочтенный Анурутха, так что возникшие телесные чувства боли не овладевают его умом? Друзья, поскольку я пребываю с умом, хорошо утвержденным в четырех основах осознанности, возникшие телесные чувства боли не овладевают моим умом. В каких четырех? Вот, друзья, я пребываю в созерцании тела в теле, чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Поскольку, друзья, я пребываю с умом, хорошо утвержденным в четырех основах осознанности, возникшие телесные чувства боли не овладевают моим умом. Каппа Сахаса, Тысячи циклов. СН 52.11. Однажды Достопочтенный Анурутха пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. И тогда группа монахов подошла к Достопочтенному Анурутхе и обменялась с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом и обратились к Достопочтенному Анурутхе, развив и взрастив какие вещи, Достопочтенный Анурутха достиг такого величия в прямом знании? Друзья, развив и взрастив четыре основы осознанности, я обрел такое величие в прямом знании. Какие четыре? Вот, друзья, я пребываю в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Я пребываю в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Поскольку, друзья, я, я развил и взрастил эти четыре основы осознанности, я достиг такого величия в прямом знании. Далее, друзья, поскольку я развил и взрастил эти четыре основы осознанности, я вспоминаю тысячу прошедших циклов существования Вселенной. Сутты СН-52-12-24. Все эти сутты в точности идентичны СН-52-11, за исключением небольшого изменения в самом конце, далее, я овладеваю различными видами сверхъестественных сил, будучи одним я становлюсь многими, будучи многими, я становлюсь одним. Я появляюсь. Я исчезаю. Я беспрепятственно прохожу сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шел сквозь пустое пространство. Я ныряю и выныриваю земли, как если бы она была водой. Я хожу по воде и не тону, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, я лечу по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой я касаюсь и ударяю даже солнце и луну, настолько я силен и могущественен. Я так влияю на тело, что достигаю даже мира Брахмы. Итхивитха сутта, сверхъестественные силы, СН-52-12. Далее, я слышу за счет божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, различные виды звуков, божественные и человеческие, далекие и близкие. Диббасота сутта, божественное ухо, СН-52-13. Далее, я знаю умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум. Я различаю ум со страстью, как ум со страстью, а ум без страсти, как ум без страсти. Я различаю ум со злобой, как ум со злобой, а ум без злобы, как ум без злобы. Я различаю ум с невежеством, как ум с невежеством, а ум без невежества, как ум без невежества. Я различаю суженный ум, как суженный ум, расширенный ум, как расширенный ум. Я различаю увеличенный ум, как увеличенный ум, а неувеличенный ум, как неувеличенный ум. Я различаю сильный ум, который еще не достиг наивысшего уровня как сильный ум, и непревзойденный в силе ум как непревзойденный в силе ум. Я различаю сосредоточенный ум как сосредоточенный ум, а несосредоточенный ум как несосредоточенный ум. Я различаю освобожденный ум как освобожденный ум, а не освобожденный ум как не освобожденный ум. Читапария сутта, знание ума, СН 52.14. Далее, я понимаю возможное как возможное, а невозможное как невозможное. 1. Тхана сутта, возможные, СН 52.15. Далее, я понимаю в соответствии с действительностью результат прошлой, будущей, и настоящей Каммы в плане ее потенциала и причинной последовательности. Кама Самодана сутта, пути Каммы, СН 52.16. Далее, я понимаю в соответствии с действительностью пути, ведущей куда бы то ни было. Саббаттхагамини сутта «Пути куда бы то ни было» СН 52.17 Далее, я понимаю в соответствии с действительностью мир с его многочисленными и разнообразными элементами. На Натхату сутта «Разнообразные элементы» СН 52.18 Далее, я понимаю в соответствии с действительностью разнообразные склонности у существ. На Натхимутти сутта «Разнообразные склонности» СН 52.19 Далее, я понимаю в соответствии с действительностью степени развитости духовных качеств других существ и личностей. Индрия Парапарита сутта, степень развитости качеств, СН 52-20. Далее, я понимаю в соответствии с действительностью загрязнений, очищений, и преодолений в отношении джхан, освобождений, сосредоточений, и достижений. Джханади сутта, джханы, СН 52-21. Далее. Вспоминаю многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч. Многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умрея в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так я вспоминаю многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Пубениваса сутта, прошлые обители, СН 52-22. Далее, я вижу за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерти перерождений существ, я различаю низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой. Эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений с распадом тела, после смерти, рождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в благих уделах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, я вижу смерть и перерождение существ, различаю низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Дибачак Хусута, Божественный Глаз, СН 52-23. Далее, за счет прекращения пятен умственных загрязнений, я пребываю в состоянии освобожденного ума, свободный от загрязнений и освобожденной мудростью, напрямую зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни. Асавакхвая Сутта, Уничтожение Загрязнений, СН 52-24. Один, эта способность, как ряд следующих, в дальнейших по номерам суттах, относится к десяти уникальным силам Будды, Татхагата Бала. Согласно комментарию, некоторые араханты могут обладать этими десятью силами, но лишь до некоторой степени. Полностью ими владеет только всеведущий Будда. Починание на сутта, Рикаганг, на восток. СН 53-1. В Саваттхе. Там Благословенный сказал следующий, монахи, существуют эти четыре джханы. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, что сопровождается направлением и удержанием ума на объекте, с восторгом и удовольствием, которые возникли посредством этой отстраненности. Два, с угасанием направления и удержания ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. 3. С угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным, он ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. 4. С успокоением удовольствия о боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, 1. Он входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, и в которой наличествует ощущение осознанности посредством невозмутимости. Таковы четыре тшханы. Монахи, подобно тому, как Рикаганг направляется, склоняется, устремляется к востоку, то точно так же монах, который развивает и взращивает четыре тшханы, направляется, склоняется, устремляется к неббане. И как, монахи, монах развивает и взращивает четыре тшханы, так что направляется, склоняется, устремляется к неббане? Вот, монахи, монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой. Вот так, монахи, монах развивает и взращивает четыре джханы, так что он оправляется, склоняется, устремляется к неббане. Один, смотри. СН-48-40. Сутты СН-53-2-12. Все эти сутты в точности идентичны СН-53-1, но вместо реки Ганг здесь идет, река Емуна, СН-53-2, река Очаравати, СН-53-3, река Сарапху, СН-53-4, река Махи, СН-53-5, все великие реки, Ганг, Емуна, Очаравати, Сарапху, Махи, СН-53-6, и далее, вместо склоняется на восток идет фраза склоняется к океану, река Ганг, склоняется к океану, СН-53-7, река Емуна, склоняется к океану, СН-53-8, река Очаравати, склоняется к океану, СН-53-9, река Сарапху, склоняется к океану, СН-53-10, река Махи, склоняется к океану, СН-53-11, все великие реки, Ганг, Емуна, Очаравати, Сарапху, Махи, склоняются к океану, СН-53-11, все великие реки, Ганг, Емуна, Очаравати, Сарапху, Махи, склоняются Татхагата сутта, Татхагата. СН 53.13. Благословенный сказал, монахи, среди каких бы то ни было существ, безногих, двуногих, четвероногих, многоногих, состоящих из формы или бесформенных, с восприятием, без восприятия, ни с восприятием ни без восприятия, Татхагата, Арахант, полностью просветленный считается наивысшим из них. Точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре джханы. Монахи, и как усердный монах развивает и взращивает четыре джханы? Вот, монахи, монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане. Второй, третьей, четвертой. Вот так, монахи, усердный монах развивает и взращивает четыре джханы. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Вот так, монахи, усердный монах развивает и взращивает четыре джиханы. Сутты СН 53.14.22 Все эти сутты в точности идентичны СН 53.13, за исключением вводного отрывка, благословенный сказал, монахи, подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре джиханы. СН 53.14, пада сутта, в следы. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все стропила в доме с остроконечной крышей направлены к острию крыши, сливаются в острие крыши, и острие крыши считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре джиханы. СН 53.15, кута сутта, острие крыши. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих корней и черный фиалковый корень считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре джиханы. СН 53.16, кута, корне. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих сердцевин деревьев сердцевина красного сандалового дерева считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре джиханы. СН 53.17, сара сутта, сердцевина. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих цветов жасмин считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре джиханы. СН 53.18, Вассика сутта, Жасмин. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все князья являются вассалами царя и миродержца, а царь миродержец считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре тшханы. СН 53.19, Раджа сутта, Царь. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как сияние всех звезд не составляет и одной шестнадцатой сияния луны, и сияние луны считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре тшханы. СН 53.20, Чандима сутта, Луна. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту и пространство по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре тшханы. СН 53.21, Сурия сутта, Солнце. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех сотканных тканей кассианская ткань считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре тшханы. СН 53.22, Ватха сутта, Ткань. Бала сутта, Усилие. СН 53.23, Всаваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые поступки, требующие усилия, основываются на земле, опираются на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре тшханы. И как, монахи, монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает четыре тшханы? Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивая четыре тшханы. Биджи Сутта, Семена. СН 53-24. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые виды семян и растений достигают роста, увеличения, разрастания, основываясь на земле, опираясь на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре тшханы, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре тшханы, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. Нага-сутта, Наги СН 53.25 Благословенный сказал, Монахи, основываясь на Гималаях, царе всех гор, Наги насыщают свои тела и обретают силу. Когда они насытили свои тела и обрели силу, они входят в водоемы. Из водоемов они входят в озера, а затем в ручьи, а затем в реки, и, в конечном счете, они входят в океан. Там они достигают величия и разрастания тела. Точно так же, монахи, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает и взращивает четыре тшханы, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает и взращивает четыре джханы, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. Рукхасута – Дерево СН 53.26 Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы дерево сгибалось, склонялось и устремлялось к востоку. Если бы его срубили у основания, то в каком направлении оно бы упало? В том направлении, учитель, в котором оно сгибалось, склонялось и устремлялось. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре джханы, то он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. И каким образом монах так делает? Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре джханы, он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. Кумбха сутта, Горшок. СН 53-27. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как перевернутый горшок отдает свою воду и не забирает ее обратно, то точно так же монах, который развивает и взращивает четыре джханы, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. И каким образом монах так делает? Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении. Созревает в выставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах, который развивает и взращивает четыре джханы, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. Сука сутта, острая щепка. СН 53.28. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы острая щепка Атриса Ильич меня торчала бы в нужную сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Могло бы произойти так, что она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала в нужную сторону. Точно так же, монахи, может произойти так, что с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, монах пронизит невежество, породит истинные знания, реализует неббану. И почему? Потому что его воззрение правильно направлено. И каким образом монах так делает? Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, пронзает невежество, порождает истинные знания, реализует неббану. Акаса сутта «Небо» СН 53.29 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как разные ветра дуют в небе, восточные ветра, западные ветра, северные ветра, южные ветра, пыльные ветра и непыльные ветра, холодные ветра и теплые ветра, слабые ветра и сильные ветра, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре джиханы, то в нем развиваются до полноты четыре основы осознанности, развиваются до полноты четыре правильных усилия, развиваются до полноты четыре основы сверхъестественных сил, развиваются до полноты пять качеств, развиваются до полноты пять сил, развиваются до полноты семь факторов просветления. И каким образом монах так делает? Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре джханы, то в нем развиваются до полноты четыре основы. Семь факторов просветления. Патхама Мекха Сутта, Дождевое облако 1. СН 53.30. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как в последний месяц жаркого сезона, когда поднимается груда пыли и грязи, не по сезону большое дождевое облако растворяет ее и подавляет прямо на том самом месте, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре джханы, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. И каким образом монах так делает? Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблаги их состояния ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблаги их состояния ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре тшханы, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. Дутия Мекха Сутта, Дождевое Облако 2. СН 53.31. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как когда возникает большое дождевое облако, сильный ветер перехватывает его, чтобы растворить и подавить его, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре тшханы, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. И каким образом монах так делает? Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре тшханы, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. Нава Сутта, корабль. СН-53-32. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы морской корабль был бы оснащен такелажем, который бы изнашивался в воде в течение шести месяцев. Его бы вытащили на сушу во время холодного сезона, и его такелаж далее подвергался бы атакам ветра и солнца. Затопленный дождем из дождевого облака такелаж легко бы обвалился и прогнил. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре тшханы, его оковы легко обваливаются и прогнивают. И каким образом? Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре тшханы, его оковы легко обваливаются и прогнивают. Агантука сутта, гостевой дом. СН 53.33. Благословенный сказал, монахи, представьте гостевой дом. Люди идут с востока, с запада, с севера, с юга и поселяются там. Кхаттия, брахманы, весы, и судды приходят и поселяются там. Точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре тшханы, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Он отбрасывает прямым знанием те вещи, которые следует отбросить прямым знанием. Он реализует прямым знанием те вещи, которые следует реализовать прямым знанием. Он развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Один, и что это, монахи, за вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания? Следует ответить так, пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? К совокупности формы происходит цепляние, к совокупности чувства происходит цепляние, к совокупности восприятия происходит цепляние, к совокупности формации ума происходит цепляние, к совокупности сознания происходит цепляние. Эти вещи следует полностью понять посредством прямого знания. Два, монахи, и какие вещи следует отбросить прямым знанием? Невежество и жажду к существованию. Эти вещи следует отбросить прямым знанием. 3. Монахи, и какие вещи следует реализовать прямым знанием? Истинные знания и освобождение. Эти вещи следует реализовать прямым знанием. 4. Монахи, и какие вещи следует развить прямым знанием? Успокоение и прозрение. Эти вещи следует развить прямым знанием. Монахи, и каким образом, когда монах развивает и взращивает четыре джханы, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Вот, монахи, монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблаги в состоянии ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблаги в состоянии ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблаги в состоянии ума, входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре джиханы, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Надисутта, Река. СН 53-34. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы когда река Ганг направлялась, склонялась, устремлялась на восток, пришла бы огромная толпа людей с ведрами и лопатами, думая, мы сделаем так, что эта река Ганг направится, склонится, устремится на запад. Как вы думаете, монахи, могла бы эта огромная толпа людей сделать так, чтобы река Ганг направилась бы, склонилась, устремилась на запад? Нет, учитель. И почему? Потому что река Ганг направляется, склоняется, устремляется на восток, и не просто сделать так, чтобы она направилась бы, склонилась, устремилась на запад. Эту огромную толпу людей ожидали бы только усталости досада. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре тшханы, царь или царские министры, близкие родня, могли бы пригласить его принять богатство, сказав, ну же, дорогой, ради чего эти желтые монашеские одежды обременяют тебя? Зачем странствовать туда и сюда с обритой головой чаши для сбора подаяний? Ну же, вернувшись к низшей жизни мирянина, наслаждаясь богатством и совершая благие дела. В самом деле, монахи, когда этот монах развивает и взращивает четыре тшханы, не может случиться так, чтобы он оставил практику и вернулся к низшей жизни. Почему? Потому что долго, долгое время его ум направлялся, склонялся, устремлялся к отречению. Не может быть такого, чтобы он вернулся к низшей жизни. И как, монахи, этот монах развивает и взращивает четыре тшханы? Вот, монахи, монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет своей окончательной цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой тшхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертной своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает четыре джханы. Ясана сутта, поиски. СН 53.35. В Саваттхе. Один, благословенный сказал, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Один. Таковы три вида поисков. Эти четыре джханы следует развить ради прямого знания этих трех поисков. И каковы эти четыре джханы? Вот, монахи, монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой джхане, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, – второй, третьей, четвертой, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Эти четыре джхана развить ради прямого знания этих трех поисков. Два, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре джханы следует развить ради полного понимания этих трех поисков. Три, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре джханы следует развить ради полного уничтожения этих трех поисков. Четыре, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре джханы следует развить ради полного оставления этих трех поисков. Эти четыре джханы следует развить ради полного оставления этих трех поисков. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о поисках святой жизни, основанной на неправильных воззрениях. Сутты СН-53-36-44 Сутты в точности аналогичны СН-53-35, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже, Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида суждений. Какие три? Суждение Я – лучше, суждение Я – такое же, суждение Я – хуже. Таковы три суждения. Эти четыре джханы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех суждений». СН-53-36, вид ха-сутта – суждения. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида пятен умственных загрязнений. Какие три? Пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества. Эти четыре джханы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех пятен». СН-53-37, а сава-сутта – пятна. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида существований. Какие три? Существования в чувственной сфере, существования в сфере форм, существования в сфере бесформенной. Таковы три вида существования. Эти четыре джханы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех существований». СН-53-38, пхава-сутта – существования. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида страданий. Какие три? Страдания из-за боли, страдания из-за формации, страдания из-за перемен. Таковы три вида страданий. Эти четыре джханы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех страданий». СН-53-39, дххата-сутта – страданий. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида бесполезностей. Какие три? Бесполезность жажды, бесполезность злобы, бесполезность заблуждения. Таковы три бесполезности. Эти четыре джханы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех бесполезностей». СН-53-40, дххата-сутта – бесполезность. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида запятненностей». Какие три? Запятненность жажды, запятненность злобы, запятненность заблуждения. Таковы три запятненности. Эти четыре джханы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех запятненностей. СН-53-41, мала сутта – запятненность. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида проблем». Какие три? Проблемы жажды, проблема злобы, проблема заблуждения. Таковы три проблемы. Эти четыре джханы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех проблем. СН-53-42, мала сутта – проблемы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида чувств». Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. Эти четыре джханы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех чувств. СН-53-43, Ведана сутта – чувства. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида жажды». Какие три? Жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Таковы три жажды. Эти четыре джханы следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех видов жажды. СН-53-44, Танха-сутта – жажда. Сутты СН-53-45-54. Сутты в точности аналогичны СН-53-35, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре наводнения». Какие четыре? Наводнение чувственности, наводнение существования, наводнение воззрений, наводнение невежества. Таковы четыре наводнения. Эти четыре джханы следует развивать ради прямого знания этих четырех наводнений, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН-53-45, Окха-сутта – наводнение. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре вида оков». Какие четыре? Оковы чувственности, оковы существования, оковы воззрений, оковы невежества. Таковы четыре оковы. Эти четыре джханы следует развивать ради прямого знания этих четырех оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН-53-46, Йога-сутта – оковы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре цепляния». Какие четыре? Цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине существования и я. Таковы четыре цепляния. Эти четыре джханы следует развивать ради прямого знания этих четырех цепляний, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН-53-47, Упадана-сутта – цепляния. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре узла». Какие четыре? Телесный – один, узел жадности, телесный узел недоброжелательности, телесный узел привязанности к правилам и предписаниям, телесный узел привязанности к догматическому утверждению об истинном. Таковы четыре узла. Эти четыре джханы следует развивать ради прямого знания этих четырех узлов, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 53-48, Гандха Сутта, Узлы. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь скрытых склонностей. Какие семь? Скрытая склонность к чувственной жажде, скрытая склонность к отвращению, скрытая склонность к воззрениям, скрытая склонность к сомнению, скрытая склонность к самомнению, скрытая склонность к жажде существовать, скрытая склонность к невежеству. Таковы семь скрытых склонностей. Эти четыре джханы следует развивать ради прямого знания этих семи скрытых склонностей, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН-53-49, Анусайя сутта, скрытые склонности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нити чувственности. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Запахи, воспринимаемые носом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Вкусы, воспринимаемые языком, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные Таковы пять нити чувственности Эти четыре джханы следует развивать ради прямого знания этих пяти нити чувственности Ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания СН 53.50, Камагуна сутта, Нити чувственности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять помех. Какие пять? Помеха чувственного желания, помеха недоброжелательности, помеха лени и апатии, помеха неугомонности и сожаления, помеха сомнения. Таковы пять помех. Эти четыре джханы следует развивать ради прямого знания этих пяти помех, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 53.51, Ниварана сутта, Помехи. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? Форма как совокупность, которой происходит цепляние, чувство как совокупность, которой происходит цепляние, восприятие как совокупность, которой происходит цепляние, волевые формирователи как совокупность, которой происходит цепляние, сознание как совокупность, которой происходит цепляние. Таковы пять совокупностей, к которым происходит цепляние. Эти четыре джханы следует развивать ради прямого знания этих пяти совокупностей, к которым происходит цепляние, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5352, Упадана Кхандха Сутта, совокупности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нижних оков. Какие пять? Воззрение существования я, сомнений, цепляний к правилам и предписаниям. Чувственное желание, недоброжелательность. Таковы пять нижних оков. Эти четыре джханы следует развивать ради прямого знания этих пяти нижних оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5353, Арамбхаги Сыни Джана Сутта, пять нижних оков. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять высших оков. Какие пять? Жажда к формам, жажда к бесформенности, самомнений, неугомонность, невежество. Таковы пять высших оков. Эти четыре джханы следует развивать ради прямого знания этих пяти высших оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 5354, Утхамбхаги Сыни Джана Сутта, пять высших оков. Один, Кайгантха. Комментарий поясняет это как узел в наморупе, теле и сознании. Екатхама Сутта, одна вещь. СН 54.1. В Саваттхе. Там благословенный сказал следующее, монахи, это одна вещь, будучи развитой и взращенной, приносит великий плод и благо. Какая одна? Осознанность к дыханию. И как, монахи, осознанность к дыханию, будучи развитой и взращенной, приносит великий плод и благо? Вот, монахи, монах, затворившись в лесу, у подножья дерева или в пустом жилище, садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди. Будучи осознанным, он вдыхает, будучи осознанным, он выдыхает. Один, делая долгий вдох, он знает, я делаю долгий вдох. Или, делая долгий выдох, он знает, я делаю долгий выдох. Два, делая короткий вдох, он знает, я делаю короткий вдох. Или, делая короткий выдох, он знает, я делаю короткий выдох. Три, он тренируется так, ощущая все тело, я буду вдыхать. Он тренируется так, ощущая все тело, я буду выдыхать. Четыре, он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду вдыхать. Он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду выдыхать. Один. Пять, он тренируется так, ощущая восторг, я буду вдыхать, он тренируется так, ощущая восторг, я буду выдыхать. Шесть, он тренируется так, ощущая удовольствие, я буду вдыхать, он тренируется так, ощущая удовольствие, я буду выдыхать. Два. Семь, он тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду вдыхать, он тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду выдыхать. 3. 8. Он тренируется так, успокаивая умственную формацию, я буду выдыхать. 9. Он тренируется так, ощущая ум, я буду выдыхать. Десять, он тренируется так, радуя ум, я буду выдыхать. Одиннадцать, он тренируется так, сосредоточивая ум, я буду выдыхать. Двенадцать, он тренируется так, освобождая ум, я буду вдыхать, он тренируется так, освобождая ум, я буду выдыхать. Четыре. Тринадцать, он тренируется так, созерцая непостоянство, я буду выдыхать, он тренируется так, созерцая непостоянство, я буду выдыхать. 14. Он тренируется так, созерцая угасание, я буду выдыхать, он тренируется так, созерцая угасание, я буду выдыхать. 15. Он тренируется так, созерцая прекращение, я буду выдыхать, он тренируется так, созерцая прекращение, я буду выдыхать. 16. Он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать, он тренируется так, созерцая оставлений, я буду выдыхать. 5. Вот так, монахи, когда осознанность к дыханию развитая и взращена, это приносит великий плод и благо. 1. Телесная формация, это вдох и выдох, СН 41.6. 2. Согласно Весудхимаге, восторг, Питя, переживается, когда практикующий вошёл в первую или вторую джханы. После выхода из них, он постигает прозрением восторг, связанный с джханой, на предмет происхождения и исчезновения. Счастье, сукха, достигается в нижних трёх джханах. После выхода из них, оно также аналогичным образом становится объектом для прозрения. 3. Умственные формации, читта-сандхара, это чувства и восприятие, веды на и санне. Они присутствуют во всех четырёх джханах. 4. Согласно Весудхимаге, ощущая ум, следует понимать посредством четырёх джхан. Ум радуется достижением первых двух джхан, сопровождаемых восторгом, или же посредством прозрения в них, когда они видятся как подверженные происхождению и исчезновению. Сосредоточивая ум означает либо сосредоточение в джхане, либо мгновенное сосредоточение в момент прозрения. Освобождая ум означает освобождение его от помех, либо от более грубых джханов их факторов по мере продвижения к более глубоким состояниям сосредоточения, либо от искажений познания путём прямого знания, в момент прозрения. 5. Согласно Весудхимаге, созерцание непостоянства означает созерцание пяти совокупностей как непостоянных, так как они возникают и угасают и постоянно меняются и подвержены ежемгновенному распаду. Эта тетрада связана целиком с прозрением, в отличие от предыдущих трёх, которые можно трактовать и как медитацию успокоения, и как медитацию прозрения. Созерцание и угасание и созерцание и прекращение можно понимать как прозрение в природу мгновенного распада и прекращение феноменов, а также как сверхмирской путь, который приводит к достижению Неббаны как угасание жажды и прекращение формаций. Созерцание и оставление – это отбрасывание загрязнения ума посредством прозрения и вхождения в Неббану. Батчханга сутта – Факторы просветления СН 54.2 Благословенный сказал, «Монахи, осознанность к дыханию, будучи развитой и взращённой, приносит великий плод и благо». И как, монахи, осознанность к дыханию, будучи развитой и взращённой, приносит великий плод и благо? 1. Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления вместе с осознанностью к дыханию, основанный на отречении, бесстрастии, прекращении созревающей выставлении. 2. Он развивает исследование и состояние как фактор просветления вместе с осознанностью к дыханию. 3. Он развивает усердие как фактор просветления вместе с осознанностью к дыханию. 4. Он развивает восторг как фактор просветления вместе с осознанностью к дыханию. 5. Он развивает безмятежность как фактор просветления вместе с осознанностью к дыханию. 6. Он развивает сосредоточение как фактор просветления вместе с осознанностью к дыханию. 7. Он развивает невозмутимость как фактор просветления вместе с осознанностью к дыханию, основанный на отречении, бесстрастии, прекращении созревающей выставлении. Вот так, монахи, осознанность к дыханию, будучи развитой и взращенной, приносит великий плод и благо. Суддхака сутта, простое. СН 54.3. Сутта идентична СН 54.1, но здесь нет вступительной фразы, в саваттхе. Там благословенный сказал следующий, а начинается сразу с обращения к монахам. Патха-Мадхала сутта, плоды 1. СН 54.4. Сутта идентична СН 54.1, но здесь в самом конце добавлена фраза, вот так, монахи, когда осознанность к дыханию развита и возвращена так, то можно ожидать получения одного из двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо, если еще осталось цепляние, то состояние невозвращения. Дутия Пхала сутта, плоды 2. СН 54.5. Сутта идентична СН 54.3, но здесь в самом конце добавлен такой фрагмент, вот так, монахи, когда осознанность к дыханию развита и возвращена так, то можно ожидать получения семи плодов и благ. Каких семи? 1. Человек достигает окончательного знания уже в этой самой жизни. 2. Если он не достигает окончательного знания уже в этой самой жизни, то он достигает окончательного знания в момент смерти. 3. Если он не достигает окончательного знания уже в этой самой жизни, или же в момент смерти, то, с полным уничтожением пяти нижних оков, он становится достигающим неббаны в промежутке. 4. Достигающим неббаны по приземлении. 5. Достигающим неббаны без усилия. 6. Достигающим Ниббаны с усилием. 7. Становится тем, кто направляется вверх, устремляясь к миру чистых обителей Аконитха. Монахи, когда осознанность к дыханию развита и взращена так, то можно ожидать получения этих семи плодов и благ. Ариттха-сутта, Ариттха. СН 54.6. В Саваттхе. Там благословенный сказал так, монахи, развиваете ли вы осознанность к дыханию? Когда так было сказано, достопочтенный Ариттха сказал благословенному, Учитель, я развиваю осознанность к дыханию. Но как, Ариттха, ты развиваешь осознанность к дыханию? Я отбросил чувственное желание к прошлым чувственным удовольствиям. Учитель, я избавился от чувственного желания к будущим чувственным удовольствиям. И я тщательно устранил восприятие отвращения по отношению к внутренним и внешним вещам. Будучи осознанным, я вдыхаю, будучи осознанным, я выдыхаю. Вот так, учитель, я развиваю осознанность к дыханию. Такова осознанность к дыханию, Аритха. Я не говорю, что она не такова. Но что касается осознанности к дыханию, осуществляемой в подробностях, Аритха, то слушай внимательно, я буду говорить. Один. Да, учитель, ответил достопочтенный Аритха. Благословенный сказал, и как, Аритха, осознанность к дыханию осуществляется в подробностях? Вот, Аритха, монах, затворившись в лесу, у подножья дерева или в пустом жилище, садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди. Будучи осознанным, он вдыхает, будучи осознанным, он выдыхает. Делая долгий вдох, он знает, я делаю долгий вдох, или, делая долгий выдох, он знает, я делаю долгий выдох. Два. Он тренируется так, созерцая оставление, я буду вдыхать, он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. Вот так, Аритха, осознанность к дыханию осуществляется в подробностях. Один. Согласно комментарию, Аритха объяснил свое достижение невозвращения. По заметке под комментария, это видно по его косвенному утверждению об отбрасывании пяти нижних оков. Однако Будда объясняет далее практику прозрения, которое ведет к араханству. Два. Здесь идут все этапы анапанасати, описываемые в СН-54-1. Махакаппина сутта, Махакаппина. СН-54-7. В Саваттхе. И в тот момент достопочтенный Махакаппина сидел неподалеку от Благословенного, скрестив ноги, держа тело выпрямленным, установив осознанность впереди. Благословенный увидел его сидящим неподалеку, скрестившего ноги, держащего тело выпрямленным, установившего осознанность впереди. Увидев его, он обратился к монахам так, «Монахи, видите ли вы хоть какое-то покачивание и шевеление тела этого монаха?» Учитель, каждый раз, как мы видим этого достопочтенного, сидит ли он посреди Сангхи или же сидит, уединившись, мы не замечаем какого-либо покачивания и шевеления тела этого достопочтенного. «Монахи, этот монах обретает по желанию, без сложностей и проблем, такого сосредоточения, за счет развития и взращивания которого не происходит какого-либо покачивания и шевеления тела, и не происходит покачивания и шевеления ума. И что это за сосредоточение, за счет развития и взращивания которого не происходит какого-либо покачивания и шевеления тела, и не происходит покачивания и шевеления ума? Когда, монахи, сосредоточение и осознанность к дыханию было развито и взращено, не происходит какого-либо покачивания и шевеления тела, и не происходит покачивания и шевеления ума. И как, монахи, сосредоточение осознанности к дыханию развивается и взращивается, что не происходит какого-либо покачивания и шевеления тела, и не происходит покачивания и шевеления ума? Вот, монахи, монах, затворившись в лесу, у подножья дерева или в пустом жилище, садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди. Будучи осознанным, он вдыхает, будучи осознанным, он выдыхает. Делая долгий вдох, он знает, я делаю долгий вдох, или, делая долгий выдох, он знает, я делаю долгий выдох. Один, он тренируется так, созерцая оставление, я буду вдыхать, он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. Вот так, монахи, когда сосредоточение осознанности к дыханию было развито и взращено так, то не происходит какого-либо покачивания и шевеления тела, и не происходит покачивания и шевеления ума. Один, здесь идут все шаги, перечисляемые в СН 54.1. Дипа сутта, пример с лампой. СН 54.8. Благословенный сказал, монахи, когда сосредоточение осознанности к дыханию развито и взращено, оно приносит великий плод и благо. И как, монахи, осознанность к дыханию, будучи развитой и взращенной, приносит великий плод и благо? Вот, монахи, монах, затворившись в лесу, у подножья дерева или в пустом жилище, садится, один, он тренируется так, созерцая оставлений, я буду выдыхать. Вот так, монахи, осознанность к дыханию, будучи развитой и взращенной, приносит великий плод и благо. Я тоже, монахи, до моего просветления, пока я все еще был не полностью просветленным Бодхисаттой, я, по большей части, пребывал в этом пребывании. Пока я, по большей части, пребывал в этом пребывании, у меня не уставало ни тело, ни глаза, и мой ум из-за отсутствия цепляния освободился от загрязнений. Один, поэтому, монахи, если монах желает, пусть у меня ни тело, ни глаза не станут уставшими, и пусть мой ум из-за отсутствия цепляния освободится от загрязнений, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение осознанности к дыханию. Два. Два, поэтому, монахи, если монах желает, пусть воспоминания и устремления, связанные с домохозяйской жизнью, будут отброшены мной, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточения и осознанности к дыханию. 3. Поэтому, монахи, если монах желает, пусть я буду пребывать в восприятии отвратительного в неотвратительном, 3, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. Если монах желает, пусть я буду пребывать в восприятии неотвратительного в отвратительном, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. Если монах желает, пусть я буду пребывать в восприятии отвратительного и в неотвратительном и в отвратительном, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. Если монах желает, пусть я буду пребывать в восприятии неотвратительного и в неотвратительном и в отвратительном, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. Если монах желает, избегая неотвратительного и отвратительного, пусть я буду пребывать в невозмутимости, осознанным и бдительным, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. 4. Поэтому, монахи, если монах желает, пусть я, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, войду и буду пребывать в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. 5. Поэтому, монахи, если монах желает, пусть я с успокоением направления и удержания ума, войду и буду пребывать во второй джхане, в которой нет направления и удержания, но есть внутренняя устойчивость и единение ума, а также восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. 6. Поэтому, монахи, если монах желает, пусть я с успокоением восторга буду пребывать невозмутимым, осознанным и бдительным и ощущать приятное телом. Я войду и буду пребывать в третьей джхане, о которой благородные говорят так, непоколебимый и осознанный, он пребывает в приятном пребывании, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. 7. Поэтому, монахи, если монах желает, пусть я с успокоением удовольствия и боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, войду и буду пребывать в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. 8. Поэтому, монахи, если монах желает, пусть я с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, войду и буду пребывать в сфере безграничного пространства, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. 9. Поэтому, монахи, если монах желает, пусть я с полным преодолением сферы безграничного пространства, осознавая безграничное сознание, войду и буду пребывать в сфере безграничного сознания, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. 10. Поэтому, монахи, если монах желает, пусть я с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, войду и буду пребывать в сфере отсутствия всего, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. 11. Поэтому, монахи, если монах желает, пусть я с полным преодолением сферы отсутствия всего, войду и буду пребывать в сфере невосприятия, не невосприятия, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. 12. Поэтому, монахи, если монах желает, пусть я с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, войду и буду пребывать в прекращении восприятия и чувствования, то ему следует тщательно практиковать это самое сосредоточение и осознанность к дыханию. 12. Когда, монахи, сосредоточение и осознанность к дыханию было развито и возвращено таким образом, то, если он чувствует приятное чувство, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. 13. Если он чувствует неприятное и неболезненное чувство, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. 14. Если он чувствует неприятное и неболезненное чувство, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. 15. Если он чувствует приятное чувство, он чувствует его, будучи отсоединенным от него. 16. Если он чувствует болезненное чувство, он чувствует его, будучи отсоединенным от него. 17. Если он чувствует неприятное и неболезненное чувство, он чувствует его, будучи отсоединенным от него. Когда он чувствует чувство, прекращающееся вместе с телом, он понимает, я чувствую чувство, прекращающееся вместе с телом. Когда он чувствует чувство, прекращающееся вместе с жизнью, он понимает, я чувствую чувство, прекращающееся вместе с жизнью. Он понимает, после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь угаснет. Подобно тому, монахи, как масляная лампа горит в зависимости от масла и фитиля, и с истощением масла и фитиля она угаснет из-за недостатка топлива, то точно так же, монахи, когда монах чувствует чувство, прекращающееся вместе с телом, прекращающееся вместе с жизнью, он понимает, после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь угаснет. Один, здесь перечисляются все шестнадцать шагов, описанные в СН-54-1. Два, не безинтересно, что, согласно комментарию, медитация на других объектах, таких как четыре элемента или косина вызывает напряжение в глазах и в теле, а также подавленность после выхода из такой медитации, тогда как при осознанности к дыханию такого не происходит. Три, согласно комментарию, речь идет об Аритхе. Чтобы созерцать неотвратительное в отвратительном, следует наполнить неприятный предмет доброжелательностью. А чтобы увидеть отвратительное и в приятном предмете, нужно увидеть его разбитым на безличенственные составные части. Подробнее смотри. МН-152 Весали сутта, Весали. СН-54-9 Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Весали в Великом лесу в павильоне со строконечной крышей. И тогда благословенный различными способами наставлял монаха в беседе об отвратительности тела, восхваляя созерцание отвратительности, восхваляя развитие медитации на отвратительности. И затем благословенный обратился к монахам так, «Монахи, я хочу уйти в затворничество на полмесяца. Никто не должен подходить ко мне, кроме того, кто будет мне приносить пищу, полученную с подаянией. Да, учитель», — ответили те монахи, — и никто не подходил к благословенному, кроме того, кто приносил ему пищу, полученную с подаянией. Затем те монахи, пометой, благословенный различными способами наставлял беседы об отвратительности тела, восхваляя созерцание отвратительности, восхваляя развитие медитации на отвратительности, пребывали, посвящая себя развитию медитации на отвратительности в ее многочисленных аспектах и факторах. Ощутив неприязнь, пренебрежение и отвращение к этому самому телу, они нашли для себя убийцу. В один день десять монахов использовали нож, или же в один день двадцать или тридцать монахов использовали нож. Один. Затем, по истечении половины месяца, благословенный вышел из затворничества и обратился к достопочтенному Ананде, «Ананда, почему сангха монахов так малочисленна?» Учитель, поскольку, пометой, благословенный различными способами наставлял беседы об отвратительности тела, восхваляя созерцание отвратительности, восхваляя развитие медитации на отвратительности, монахи пребывали, посвящая себя развитию медитации на отвратительности в ее многочисленных аспектах и факторах. Ощутив неприязнь, пренебрежение и отвращение к этому самому телу, они нашли для себя убийцу. В один день десять монахов использовали нож, или же в один день двадцать или тридцать монахов использовали нож. Было бы хорошо, учитель, если бы благословенный разъяснил иной метод, так, чтобы сангха монахов утвердилась бы в постижении окончательного знания. Что же, Ананда, созови в зале для собраний всех монахов, что зависит в своем проживании от Висалии? Да, учитель, ответил достопочтенный Ананда и созвал в зале для собраний столько, сколько было монахов, зависящих в своем проживании от Висалии. Затем он подошел к благословенному и сказал ему, сангха монахов собралась, учитель. Пусть благословенный придет тогда, когда ему это будет удобно. И тогда благословенный отправился в зал для собраний, сел на подготовленное сидение, и обратился к монахам так, монахи, это сосредоточение осознанности к дыханию, будучи развитым и взращенным, является умиротворенным и возвышенным, неземным приятным пребыванием, и оно тут же рассеивает и подавляет неблагие состояния ума, как только они появляются. Подобно тому, монахи, как в последний месяц жаркого сезона, когда поднимается груда пыли и грязи, не по сезону большое дождевое облако растворяет ее и подавляет прямо на том самом месте, то точно так же, это сосредоточение осознанности к дыханию, будучи развитым и возвращенным, является умиротворенным и возвышенным, неземным приятным пребыванием, и оно тут же рассеивает и подавляет неблагие состояния ума, как только они появляются. И каким образом? Вот, монахи, монах, затворившись в лесу, у подножья дерева или в пустом жилище, садится, скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди, два, он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. Вот так, монахи, это сосредоточение осознанности к дыханию, подавляет неблагие состояния ума, как только они появляются. Один, Будда объяснял медитацию на 31 части тела, в поздних комментариях добавили мозг, и получилось 32, а также медитацию на созерцание трупа в различных стадиях разложения. Согласно комментарию, эти 500 монахов раньше, в далеком прошлом, были охотниками. Из-за этого они переродились в аду, но потом за счет хорошей каммы смогли родиться людьми и стать монахами при жизни Будды. Однако, часть плохой каммы осталась, и она созрела в виде убийств или намерения лишить себя жизни. Будда предвидел это и знал, что не может ничего сделать. Он наставил их в медитации на отвратительности тела, чтобы те, отбросив привязанность к телу, смогли бы утратить страх смерти и переродиться в небесных мирах. Поэтому он дал такое наставление, чтобы помочь им, а не для того, чтобы восхвалить смерть. Понимая, что он не может изменить течение событий, он ушел в затворничество, чтобы не присутствовать в момент созревания плодов их каммы. Некоторые из этих монахов были заурядными людьми, некоторые, вступившими в поток, однажды возвращающимися, не возвращающимися, и арахантами. Согласно Винае, а также и Комментарию, некоторые лишили жизни себя сами, некоторые лишили жизни друг друга, некоторые попросили аскетами Голландику убить их. Комментарий также добавляет, что благородные ученики из их числа никого не убивали, как и не давали согласия на убийство, а сделали это только те, кто были обычными заурядными людьми. Два, здесь перечисляются все шестнадцать шагов, описанные в СН-54-1. Кинбила сутта, Кинбила. СН-54-10. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Кинбиле в Бамбуковой роще. Там Благословенный обратился к Достопочтенному Кинбиле так, и как, Кинбила, это сосредоточение осознанности к дыханию развивается и взращивается так, что это приносит великий плод и благо. Когда так было сказано, Достопочтенный Кинбиле молчал. Во второй раз, в третий раз Благословенный обратился к Достопочтенному Кинбиле так, и как, Кинбила, это сосредоточение осознанности к дыханию развивается и взращивается так, что это приносит великий плод и благо. И в третий раз Достопочтенный Кинбиле молчал. Тогда Достопочтенный Ананда сказал Благословенному, сейчас подходящий момент, Благословенный. Сейчас подходящее время, счастливый. Благословенный должен разъяснить сосредоточение осознанности к дыханию. Услышав из уст самого Благословенного, монахи запомнят это. Хорошо, Ананда, слушай внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответил Достопочтенный Ананда. Благословенный сказал, и, как, Ананда, это сосредоточение осознанности к дыханию развивается и взращивается так, что это приносит великий плод и благо. Вот, Ананда, монах, затворившись в лесу, у подножья дерева или в пустом жилище, садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди. Один, он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. Созерцание тела. Каждый раз, Ананда, когда монах, один, делая долгий вдох, знает, я делаю долгий вдох, или, делая долгий выдох, знает, я делаю долгий выдох. Два, делая короткий вдох, знает, я делаю короткий вдох, или, делая короткий выдох, знает, я делаю короткий выдох. Три, когда он тренируется так, ощущая все тело, я буду вдыхать, тренируется так, ощущая все тело, я буду выдыхать. 4. Тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду вдыхать, он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду выдыхать, то в этом случае монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и неудовольствие по отношению к миру. И почему? Я называю это определенным видом тела, ананда, то есть, вдох и выдох. 2. Поэтому, ананда, в этом случае монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и неудовольствие по отношению к миру. Созерцание чувств. Каждый раз, ананда, когда монах. 5. Тренируется так, ощущая восторг, я буду вдыхать, тренируется так, ощущая восторг, я буду выдыхать. 6. Тренируется так, ощущая счастье, я буду вдыхать, тренируется так, ощущая счастье, я буду выдыхать. 7. Тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду вдыхать, тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду выдыхать. 8. Тренируется так, успокаивая умственную формацию, я буду вдыхать, тренируется так, успокаивая умственную формацию, я буду выдыхать, то в этом случае монах пребывает в созерцании чувств в чувствах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и неудовольствия по отношению к миру. И почему? Я называю это определенным видом чувства, ананда, то есть, пристальное внимание к вдоху и выдоху. 3. Поэтому, Ананда, в этом случае монах пребывает в созерцании чувств в чувствах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и неудовольствия по отношению к миру. Созерцание ума. 9. Тренируется так, ощущая ум, я буду вдыхать, тренируется так, ощущая ум, я буду выдыхать. 10. Тренируется так, радуя ум, я буду вдыхать, тренируется так, радуя ум, я буду выдыхать. 11. Тренируется так, сосредоточивая ум, я буду выдыхать. 12. Тренируется так, освобождая ум, я буду выдыхать, то в этом случае монах пребывает в созерцании ума в уме, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и неудовольствия по отношению к миру. И почему? Я утверждаю, Ананда, что нет развития сосредоточения осознанности к дыханию того, чей ум замутнен и у кого нет бдительности. Поэтому, Ананда, в этом случае монах пребывает в созерцании ума в уме, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и неудовольствия по отношению к миру. Созерцание феноменов. Созерцая оставление, я буду вдыхать, тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать, то в этом случае монах пребывает в созерцании феноменов-феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и неудовольствия по отношению к миру. Увидев мудрость и отбрасывание жажды и неудовольствия, монах является тем, кто пристально смотрит с невозмутимостью. 4. Поэтому, Ананда, в этом случае монах пребывает в созерцании феноменов-феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и неудовольствия по отношению к миру. 5. Представь, Ананда, как если бы на перекрестке дорог была бы большая куча земли. Если бы телега или колесница ехала бы с востока, запада, севера или юга, она расплющила бы эту кучу земли. 6. Точно так же, Ананда, когда монах пребывает в созерцании тела в теле, чувств в чувствах, ума в уме, феноменов в феноменах, он расплющивает плохие, неблагие состояния ума. 1. Здесь перечисляются все 16 шагов, описанные в СН-54-1. 2. Согласно комментарию, я называю это телом ветра, вайкая, среди иных тел остальных из четырех элементов материи. Или же это определенный вид тела, поскольку оно входит в тактильную опору среди различных компонентов физического тела. 3. Умственная формация, это чувства и восприятие, веды на Исанне. Согласно комментарию, само по себе внимание не является приятным чувством, но Будда просто дает такое название этой практике. В этой тетради первое и второе упражнения относятся к чувствам восторга и счастья, соответственно, а последние два рассматривают чувства как составляющую умственной формации. 4. Согласно комментарию, жажды и неудовольствия означают две из пяти помех, то есть чувственное желание и недоброжелательность. Эти две помехи идут первыми в списке пяти. Поэтому Будда говорит так для того, чтобы показать начало этой практики созерцания ментальных феноменов. Оставление означает устранение восприятия постоянства путем созерцания непостоянства. Слова «увидев мудростью» означают успех в практике прозрения. Пристально смотрит с невозмутимостью означает, что практикующий смотрит с невозмутимостью на умственное состояние медитирующего ума или же на объект медитации, по мере продвижения в практике. Под комментарий говорит о том, что здесь имеется в виду установление баланса между сдерживанием и напряжением ума, и когда этот баланс достигнут, то возникает невозмутимость, поскольку не нужно более сдерживать или напрягать ум, когда достигнута чхановая однонаправленность, единение ума. Ичханангала сутта «В Ичханангале» СН 54.11 Однажды Благословенный пребывал в Ичханангале в лесу Ичханангалы. Там Благословенный обратился к монахам, «Монахи, я хочу уйти в затворничество на три месяца. Никто не должен подходить ко мне, кроме того, кто будет мне приносить пищу, полученную с подаянией. Да, учитель», — ответили те монахи, — и никто не подходил к Благословенному, кроме того, кто приносил ему пищу, полученную с подаянией. Затем, по истечении трех месяцев, Благословенный вышел из затворничества и обратился к монахам. «Монахи, если странники приверженцы иных учений, спросят вас, в каком пребывании, друзья, в основном пребывал Благословенный в период сезона дождей?» То, будучи спрошенными так, вам следует ответить этим странникам так, в период сезона дождей, друзья, Благословенный в основном пребывал в сосредоточении осознанности к дыханию. Вот, монахи, будучи осознанным, я вдыхаю, будучи осознанным, я выдыхаю. Когда я делаю долгий вдох, я знаю, я делаю долгий вдох, когда делаю долгий выдох, я знаю, я делаю короткий вдох, я знаю, ощущая все тело, я буду вдыхать. Я знаю, созерцая угасание, я буду вдыхать. 1. Если кто-либо, монахи, правдиво говорил бы о чем-либо так, это, благородное пребывание, божественное пребывание, пребывание Татхагаты, то он бы правдиво так сказал именно о сосредоточении осознанности к дыханию. 2. Монахи, те монахи, которые еще пока ученики, не достигшие идеала своего ума, которые пребывают в стремлении к непревзойденной защите от подневольности, для них сосредоточение осознанности к дыханию, будучи развитым и возвращенным, ведет к уничтожению загрязнений. 3. Те монахи, которые араханты, чьи загрязнения уничтожены, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили тяжкий груз, достигли цели, всецело уничтожили оковы существования, полностью освободившись посредством окончательного знания, для них сосредоточение осознанности к дыханию, будучи развитым и возвращенным, ведет к приятному пребыванию в этой самой жизни, а также к осознанности и бдительности. Если кто-либо, монахи, правдиво говорил бы о чем-либо так, это, благородное пребывание, божественное пребывание, пребывание и татхагаты, то он бы правдиво так сказал именно о сосредоточении осознанности к дыханию. 1. Здесь перечисляются все 16 шагов, описанные в СН 54.1, однако, вместо «он тренируется» здесь идет фраза «я знаю», поскольку Гудди нет необходимости что-либо тренировать и развивать. Кангхея сутта, в замешательстве. СН 54.12. Однажды достопочтенный Лама Савангиса пребывал среди Сакьев-Капилават-ху в парке Негродхи. И тогда Маханама из клана Сакьев подошел к достопочтенному Лама Савангисе, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, «Так ли оно, господин, что пребывание ученика тождественно пребывание у татхагаты, или же пребывание ученика – это одно, а пребывание татхагаты – нечто иное? Не так оно, друг Маханама, что пребывание ученика тождественно пребывание у татхагаты. Напротив, пребывание ученика – это одно, а пребывание татхагаты – нечто иное. Друг Маханама – те монахи, которые еще ученики, не достигшие идеала своего ума, которые пребывают у стремлений к непревзойденной защите от подневольности, пребывают, временно отбросив пять помех. Какие пять? Чувственные желания, недоброжелательность, лень и апатию, неугомонность и сожаление, сомнение. Те монахи, которые еще ученики, пребывают, отбросив пять помех. Но, друг Маханама, что касается тех монахов, которые араханты, чьи пять наумственных загрязнений уничтожены, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили тяжкий груз, достигли цели, всецело уничтожили оковы существования, полностью освободившись посредством окончательного знания, то пять помех в их случае были отброшены, вырваны с корнем, сделаны подобными обрубку пальмы, уничтожены так, что не могут боли и возникнуть в будущем. Какие пять? Чувственные желания, недоброжелательность, лень и апатия, неугомонность и сожаление, сомнение. Что касается тех монахов, которые араханты, то пять помех в их случае были отброшены, не могут боли и возникнуть в будущем. И следующим способом тоже, друг Маханама, можно понять, почему пребывание ученика, это одно, а пребывание Татхагаты, иное. Однажды, друг Маханама, благословенный пребывал в Ичханангале в лесу Ичханангалы. Там благословенный обратился к монахам, монахи, я хочу уйти в затворничество на три месяца, один, если кто-либо, монахи, говорил бы о чем-либо правдиво так, так, это, благородное пребывание, божественное пребывание, пребывание Татхагаты, то он бы правдиво так сказал именно о сосредоточении осознанности к дыханию. Таким способом, друг Маханама, можно понять, можно понять, почему пребывание ученика, это одно, а пребывание Татхагаты, иное. Один, здесь перечисляются все шестнадцать шагов, описанные в СН 54.11. Патхама Ананда сутта, Ананда 1. СН 54.13. В Саваттхе. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, Учитель, есть ли такая одна вещь, которая, будучи развитой и взращенной, вела бы к реализации четырех вещей? И четыре вещи, которые, будучи развитыми и взращенными, вели бы к реализации семи вещей? И семь вещей, которые, будучи развитыми и взращенными, вели бы к реализации двух вещей? Есть, Ананда, одна вещь, которая, будучи развитой и взращенной, ведет к реализации четырех вещей, и четыре вещи, которые, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации семи вещей, и семь вещей, которые, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации двух вещей. Но, Учитель, что это за одна вещь, четыре вещи, семь вещей, которые, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации двух вещей? Сосредоточение осознанности к дыханию Ананда – это одна вещь, которая, будучи развитой и взращенной, ведет к реализации четырех основ осознанности. Четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации семи факторов просветления. Семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации истинного знания и освобождения. Реализация четырех основ осознанности. И как, Ананда, сосредоточение осознанности к дыханию, будучи развитым и возвращенным, ведет к реализации четырех основ осознанности. Вот, Ананда, монах, затворившись в лесу, у подножья дерева, или в пустом жилище, садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди. Будучи осознанным, он вдыхает, будучи осознанным, он выдыхает. Один, он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. Каждый раз, Ананда, когда монах, делая долгий вдох, знает, я делаю долгий вдох. Два, монах пребывает в созерцании феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и неудовольствия по отношению к миру. Вот так, Ананда, сосредоточение осознанности к дыханию, будучи развитым и возвращенным, ведет к реализации четырех основ осознанности. Реализация семи факторов просветления. И как, Ананда, четыре основы осознанности, будучи развитыми и возвращенными, ведут к реализации семи факторов просветления? Один, каждый раз, Ананда, когда монах пребывает в созерцании тела в теле, то в этом случае незамутненная осознанность утверждается в этом монахе. Каждый раз, Ананда, когда незамутненная осознанность утвердилась в монахе, то в этом случае в нем возникает фактор просветления и осознанность. В этом случае монах развивает осознанность как фактор просветления. В этом случае осознанность как фактор просветления устремляется к реализации в монахе за счет развития. 3. 2. Пребывая столь осознанным, он распознает Дхаму мудростью, изучает ее, тщательно исследует ее. Каждый раз, Ананда, когда монах, пребывая столь осознанным, распознает Дхаму мудростью, изучает ее, тщательно исследует ее, то в этом случае в нем возникает фактор просветления и исследования Дхаму. В этом случае монах развивает исследование Дхаму как фактор просветления. В этом случае исследование Дхамм как фактор просветления устремляется к реализации в монахе за счет развития. 3. Когда он распознает мудростью Дхамму, изучает ее, исследует ее, то в этом случае в нем возникает неослабевающее усердие. Каждый раз, Ананда, когда монах распознает мудростью Дхамму, изучает ее, исследует ее, порождая неослабевающее усердие, то в этом случае в нем возникает фактор просветления усердия. В этом случае монах развивает усердие как фактор просветления. В этом случае усердие как фактор просветления устремляется к реализации в монахе за счет развития. 4. Когда возникло усердие, то в нем возникает духовный восторг. 4. Каждый раз, Ананда, когда духовный восторг возникает в зародившем усердии монахе, то в этом случае в нем возникает фактор просветления восторг. В этом случае монах развивает восторг как фактор просветления. В этом случае восторг как фактор просветления устремляется к реализации в монахе за счет развития. 5. У того монаха, чей ум пропитан восторгом, тело успокаивается, ум успокаивается. Каждый раз, Ананда, когда у монаха, чей ум пропитан восторгом, тело успокаивается, ум успокаивается, то в этом случае в нем возникает фактор просветления и безмятежность. В этом случае монах развивает безмятежность как фактор просветления. В этом случае безмятежность как фактор просветления устремляется к реализации в монахе за счет развития. 6. У того монаха, чье тело безмятежно, и кто счастлив, ум становится сосредоточенным Каждый раз, Ананда, когда ум становится сосредоточенным у монаха, чье тело безмятежно и кто счастлив, то в этом случае в нем возникает фактор просветления сосредоточения В этом случае монах развивает сосредоточение как фактор просветления В этом случае сосредоточение как фактор просветления устремляется к реализации в монахе за счет развития 7. Он пристально, с невозмутимостью рассматривает такой сосредоточенный ум. Каждый раз, Ананда, когда монах пристально, с невозмутимостью рассматривает такой сосредоточенный ум, то в этом случае в нем возникает фактор просветления невозмутимость. В этом случае монах развивает невозмутимость как фактор просветления. В этом случае невозмутимость как фактор просветления устремляется к реализации в монахе за счет развития. Каждый раз, Ананда, когда монах пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, то в этом случае незамутненная осознанность утверждается в этом монахе. Каждый раз, Ананда, когда незамутненная осознанность утвердилась в монахе, то в этом случае в нем возникает фактор просветления осознанность, фактор просветления исследования Дхам, фактор просветления усердия, фактор просветления восторг, фактор просветления безмятежность, фактор просветления сосредоточений, фактор просветления невозмутимость. В этом случае монах развивает невозмутимость как фактор просветления. В этом случае невозмутимость как фактор просветления устремляется к реализации в монахе за счет развития. Вот так, Ананда, четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации семи факторов просветления. Реализация истинного знания и освобождения. И как, Ананда, семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации истинного знания и освобождения? Вот, Ананда, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основан на отречении, бесстрастии, прекращении, созревающем выставлении. Он развивает исследование Дхам, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основан на отречении, бесстрастии, прекращении, созревающем выставлении. Вот как, Ананда, эти семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации истинного знания и освобождения. 1. Здесь перечисляются все 16 шагов, описанные в СН 54.1. 2. Здесь перечисляются все 16 шагов с более подробным разъяснением, описанные в СН 54.10. 3. Примечание переводчика СВ, не безинтересно, что все описания семи факторов просветления совпадают с их описанием в СН 46.3, за исключением самого первого – осознанности. Здесь она объясняется четко как медитативное умение, тогда как в СН 46.3, она объясняется как способность помнить учения, размышлять над ними, вспоминать их. Вероятно, по аналогии, второй фактор – исследование Дхамм, здесь, в СН 54.13, также следует рассматривать как прямое изучение феноменов процесса медитации, тогда как этот же самый фактор в СН 46.3 можно рассматривать как изучение Дхамма как учения, а не феноменов. 4. Чхановый фактор восторга, 5. Дутио и Ананда сутта, Ананда 2. СН 54.14. Сутта идентична СН 54.13, за исключением немного измененной вводной части, которая приведена ниже, и тогда достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. И тогда Благословенный сказал достопочтенному Ананде, Ананда, есть ли какая-либо одна вещь, которая, будучи развитой и взращенной, вела бы к реализации четырех вещей? И четыре вещи, которые, будучи развитыми и взращенными, вели бы к реализации семи вещей? И семь вещей, которые, будучи развитыми и взращенными, вели бы к реализации двух вещей? Учитель, наши учения укоренены в Благословенном, направляемы Благословенным, находит пристанище в Благословенном. Было бы хорошо, если бы Благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Есть, Ананда, одна вещь, которая, будучи развитой и взращенной, ведет к реализации четырех вещей, и четыре вещи, которые, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации семи вещей, и семь вещей, которые, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации двух вещей. И какова эта одна вещь, четыре, семь вещей, которые, будучи развитыми и взращенными, ведут к реализации двух вещей. Патхама Пхикху сутта, Пхикху-1. СН 54-15. Сутта идентична СН 54-13, но здесь вместо Ананды с Буддой беседует группа монахов. Дутия Пхикху сутта, Пхикху-2. СН 54-16. Сутта идентична СН 54-14, но здесь вместо Ананды с Буддой беседует группа монахов. Санииджана сутта, Аковы. СН СН 54.17. Благословенный сказал, монахи, сосредоточение и осознанность к дыханию, будучи развитым и взращенным, ведет к отбрасыванию оков. Один. Один, судя по всему, эта сутта когда-то была единым целым со всеми следующими по нумерации в данной саньюте. Анусаи сутта, скрытые склонности. СН 54.18. Благословенный сказал, монахи, сосредоточение и осознанность к дыханию, будучи развитым и взращенным, ведет к искоренению скрытых склонностей. Один. Один, судя по всему, эта сутта когда-то была единым целым со всеми следующими по нумерации в данной саньюте. Атхана Паринья сутта, понимание течения. СН 54.19. Благословенный сказал, монахи, сосредоточение и осознанность к дыханию, будучи развитым и взращенным, ведет к полному пониманию течения. Один. Один, судя по всему, эта сутта когда-то была единым целым с двумя предыдущими и следующей по нумерации в данной саньюте. Асавакхвая сутта, уничтожение и загрязнений. СН 54.20. Благословенный сказал, монахи, сосредоточение и осознанность к дыханию, будучи развитым и взращенным, ведет к уничтожению пятен загрязнений ума. И как, монахи, сосредоточение и осознанности к дыханию, будучи развитым и взращенным, ведет к отбрасыванию оков, к искоренению скрытых склонностей, к полному пониманию течения, к уничтожению пятен. Один. Вот, монахи, монах, затворившись в лесу, у подножья дерева или в пустом жилище, садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди. Будучи осознанным, он вдыхает, будучи осознанным, он выдыхает. Делая долгий вдох, он знает, я делаю долгий вдох. Два. Он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. Вот так, монахи, сосредоточение и осознанность к дыханию, будучи развитым и взращенным, ведет к отбрасыванию оков, к искоренению скрытых склонностей, к полному пониманию течения, к уничтожению пятен. Один. Судя по всему, эта сутта когда-то была единым целым с тремя предыдущими в данной саньюте. Два. Здесь перечисляются все шестнадцать шагов, описанные в СН-54.1. Чиккаваттира Джисутта, Царь Миродержица. СН-55.1. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, хотя царь Миродержица твердил наивысшую царскую власть на четырьмя континентами, после распада тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире, среди дэвов мира Таватимзы. И там, в роще Нанданы, окруженный святой небесных нимф, он наслаждается, наделенный пятью нитями небесного чувственного удовольствия. Но, тем не менее, поскольку он все еще не обладает этими четырьмя вещами, он не освобожден от ада, от мира животных, от мира страдающих духов, от состояния лишений, от плохого удела, от нижних миров. Хотя, монахи, ученик благородных живет на подаяниях и носит лохмотья, тем не менее, поскольку он наделен этими четырьмя вещами, он освобожден от ада, от мира животных, от мира страдающих духов, от состояния лишений, от плохого удела, от нижних миров. Какими четырьмя? 1. Вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Он наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 3. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, 4 пары или 8 типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. 4. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. 5. Он наделен этими четырьмя вещами. И, монахи, если сравнивать обретение царской власти на четырьмя континентами и обретение этих четырех вещей, то обретение царской власти не стоит даже одной шестнадцатой обретения этих четырех вещей. Брахмачири Йогатха Сутта, утвержденный. СН 55.2. Благословенный сказал, «Монахи, ученик благородных, наделенный четырьмя вещами, является вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению». Какими четырьмя? 1. Вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Он наделен подтвержденной верой в Тхамму. Тхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 3. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха-учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути. Другими словами, четыре пары или восемь типов личностей – это Сангха-учеников благословенного, достойная даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. 4. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Так сказал благословенный. И сказав это, счастливейший учитель, добавил, верой и нравственностью наделен, убежденностью, видением Дхаммы, со временем счастье достигнет, ведь в жизни святой утвержден он. Дикхава Упасака Сутта, Мирянин Дикхаву. СН 55.3. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И в то время Мирянин Дикхава был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Тогда Мирянин Дикхава обратился к отцу, домохозяину Джатики, ну же, домохозяин, пойди к благословенному, поклонясь ему в ноги от моего имени и скажи, господин, Мирянин Дикхава нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он выражает почтение благословенному, кланясь в ноги благословенному. И затем скажи, было бы хорошо, господин, если бы благословенный сострадание пришел бы домой к Мирянину Дикхаву. Конечно, дорогой, ответил домохозяин Джатика. Он отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом, а затем донес послание. Благословенный молча согласился. И затем благословенный, одевшись, взяв в чашу и верхнее одеяние, отправился домой к Мирянину Дикхаву. Там он сел на приготовленное для него сиденье и сказал Мирянину Дикхаву, я надеюсь, ты поправляешься, Дикхаву, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Господин, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Тогда, Дикхаву, ты должен тренировать себя так, я буду тем, кто наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Я буду тем, кто наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Я буду тем, кто наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Я буду тем, кто наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Вот так тебе следует тренировать себя. Господин, что касается этих четырех факторов вступления в поток, которым научил благословенный, то все они наличествуют во мне, я живу вследованием. Ведь я, господин, наделен подтвержденной верой в Будду, Тхаму, Сангху. Я наделен нравственными качествами, ведущими к сосредоточению. Тогда, Дхаму, будучи утвержденным в этих четырех факторах вступления в поток, далее тебе следует развивать шесть вещей, что имеют отношение к истинному знанию. Дхаму, пребывай в созерцании непостоянства во всех формациях, воспринимай страдания во всем, что непостоянно, воспринимай безличностность во всем, что страдательно, воспринимай отпускание, воспринимай угасание, воспринимай прекращение. Вот так ты должен тренировать себя. Господин, что касается этих шести вещей, что имеют отношение к истинному знанию, которым научил благословенный, то все они наличествуют во мне, я живу вследованием. Ведь я, господин, пребываю в созерцании непостоянства во всех формациях, воспринимаю страдания во всем, что непостоянно, воспринимаю безличностность во всем, что страдательно, воспринимаю отпускание, воспринимаю угасание, воспринимаю прекращение. Однако, господин, мысль приходит ко мне, после того, как я умру, пусть этот домохозяин Джотика не впадает в страдания. Не нужно волноваться об этом, дорогой Дикхаву. Ну же, дорогой Дикхаву, слушай внимательно, что говорит тебе благословенный. И тогда благословенный, дав это наставление мирянину Дикхаву, встал со своего сиденья и ушел. И вскоре после того, как благословенный ушел, мирянин Дикхаву скончался. И тогда группа монахов подошла к благословенному, они поклонились ему, и сели рядом. Затем они спросили благословенного, учитель, тот мирянин, по имени Дикхаву, которому благословенный дал краткое наставление, скончался. Какова его участь, каков его будущий удел? Монахи, мирянин Дикхаву был мудр. Он практиковал в соответствии с Дхамой и не беспокоил меня чрезмерными вопросами о Дхамме. Монахи, с полным уничтожением пяти нижних оков, мирянин Дикхаву стал тем, кто обрел спонтанное рождение в мире чистых обителей, и там достигнет нигбаны, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот мир. Подхама Сарипутта Сутта, Сарипутта 1. СН 55.4. Однажды Достопочтенный Сарипутта и Достопочтенный Ананда пребывали в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. И тогда, вечером, Достопочтенный Ананда вышел из затворничества и отправился к Достопочтенному Сарипутте. Подойдя к нему, он поклонился и сел рядом. И затем Достопочтенный Ананда сказал Достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, в отношении менее скольких вещей людьми, благословенный объявляет их вступившими в поток, освобожденными от нижних миров, непоколебимыми в своей участи, направляющимися к просветлению. В отношении менее четырех вещей, друг Ананда, благословенный объявляет людей вступившими в поток, освобожденными от нижних миров, непоколебимыми в своей участи, направляющимися к просветлению. Каких четырех? Один, вот, друг, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Два, он наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Три, он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. 4. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. В отношении, друг, имение этих четырех вещей, благословенно объявляет людей, вступившими в поток, освобожденными от нижних миров, непоколебимыми в своей участи, направляющимися к просветлению. Дутия Сарипутта Сутта, Сарипутта 2. СН 55.5. И тогда достопочтенный Сарипутта подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему, Сарипутта, так сказано, фактор, ведущий ко вступлению в поток, фактор, ведущий ко вступлению в поток. И что же такое, Сарипутта, фактор, ведущий ко вступлению в поток? Общение с высшими людьми, учитель, это фактор, ведущий ко вступлению в поток. Слушание подлинной Дхаммы – это фактор, ведущий ко вступлению в поток. Правильно направленное внимание – это фактор, ведущий ко вступлению в поток. Практика в соответствии с Дхаммой – это фактор, ведущий ко вступлению в поток. Хорошо, Сарипутта, хорошо. Общение с высшими людьми – это фактор, ведущий ко вступлению в поток. Слушание подлинной Дхаммы – это фактор, ведущий ко вступлению в поток. Правильно направленное внимание – это фактор, ведущий ко вступлению в поток. Практика в соответствии с Дхаммой – это фактор, ведущий ко вступлению в поток. Сарипутта, так сказано, поток, поток. И что же такое поток, Сарипутта? Этот самый благородный восьмеричный путь, учитель, является потоком. То есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Хорошо, Сарепута, хорошо. Этот самый благородный восьмеричный путь является потоком. То есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Сарепута, так сказано, вступивший в поток, вступивший в поток. И кто же такой, Сарепута, вступивший в поток? Тот, кто обладает этим благородным восьмеричным путем, учитель, и является тем, кого называют вступившим в поток. То есть, такой-то почтенный с таким-то именем из такого-то клана. Хорошо, Сарипутта, хорошо. Тот, кто обладает этим благородным восьмеричным путем, и является тем, кого называют вступившим в поток. То есть, такой-то почтенный с таким-то именем из такого-то клана. Тхапати сутта, дворецкие. СН 55.6. В Савадхи. В то время большая группа монахов изготавливала одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенный отправится в странствие. И в то время дворецкие еседаты Курана находились в Садхуке по неким делам. Они услышали, большая группа монахов, как говорят, изготавливает одежду для благословенного, размышляя о том, что по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенный отправится в странствие. И тогда дворецкие еседаты Курана поставили на дорогу человека и сказали ему, «Почтенный, когда увидишь, как идёт благословенный Арахант, полностью просветлённый, то тогда сообщи нам об этом». И после того, как этот человек простоял два или три дня, он издали увидел, что идёт благословенный. Увидев его, человек отправился к Исидат-ти Куране и сказал им, «Господа, благословенный идёт Арахант, полностью просветлённый. Вы можете пойти к нему, как только сочтёте нужным». И тогда дворецкие Исидат-ти Курана подошли к благословенному, поклонились ему, и пошли вслед за ним. Благословенный свернул с дороги, подошёл к подножию дерева, и сел на подготовленное для него сидение. Дворецкие Исидат-ти Курана поклонились благословенному и сели рядом. Затем они обратились к нему, «Господин, когда мы слышим, что благословенный покинется в Адхе, чтобы странствовать по стране Касал, то тогда в нас возникает беспокойство и недовольство, благословенный будет далеко от нас. И затем, когда мы слышим, что благословенный покинулся в Адхе, чтобы странствовать по стране Касал, то тогда в нас возникает беспокойство и недовольство, благословенный далеко от нас. Далее, господин, когда слышим, что благословенный покинет страну Касал, чтобы странствовать по стране Малов. Далее, господин, когда мы слышим, что благословенный покинет страну Малов, чтобы странствовать по стране Ваджий. Далее, господин, когда мы слышим, что благословенный покинет страну Ваджий, чтобы странствовать по стране кассе. Далее, господин, когда мы слышим, что благословенный покинет страну кассе, чтобы странствовать по стране магатхов, то тогда в нас возникает беспокойство и недовольство, благословенный будет далеко от нас. И затем, когда мы слышим, что благословенный покинул страну кассе, чтобы странствовать по стране магатхов, то тогда в нас возникает беспокойство и недовольство, благословенный далеко от нас. Но, господин, когда мы слышим, что благословенный покинет страну Магадхов, чтобы странствовать по стране Касси, то тогда у нас возникает эйфориу и радость при мысли, Благословенный будет близко к нам. И затем, когда мы слышим, что Благословенный покинул страну Магадхов, чтобы странствовать по стране Касси, то тогда у нас возникает эйфориу и радость при мысли, Благословенный рядом с нами. Далее, господин, когда мы слышим, что Благословенный покинет страну Касси, чтобы странствовать по стране Ваджи. Мауав. Касау. Далее, господин, когда мы слышим, что благословенный покинет страну Касал, чтобы прибыть в Саваттхе, то тогда в нас возникает эйфория и радость при мысли, благословенный будет близко к нам И затем, когда мы слышим, что благословенный пребывает в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхапиндики, то тогда в нас возникает огромная эйфория и радость при мысли, благословенный рядом с нами Поэтому, дворецкие, жизнь домохозяина ограничена, это пыльный путь Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам Ее хватит для вас, дворецкие, чтобы быть старательными. Господин, на нас лежит другое ограничение, еще более ограничивающее и считающееся еще более ограничивающим, нежели это. И каково же это, дворецкие, другое ограничение, что лежит на вас, еще более ограничивающее и считающееся еще более ограничивающим, нежели это? Господин, когда царь по Синаде Касальский хочет совершить прогулку по своему парку удовольствий, то после того, как мы готовим для него прогулочных слонов, Нам нужно разместить дорогих и любимых жен царя по своим сиденьям, одну впереди, одну – за. И, господин, аромат этих женщин подобен и мгновение открытой ароматной шкатулке. И точно так же оно и с женщинами из дворца, что носит благовония. Также, господин, прикосновение этих женщин подобно пучку хлопка или пуха. И точно так же оно и с женщинами из дворца, что столь изысканно ухожены. И затем, господин, слонов следует охранять, этих женщин следует охранять, и самих себя следует охранять, но все же мы не припоминаем, чтобы в нас возникло хоть одно неблагое состояние ума по отношению к этим женщинам. Таково, господин, другое ограничение, еще более ограничивающее и считающееся еще более ограничивающим, нежели это. Поэтому, дворецкие, жизнь домохозяина ограничена, это пыльный путь. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Ее хватит для вас, дворецкие, чтобы быть старательными. Ученик благородных, дворецкие, наделенный четырьмя вещами, является вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Какими четырьмя? Один, вот, дворецкие, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Два, он наделен подтвержденной верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Три, он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Четыре, он пребывает дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, предан благотворительности, радуется дарению и разделению. 1. Ученик благородных, наделенный этими четырьмя вещами, является вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Вы, дворецкие, обладаете подтвержденной верой в Будду, Дхаму, Сангху. Более того, когда есть что-либо в вашей семье, чем можно было бы поделиться, все это вы безвозмездно дарите тем, кто нравственен и порядочен. Как вы думаете, дворецкие, сколько людей среди косал могут сравниться с вами в отношении дарения и разделения? Какое благо для нас, господин, большое наше благо, господин, что благословенный нас так хорошо понимает? 2. 1. В этой сути вместо стандартного четвертого фактора развитой нравственности идет щедрость. 2. Согласно комментариям, оба, и Курана и Седатта, были однажды возвращающимися. Причем, один из них вел жизнь в безбрачии, и Седатта, а другой жил с женой, то есть не вел безбрачную жизнь, Курана. В Ангуттара Никая сказано, что после смерти оба переродились в мире Тусита, и оба в момент смерти были однажды возвращающимися, смотри также Ан 10.75. 2. Вилудвария сутта, жители бамбуковых врат. СН 55.7. Так я слышал. Однажды благословенный странствовал по стране косал вместе с Большой Сангхой монахов. И он прибыл в брахманскую косальскую деревню под названием Бамбуковые врата. Домохозяева Брахмана Бамбуковых врат услышали, говорят, почтенные, что отшельник Готама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев в бездомную жизнь, путешествует по стране косал с Большой Сангхой монахов, и прибыл в Бамбуковые врата. И об этом учителе Готами распространилась славная молва, в самом деле, благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Напрямую увидев своей мудростью, он познал мир с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, божеств и людей. Он обучает дхаме, превосходный в начале, превосходный в середине, и превосходный в конце, правильный в духе и в букве. Он раскрывает святую жизнь, которая в совершенстве полная и чистая. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И тогда домохозяева Брахмана Бамбуковых врат отправились к благословенному, по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. Некоторые обменялись с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом. Некоторые из них сели рядом, поприветствовав его в почтении сложенными у груди ладонями. Некоторые из них сели рядом, объявив свое имя и имя клана. Некоторые из них сели рядом просто молча. И сидя рядом, эти домохозяева Брахмана Бамбуковых врат сказали благословенному «Мастер Гатама, у нас есть такие мечты, желания, и надежды как и те, будем жить в доме, полном детей. Будем наслаждаться сандаловым деревом из касси. Будем носить гирлянды, использовать благовоние, мази. Будем принимать золото и серебро. После распада тела, после смерти, родимся в благом уделе, в небесном мире. Поскольку у нас есть такие мечты, желания, и надежды, пусть Мастер Гатама обучит нас Дхамме так, чтобы мы могли проживать в доме, полном детей, и после смерти родиться в благом уделе, в небесном мире. Я научу вас, домохозяева, изложению Дхаммы, применимому к самому себе. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, почтенный, ответили те домохозяева брахманы бамбуковых врат. Один, благословенный сказал, и каково, домохозяева, изложение Дхаммы, применимое к самому себе? Вот, домохозяева, ученик благородных рассуждает так, я тот, кто желает жить, кто не желает умирать. Я хочу счастья и не хочу страдания. Поскольку я тот, кто желает жить и не желает умирать, хочет счастья и не хочет страдания, то если бы кто-нибудь забрал бы мою жизнь, это не было бы милым и приятным для меня. И, в таком случае, если бы я забрал чужую жизнь, у того, кто желает жить и не желает умирать, хочет счастья и не хочет страдания, то это не было бы милым и приятным для него тоже. То, что не мило и неприятно мне, тоже не мило и неприятно другому. Как я могу причинить другому то, что не мило и неприятно мне? Рассуждая так, он воздерживается от уничтожения жизни, призывает других к отказу от уничтожения жизни, восхваляет воздержание от уничтожения жизни. Таким образом, его телесное поведение очищается в этих трёх аспектах. Далее, домохозяева, ученик благородных рассуждает так, если бы кто-либо забрал бы у меня то, чего я ему не дал, то есть, совершил бы кражу, то это не было бы милым и приятным для меня. И, в таком случае, если бы я забрал у другого то, что он мне не дал, то есть, совершил бы кражу, то это также не было бы милым и приятным для него. То, что не мило и неприятно мне, то же не мило и неприятно другому. Как я могу причинить другому то, что не мило и неприятно мне? Рассуждая так, он воздерживается от взятия того, что не дано, призывает других к отказу от взятия того, что не дано, восхваляет воздержание от взятия того, что не дано. Таким образом, его телесное поведение очищается в этих трёх аспектах. Далее, домохозяева, ученик благородных рассуждает так, если кто-либо совершил бы прелюбодеяние с моими женами, то это не было бы милым и приятным для меня. И, в таком случае, если бы я совершил прелюбодеяние с женами другого, то это также не было бы милым и приятным для него. Как я могу причинить другому то, что не мило и неприятно мне? Рассуждая так, он воздерживается от неблагого сексуального поведения, призывает других к отказу от неблагого сексуального поведения, восхваляет воздержание от неблагого сексуального поведения. Таким образом, его телесное поведение очищается в этих трёх аспектах. Далее, домохозяева, ученик благородных рассуждает так, если кто-либо разрушил бы моё благополучие лживыми речами, то это не было бы милым и приятным для меня. И, в таком случае, если бы я разрушил благополучие другого, то это также не было бы милым и приятным для него. Как я могу причинить другому то, что не мило и неприятным мне? Рассуждая так, он воздерживается от лжи, призывает других к отказу от лжи, восхваляет воздержание от лжи. Таким образом, его словесное поведение очищается в этих трёх аспектах. 5. Далее, домохозяева, ученик благородных рассуждает так, если кто-либо поссорил бы меня с друзьями с сей распри речью, то это не было бы милым и приятным для меня. И, в таком случае, если бы я поссорил другого с его друзьями с сей распри речью, то это также не было бы милым и приятным для него. Как я могу причинить другому то, что не мило и неприятным мне? Рассуждая так, он воздерживается от сей ущей распри речи, призывает других к отказу от сей ущей распри речи, восхваляет воздержание от сей ущей распри речи. Таким образом, его словесное поведение очищается в этих трёх аспектах. 6. Далее, домохозяева, ученик благородных рассуждает так, если кто-либо обратился бы ко мне с грубой речью, то это не было бы милым и приятным для меня. И, в таком случае, если бы я обратился к другому с грубой речью, то это также не было бы милым и приятным для него. Как я могу причинить другому то, что не мило и неприятным мне? Рассуждая так, он воздерживается от грубой речи, призывает других к отказу от грубой речи, восхваляет воздержание от грубой речи. Таким образом, его словесное поведение очищается в этих трёх аспектах. 7. Далее, домохозяева, ученик благородных рассуждает так, если кто-либо обратился бы ко мне с легкомысленной речью и пустословием, то это не было бы милым и приятным для меня. И, в таком случае, если бы я обратился к другому с легкомысленной речью и пустословием, то это также не было бы милым и приятным для него. Как я могу причинить другому то, что не мило и неприятным мне? Рассуждая так, он воздерживается от легкомысленной речи и пустословия, призывает других к отказу от легкомысленной речи и пустословия, восхваляет воздержание от легкомысленной речи и пустословия. Таким образом, его словесное поведение очищается в этих трех аспектах. Кроме того, он наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. И когда, домохозяева, ученик благородных наделен этими семью благими качествами и этими четырьмя желанными состояниями, то, если он пожелает, он может заявить о себе так, а да не будет, утробы животных не будет, состояния страдающих духов не будет, состояния лишений, плохих уделов, нижних миров не будет. Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к просветлению. Когда так было сказано, домохозяева Брахмана Бамбуковых врат сказали, «Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Мы принимаем прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть Благословенный помнит нас как мирских последователей, принявших в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь». Патхама Джиньякова Садха Сутта, Кирпичная зала 1. СН 55.8. «Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в натике в Кирпичной зале. И тогда Достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, монах по имени Салха скончался. Какова его участь, каков его будущий удел?» Монахиня по имени Нанда скончалась. Какова ее участь, каков ее будущий удел? Мирянин по имени Судата скончался. Какова его участь, каков его будущий удел? Мирянка по имени Суджата скончалась. Какова ее участь, каков ее будущий удел? Ананда, скончавшийся монах Салха с уничтожением пятен загрязнений ума еще в этой самой жизни вошел и пребывал в чистейшем освобождении ума, освобождении мудростью, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания. Скончавшаяся монахиня Нанда с полным уничтожением пяти нижних оков стала тем, кто переродился спонтанно в мире чистых обителей и там обретет окончательную Нейбану, не возвращаясь из того мира обратно в этот мир Скончавшийся мирянин Судатта с полным уничтожением трех нижних оков и с ослаблением жажды, злобы и заблуждения, стал однажды возвращающимся тем, кто вернется в этот мир лишь еще один раз и тогда и положит конец страданию Скончавшийся мирянка Судатта с полным уничтожением трех нижних оков стала вступившей в поток, освобожденной от нижних миров, непоколебимой в своей участи, направляющейся к просветлению Не стоит удивляться, Ананда, что человек умирает Но если каждый раз, когда кто-либо умер, ты будешь подходить и расспрашивать меня об этом, то это будет являться нарушением спокойствия Татхагаты Поэтому, Ананда, я научу тебя изложению Дхаммы, что именуется зеркалом Дхаммы, обладая которым, ученик благородных, если захочет, может объявить о себе, а да не будет, утробы животных не будет, состояния страдающих духов не будет, состояния лишений, плохих уделов, нижних миров не будет Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к просветлению И что это, Ананда, за изложение Дхаммы, зеркало Дхаммы, обладая которым, ученик благородных, если захочет, может объявить о себе так? 1. Вот, Ананда, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный 2. Он наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно 3. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира 4. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению Это, ананда, и является изложением Дхаммы, зеркалом Дхаммы, обладая которым, ученик благородных, если захочет, может объявить о себе, а да не будет, у тробы животных не будет, состояния страдающих духов не будет, состояния лишений, плохих уделов, нижних миров не будет Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к просветлению Дутио Джиньякова Сатха Сутта, Кирпичное Зало 2. СН 55.9. Сутта в точности идентична СН 55.8, но только имена всех четырех скончавшихся заменены на имя Асока, монах по имени Асока умер. Монахиня по имени Асока умерла. Мирянин по имени Асока умер. Мирянка по имени Асока умерла. Татио Джиньякова Сатха Сутта, Кирпичное Зало 3. СН 55.10. Сев рядом, Достопочтенный Ананда сказал благословенному, учитель, мирянин по имени Коката скончался в натике. Какова его участь, каков его будущий удел? Мирянин по имени Калинга. Никато. Катисаха. Туттха. Сентуттха. Пхадда. Субхадда умер в натике. Какова его участь, каков его будущий удел? Ананда, скончавшийся мирянин Коката с полным уничтожением пяти нижних оков стал тем, кто переродился спонтанно в мире чистых обителей и там обретет окончательную Ниббану, не возвращаясь из того мира обратно в этот мир. И то же самое и в отношении мирян Калинги, Никато, Катисахе, Туттхе, Сантуттхе, Пхадды, Субхадды. Более пятидесяти скончавшихся в натике мирян с полным уничтожением пяти нижних оков стали теми, кто переродился спонтанно в мире чистых обителей и там обретет окончательную Ниббану, не возвращаясь из того мира обратно в этот мир. Более чем девяносто скончавшихся в натике мирян с полным уничтожением трех нижних оков и с ослаблением жажды, злобы и заблуждения стали однажды возвращающимися теми, кто вернется в этот мир лишь еще один раз и тогда и положит конец страданию. Пятьсот шесть мирян, скончавшихся в натике, с полным уничтожением трех нижних оков стали вступившими в поток, освобожденными от нижних миров, непоколебимыми в своей участи, направляющимися к просветлению. Не стоит удивляться, Ананда, что человек умирает. Но если каждый раз, когда кто-либо умер, ты будешь подходить и расспрашивать меня об этом, то это будет являться нарушением спокойствия Татхагаты. Поэтому, Ананда, я научу тебя изложению Дхаммы, что называется зеркалом Дхаммы, обладая которым, ученик благородных, если захочет, может объявить о себе, а да не будет, у тробы животных не будет, состояния страдающих духов не будет, состояния лишений, плохих уделов, нижних миров не будет. Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к просветлению. И что это, Ананда, за раскрывание Дхаммы, зеркало Дхаммы, обладая которым ученик благородных, если захочет, может объявить о себе так? 1. Вот, Ананда, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Он наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 3. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, 4 пары или 8 типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. 4. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Это, Ананда, и является раскрыванием Дхаммы, зеркалом Дхаммы, обладая которым, ученик благородных, если захочет, может объявить о себе, а да не будет, утробы животных не будет, состояния страдающих духов не будет, состояния лишений, плохих уделов, нижних миров не будет. Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к просветлению. Сахасабхикхуни Сангха Сутта, Тысяча монахинь. СН 55.11. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в Царском парке. И тогда Сангха из Тысяча монахинь подошла к благословенному, поклонилась ему, и встала рядом. И благословенный обратился к этим монахиням, монахини, ученик благородных, наделенный этими четырьмя вещами, является вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Какими четырьмя? Приглашающее пойти и увидеть, ведущее к цели, познаваемое мудрыми самостоятельно. Три, он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути. Другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Четыре, он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Ученик благородных, монахини, наделенный этими четырьмя вещами является вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Брахмана сутта, Брахманы. СН 55.12. В Саваттхе. Монахи, Брахманы провозглашают путь, называемый направлением ввысь. Они наставляют своих учеников так, «Давай же, почтенный, вставай рано утром и иди на восток. Когда будешь идти так, то не обходи и встречающийся на пути впадину, обрыв, столб, колючки, деревенский пруд или выгребную яму. Возможно, тебе стоит ждать смерти там, куда ты упадешь. Так, почтенный, после распада тела, после смерти, ты переродишься в благому деле, в небесном мире». Монахи, практика этих брахманов – это глупый путь, дурацкий путь. Он не ведет к устранению очарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к пробуждению, к неббане. Но я, монахи, провозглашаю путь, ведущий в выизвучении благородных, путь, который ведет к абсолютному устранению очарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к пробуждению, к неббане. И что это за путь, монахи, что ведет ввысь, что ведет к абсолютному устранению очарованности, к неббане? 1. Вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Он наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 3. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, 4 пары или 8 типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. 4. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Таков, монахи, путь, ведущий к абсолютному устранению очарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к пробуждению, к неббане. Ананда Тхирасутта, Ананда. СН 55-13. Однажды Достопочтенный Ананда и Достопочтенный Сарипутта пребывали в Савайт-Тхиросиджеты в монастыре Анадхайпиндики. И тогда, вечером, Достопочтенный Сарипутта вышел из затворничества, подошел к Достопочтенному Ананде, и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями, он сел рядом, и сказал Достопочтенному Ананде, друг Ананда, сколько вещей нужно отбросить и сколькими вещами, нужно обладать людям, чтобы благословенный заявил о них так, он, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к просветлению. Друг, людям нужно отбросить четыре вещи и обладать четырьмя вещами для того, чтобы благословенный заявил о них так. Какими четырьмя? Один, друг, у человека нет недоверия по отношению к Будде, которым наделен необученный заурядный человек, из-за которого последний после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. У человека есть подтвержденная вера в Будду, которой наделен обученный ученик благородных, из-за которой последний после распада тела, после смерти, перерождается в благом уделе, в небесном мире, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Друг, у человека нет недоверия по отношению к Дхамме, которым наделен необученный заурядный человек, из-за которого последний после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. У человека есть подтвержденная вера в Дхамму, которой наделен обученный ученик благородных, из-за которой последний после распада тела, после смерти, перерождается в благом уделе, в небесном мире, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Друг, у человека нет недоверия по отношению к Дхамме, которым наделен необученный заурядный человек, из-за которого последний после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. У человека есть подтвержденная вера в Сангху, которой наделен обученный ученик благородных, из-за которой последний после распада тела, после смерти, перерождается в благом уделе, в небесном мире, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути. Другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Четыре, друг, у человека нет безнравственности, которой наделен необученный заурядный человек, из-за которой последний после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. У человека есть нравственные качества, которые дороги благородным, которыми обладает ученик благородных, из-за которых последний после распада тела, после смерти, перерождается в благом уделе, в небесном мире, эти нравственные качества, которые дороги благородным, таковы, прочные, цельные, незапятненные, освобождающие, восхваляемые мудрецами, яркие, ведущие к сосредоточению. Друг, людям нужно отбросить эти четыре вещи и обладать этими четырьмя вещами для того, чтобы благословенный заявил о них так, он, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к просветлению. Дуггати Пхая Сутта – Плохой Удел 1 СН 55.14 Благословенный сказал, монахи, ученик благородных, наделенный этими четырьмя вещами, преодолел всякий страх плохого удела. Какими четырьмя? 1. Вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Он наделен подтвержденной верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 3. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, 4 пары или 8 типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. 4. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Ученик благородных, наделенный этими четырьмя вещами, преодолел всякий страх плохого удела. 5. Дуггатевини Потапховая сутта «Плохой удел» 2. СН 55-15. Эта сутта в точности идентична СН 55-14, но только вместо фразы «плохой удел» здесь идет фраза «плохой удел», нижние миры. 6. Подтхама Миттамача сутта «Друзья и коллеги» 1. СН 55-16. Благословенный сказал, «Монахи, тех, кому у вас есть сострадание, и кто относится к вам со вниманием, друзей или коллег, родственников и родню». 7. Их вам следует наставлять, утверждать, укреплять в подтвержденной вере в Будду таким образом, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 8. Их вам следует наставлять, утверждать, укреплять в подтвержденной вере в Дхамму таким образом, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 8. Их вам следует наставлять, утверждать, укреплять в подтвержденной вере в Сангху таким образом, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути. 9. Другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Их вам следует наставлять, утверждать, укреплять в нравственных качествах, которые дороги благородным, прочных, цельных, незапятнанных, освобождающих, восхваляемых мудрецами, ярких, ведущих к сосредоточению. Тех, кому у вас есть сострадание, и кто относится к вам со вниманием, друзей или коллег, родственников и родню, их вам следует наставлять, утверждать, укреплять в этих четырех факторах вступления в поток. Дутио Меттамача Сутта, друзья и коллеги 2. СН 55-17. Благословенный сказал, монахи, тех, кому у вас есть сострадание, и кто относится к вам со вниманием, друзей или коллег, родственников и родню, их вам следует наставлять, утверждать, укреплять в этих четырех факторах вступления в поток. Каких четырех? Один, вам следует их наставлять, утверждать, укреплять в подтвержденной вере в Будду таким образом, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Монахи, можно увидеть перемену в четырех великих элементах, в элементе земли, элементе воды, элементе тепла, элементе воздуха, но не может быть перемены в ученике благородных, который наделен подтвержденной верой в Будду. Перемена здесь такова, чтобы ученик благородных, наделенный подтвержденной верой в Будду, переродился бы в Аду, в мире животных, среди страдающих духов. Такого не может произойти. 2. Вам следует их наставлять, утверждать, укреплять в подтвержденной вере в Дхамму таким образом, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 3. Вам следует их наставлять, утверждать, укреплять в подтвержденной вере в Сангху таким образом, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, идущих по совершенному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, Четыре пары или восемь типов личностей – это сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Монахи, можно увидеть перемены в четырех великих элементах – в элементе земли, элементе воды, элементе тепла, элементе воздуха, но не может быть перемены в ученике благородных, который наделен подтвержденной верой в сангху. Четыре, вам следует их наставлять, утверждать, укреплять в нравственных качествах, которые дороги благородным, прочных, цельных, незапятненных, освобождающих, восхваляемых мудрецами, ярких, ведущих к сосредоточению. Монахи, можно увидеть перемены в четырех великих элементах – в элементе земли, элементе воды, элементе тепла, элементе воздуха, но не может быть перемены в ученике благородных, который наделен нравственными качествами, которые дороги благородным. Перемена здесь такова, чтобы ученик благородных, наделенный нравственными качествами, который дороги благородным, переродился бы в аду, в мире животных, среди страдающих духов. Такого не может произойти. Тех, кому у вас есть сострадание, и кто относится к вам со вниманием, друзей или коллег, родственников и родню, их вам следует наставлять, утверждать, укреплять в этих четырех факторах вступления в поток. Патхама Довачарика Сутта, Посещение Довов-1. СН 55.18. В Саваттхе. И тогда, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, достопочтенный Махамат Галлана исчез из рощи Джета и появился среди божеств Товатимзы. И тогда группа Довов-2 подошла к достопочтенному Махамат Галлане, поклонившись ему, встала рядом. И тогда и достопочтенный Махамат Галлана обратился к этим божествам. Хорошо, друзья, обладать подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Из-за наличия подтвержденной верой в Будду некоторые существа здесь, после распада тела, после смерти, перерождаются в благому деле, в небесном мире. Хорошо, друзья, обладать подтвержденной верой в Дхамму. Хорошо, друзья, обладать подтвержденной верой в Санху. Хорошо, друзья, обладать нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Из-за наличия нравственных качеств, которые дороги благородным, некоторые существа здесь, после распада тела, после смерти, перерождаются в благом уделе, в небесном мире. Хорошо, почтенный Макгаллана, обладать подтвержденной верой в Будду. Тхаму. Сангху, нравственными качествами, ведущими к сосредоточению. Потому что из-за наличия нравственных качеств, которые дороги благородным, некоторые существа здесь, после распада тела, после смерти, перерождаются в благом уделе, в небесном небесном мире. Дутия Довачарика сутта, посещение Довов 2. СН 55-19. Сутта в точности идентична СН 55-18, но только вместо фразы перерождаются в благом уделе здесь идёт фраза переродились в благом уделе. Татья Довачарика сутта, посещение Довов 3. СН 55-20. И тогда, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямлённую, благословенно исчез из рощи Джета и появился среди божеств Товатимсы. И тогда группа Довов Товатимсы подошла к благословенному, поклонившись ему, встала рядом. И тогда благословенный обратился к этим божествам. Хорошо, друзья, обладать подтверждённой верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробуждённый, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойдённый учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробуждённый, благословенный. Из-за наличия подтверждённой веры в Будду некоторые существа здесь являются вступившими в поток, освобождёнными от нижних миров, непоколебимыми в своей участи, направляющимися к просветлению. Хорошо, друзья, обладать подтверждённой верой в Дхаму. Хорошо, друзья, обладать подтверждённой верой в Санху. Хорошо, друзья, обладать нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Из-за наличия нравственных качеств, которые дороги и благородным, некоторые существа здесь являются вступившими в поток, освобожденными от нижних миров, непоколебимыми в своей участи, направляющимися к просветлению. Хорошо, многоуважаемый, обладать подтвержденной верой в Будду, Тхаму, Санху, нравственными качествами, ведущими к сосредоточению. Потому что из-за наличия нравственных качеств, которые дороги и благородным, некоторые существа здесь являются вступившими в поток, освобожденными от нижних миров, непоколебимыми в своей участи, направляющимися к просветлению. Маханама сутта, к Маханаме 1. СН 55-21. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в стране Сакьев-Капилаваттху в парке Нингродхи. И тогда Маханама из рода Сакьев отправился к Благословенному, по прибытии, поклонившись, сел рядом. Затем он обратился к Благословенному, «Господин, этот город Капилаваттху богатый и процветающий, густо населенный, его улицы переполнены толпами людей. Иногда, когда я вхожу в Капилаваттху вечером после вдохновляющих встреч с Благословенным или с монахами, я встречаюсь с несущимся слоном или лошадью, с несущейся колесницей или повозкой, с несущимся человеком. В этот момент мое пометование о Благословенном затуманивается, мое пометование о Дхаме, о Сангхе затуманивается. Мысль приходит ко мне, если я умру в этот самый миг, каковой будет моя судьба, какой будет моя дальнейшая участь. Не бойся, Маханама. Не бойся. Твоя смерть не будет плохой, твоя кончина не будет печальной. Тот, чьим долгое время был ухожен верой, ухожен нравственностью, ухожен изучением Дхаммы, ухожен отречением, ухожен мудростью, у того, когда тело, обладающее формой, состоящее из четырех великих элементов, рожденное от отца и матери, возвращенное кашей рисом, подверженное непостоянству, трению, давлению, распаду и рассеиванию, съедается воронами, грифами, ястребами, собаками, гиенами или всяческими существами, ум, который долгое время был ухожен верой, ухожен нравственностью, ухожен изучением, ухожен отречением, ухожен мудростью, взмывает и отделяется. Представь, как если бы человек бросил банку с топленым маслом или простым маслом в глубокое озеро, в котором она бы разбилась, осколки и фрагменты банки пошли бы на дно, тогда как топленое масло или простое масло всплыло бы и отделилось. Точно так же, у того, чей ум долгое время был ухожен верой, ухожен нравственностью, ухожен изучением, ухожен отречением, ухожен мудростью, то тогда, когда тело съедается воронами, грифами, ястребами, собаками, гиенами или всяческими существами, ум взмывает и отделяется. Не бойся, Маханама. Не бойся. Твоя смерть не будет плохой, твоя кончина не будет печальной. Дутио Маханама сутта, Маханама 2. СН 55-22. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в стране Сакьев-Капилаваттху в парке Негродхи. И тогда Маханама из рода Сакьев отправился к Благословенному и, по прибытии, поклонившись, сел рядом. Затем он обратился к Благословенному, «Господин, этот город Капилаваттху богатый и процветающий, густо населенный, его улицы переполнены толпами людей. Иногда, когда я вхожу в Капилаваттху вечером после вдохновляющих встреч с Благословенным или с монахами, я встречаюсь с несущимся слоном или лошадью, с несущейся колесницей или повозкой, с несущимся человеком. В этот момент мое пометование о Благословенном затуманивается, мое пометование о Дхаме, о Сангхе затуманивается. Мысль приходит ко мне, если я умру в этот самый миг, каковой будет моя судьба, какой будет моя дальнейшая участь. Не бойся, Маханама. Не бойся, Маханама. Твоя смерть не будет плохой, твоя кончина не будет печальной. Ученик Благородных, наделенный четырьмя вещами, склоняется, устремляется, направляется к Неббане. Какими четырьмя? Один, вот, Маханама, ученик Благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Два, он наделен подтвержденной верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Три, он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Четыре, он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Представь, Маханама, как если бы дерево склонялось, устремлялось, направлялось к востоку. Если бы его срубили у основания, в какую сторону оно бы упало? Господин, оно бы упало в том направлении, в котором оно склонялось, устремлялось, направлялось. Точно так же, Маханама, ученик благородных, наделенный этими четырьмя вещами, склоняется, устремляется, направляется к Ниббане. Годхасакка сутта, Годха. СН 55-23. Вкопила Ватфу. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к Годхи из клана Сакьев и сказал ему, сколькими вещами, Годха, должен обладать человек, чтобы ты признал его вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению? Когда человек обладает тремя вещами, Маханама, я признаю его вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Какими тремя? Вот, Маханама, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Когда человек обладает этими тремя вещами, Маханама, я признаю его вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Но, Маханама, сколькими вещами на твой взгляд должен обладать человек, чтобы ты признал его вступившим в поток, направляющимся к просветлению? Годха, когда человек обладает этими четырьмя вещами, я признаю его вступившим в поток, направляющимся к просветлению. Какими четырьмя? 1. Вот, Годха, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду. 2. Подтвержденной верой в Дхамму. 3. Подтвержденной верой в Сангху. 4. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Когда человек обладает этими четырьмя вещами, я признаю его вступившим в поток, направляющимся к просветлению. Подожди, Маханама. Подожди, Маханама. Только благословенный может знать о том, обладает ли человек этими вещами или нет. Ну же, Годха, пойдем к благословенному. Подойдя, расскажем ему об этом. И тогда Маханама из клана Сакьев и Годха из клана Сакьев подошли к благословенному, поклонились ему и сели рядом. И затем Маханама рассказала об их беседе, добавив, «Господин, может статься так, что возникнет некое обсуждение на предмет Дхаммы. Благословенный займет одну позицию, а Сангха монахов – другую. Какую бы позицию ни занял благословенный, я бы принял эту сторону также. Пусть благословенный помнит меня как того, кто обладает таким доверием. Господин, может статься так, что возникнет некое обсуждение на предмет Дхаммы. Благословенный займет одну позицию, а Сангха монахов и Сангха монахинь – другую. Господин, может статься так, что возникнет некое обсуждение на предмет Дхаммы. Благословенный займет одну позицию, а Сангха монахов, и Сангха монахинь, и группа мирян, другую. Господин, может статься так, что возникнет некое обсуждение на предмет Дхаммы. Благословенный займет одну позицию, а Сангха монахов, и Сангха монахинь, и группа мирян, и группа мирянок, другую. Какую бы позицию ни занял Благословенный, я бы принял эту сторону также. Пусть Благословенный помнит меня как того, кто обладает таким доверием. Господин, может статься так, что возникнет некое обсуждение на предмет Дхаммы. Благословенный займет одну позицию, а Сангха монахов, и Сангха монахинь, и группа мирян, и группа мирянок, и весь мир с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, другую. Какую бы позицию ни занял Благословенный, я бы принял эту сторону также. Пусть Благословенный помнит меня как того, кто обладает таким доверием. Благословенный ответил, Годха, когда он так говорит, что бы ты сказала Маханами из клана Сакиев? Когда он так говорит, господин, я бы ничего не сказала Маханами из клана Сакиев кроме хорошего и благого. Патхама Саракани Сутта, Саракани 1. СН 55-24. Вкопила Аватфу. В то время недавно скончавшийся Саракани из клана Сакиев был объявлен вступившим в поток самим Благословенным, не способным более родиться в нижних мирах, направляющимся к просветлению. По этому случаю ряд Сакиев при встрече друг с другом, или собравшись в компанию, были возмущены, раздражены, и говорили с издевкой, чудное дело, поразительно. Теперь кто угодно может стать вступившим в поток, если уж Благословенный объявил таковым недавно скончавшегося Саракани, объявил его не способным более родиться в нижних мирах, направляющимся к просветлению. Как же так, если Саракани пал в своей тренировке и начал пить? 1. Тогда Маханама из клана Сакиев отправился к Благословенному, поклонился ему, и рассказал обо всем, что произошло. Благословенный ответил, Маханама, мирянин, который уже давно принял прибежище в Будде, Дхаме, и Сангхе, как он может оказаться в нижних мирах? 2. 1. Маханама, бывает так, когда человек наделен непоколебимой верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он наделен непоколебимой верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Он наделен непоколебимой верой в Сангху, в Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Он легко и быстро совершенствует мудрость и достигает освобождения. 3. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений он в этой самой жизни достиг незапятнанного освобождения ума, освобождения через мудрость, и пребывает в этом. Этот человек полностью освобожден от Эда, от перерождения животным, от мира голодных духов, полностью освобожден от падения, порочного пути, скорбных уделов. 2. Бывает так, Маханама, когда человек наделен непоколебимой верой в Будду. 3. Тхаму. Санху. Он легко и быстро совершенствует мудрость и не достигает освобождения. Уничтожив пять нижних оков, он переродится спонтанно в мире чистых обителей, где достигнет Ниббана и никогда более не вернется назад из того мира обратно в этот мир. Этот человек полностью освобожден от Эда, от перерождения животным, от мира голодных духов, полностью освобожден от падения, порочного пути, скорбных уделов. 3. Бывает так, Маханама, когда человек наделен непоколебимой верой в Будду. 3. Тхаму. Санху. Он не продвигается легко и быстро в совершенствовании мудрости и не достигает освобождения. И, все же, уничтожив три нижние оковы и ослабив жажду, злобу, и заблуждение, он является однажды возвращающимся, который лишь единожды вернется в этот мир и положит конец страданиям. Этот человек полностью освобожден от Эда, от перерождения животным, от мира голодных духов, полностью освобожден от падения, порочного пути, скорбных уделов. 4. Бывает так, Маханама, когда человек наделен непоколебимой верой в Будду. Тхаму. Санху. Он не продвигается легко и быстро в совершенствовании мудрости и не достигает освобождения. И, все же, уничтожив три нижние оковы, он является вступившим в поток, не способным родиться в скорбных уделах и направляющимся к просветлению. Этот человек полностью освобожден от Эда, от перерождения животным, от мира голодных духов, полностью освобожден от падения, порочного пути, скорбных уделов. 5. Бывает так, Маханама, когда человек даже не имеет непоколебимой веры в Будду. Тхаму. Санху. Он не продвигается легко и быстро в совершенствовании мудрости и не достигает освобождения. Но у него есть следующее качество – качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. И с помощью мудрости он рассмотрел и до определенной степени согласился с тем, что провозгласил Татхагата. Этот человек не направляется в мир голодных духов, к падению, к порочному пути, скорбным уделам. 6. Бывает так, Маханама, когда человек даже не имеет непоколебимой веры, веры в Будду. Тхаму. Санху. Он не продвигается легко и быстро в совершенствовании мудрости и не достигает освобождения. Но у него есть следующее качество – качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости, и у него есть доверие и симпатия к Татхагате. Этот человек также не направляется в мир голодных духов, к падению, к порочному пути, скорбным уделам. 4. Маханама, если бы эти великие соловые деревья могли бы различать хорошо сказанные от плохо сказанного, я бы провозгласил эти великие соловые деревья вступившими в поток, направляющимися к просветлению, так что уж говорить о сорокане из клана Сакиев. Маханама, сорокане из клана Сакиев исполнил тренировку в момент смерти. 5. 1. Примечание переводчика СВ, судя по всему речь идет о том, что сорокане был монахом, но растригся, вернувшись к мирской жизни, и более того, пристрастился к алкоголю. 2. Примечание переводчика СВ, речь идет о сорокане. 3. Подобная фраза используется в суттах отношений с арепутой. Есть четыре типа. 1. Достигающий араханство быстро и без трудностей, как в случае с арепутой. 2. Быстро, но с трудностями, как в случае с Махамагаланой. 3. Медленно, но без трудностей. 4. Медленно и с трудностями. 4. Примечание переводчика СВ, в пятом случае речь идет о бедущем за счет Дхаммы, в шестом случае речь идет о бедущем за счет веры. Оба эти типа личности не способны более родиться в низших уделах и в этой самой жизни обязательно достигнут плодовступления в поток, отбросив три нижние оковы. Подробности смотри. В СН 25. По заметке достопочтенного Бодхи, в случае этих личностей не сказано, что они освобождены от рождения в аду, потому что подлинное такое освобождение обретается только с достижением плодовступления в поток, который только еще будет достигнут этими личностями в этой самой жизни. 5. Примечание переводчика СВ. Очевидно, здесь Будда подтверждает, что Саракани был одним из типов личностей, описанных в сутте в пятом или шестом пункте. Они не способны умереть, не достигнув плодовступления в поток, что подтвердилось в случае Саракани в момент его смерти. Дутия Саракани Сутта, Саракани 2. СН 55.25. Вкопила Аватфу. В то время недавно скончавшийся Саракани из клана Сакьев самим благословенным был объявлен вступившим в поток, не способным более родиться в нижних мирах, направляющимся к просветлению. По этому случаю, ряд Сакьев при встрече друг с другом, или собравшись в компанию, были возмущены, раздражены, и говорили с издевкой, чудное дело, поразительно. Теперь кто угодно может стать вступившим в поток, если уж благословенный объявил таковым недавно скончавшегося Саракани, объявил его неспособным более родиться в нижних мирах, направляющимся к просветлению. Как же так, если Саракани пал в своей тренировке? Тогда Маханама из клана Сакьев отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и рассказал ему об этом. Благословенный ответил, Маханама, мирянин, который уже давно принял прибежище в Будде, в Хаме, и Сангхе, как он может отправиться в нижние миры? Маханама, долгое время Саракани из клана Сакьев принимал прибежище в Будде, в Хаме, в Сангхе, так как же он может отправиться в нижние миры? Один, Маханама, бывает так, что человек полностью предан Будде и имеет к нему полное доверие таким образом, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. И то же в отношении Дхамы и Сангхи. Он тот, у кого радостная мудрость, стремительная мудрость, и он достиг освобождения. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, реализовав это для себя прямым знанием. Это человек, Маханама, освобожден от ада, от мира животных, от мира страдающих духов, освобожден от состояния лишений, от неблагих уделов, от нижних миров. Два, вот, Маханама, человек полностью предан Будде и имеет к нему полное доверие таким образом. И то же в отношении Дхамы и Сангхи. Он тот, у кого радостная мудрость, стремительная мудрость, но он еще не достиг освобождения. С уничтожением пяти нижних оков он стал тем, кто обретает окончательные знания уже в этой жизни, или тем, кто обретает окончательные знания в момент смерти, или достигнет нигбаны в промежутке, или достигнет нигбаны по приземлению, или достигнет нигбаны с бесприложением усилия, или достигнет нигбаны с приложением усилия, или будет тем, кто направляется вверх, к миру Аканитха. Это человек, Маханама, также освобожден от ада, от мира животных, от мира страдающих духов, освобожден от состояния лишений, от неблагих уделов, от нижних миров. Три, вот, Маханама, человек полностью предан Будде и имеет к нему полное доверие таким образом. И то же в отношении Дхамы и Сангхи. Он не тот, у кого радостная мудрость, не тот, у кого стремительная мудрость, и он еще не достиг освобождения. И, все же, с полным уничтожением трех нижних оков и с ослаблением жажды, злобы, и заблуждения, он является однажды возвращающимся, который лишь единожды вернется в этот мир и положит конец страданиям. Это человек, Маханама, также освобожден от ада, от мира животных, от мира страдающих духов, освобожден от состояния лишений, от неблагих уделов, от нижних миров. Четыре, вот, Маханама, человек полностью предан Будде и имеет к нему полное доверие таким образом. И то же в отношении Дхамы и Сангхи. Он не тот, у кого радостная мудрость, не тот, у кого стремительная мудрость, и он еще не достиг освобождения. И, все же, с полным уничтожением трех нижних оков он является вступившим в поток, не способным родиться в нижних мирах и направляющимся к просветлению. Это человек, Маханама, также освобожден от ада, от мира животных, от мира страдающих духов, освобожден от состояния лишений, от неблагих уделов, от нижних миров. 5. Вот, Маханама, человек не полностью предан Будде и не имеет к нему полного доверия таким образом, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. И тоже в отношении Дхамы и Сангхи. Он не тот, у кого радостная мудрость, не тот, у кого стремительная мудрость, и он еще не достиг освобождения. Но у него есть следующие пять вещей, качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. И он принял провозглашенные Татхагата и учения после того, как обдумал их до определенной степени своей мудростью. Этот человек, Маханама, также является тем, кто не отправляется в ад, в мир животных, в мир страдающих духов, в нижние миры. 6. Вот, Маханама, человек не полностью предан Будде и не имеет к нему полного доверия. Таким образом, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. И тоже в отношении Дхамы и Сангхи. Он не тот, у кого радостная мудрость, не тот, у кого стремительная мудрость, и он еще не достиг освобождения. Но у него есть следующие пять вещей, качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. И у него есть достаточное доверие, достаточная преданность к Татхагате. Этот человек, Маханама, также является тем, кто не отправляется в ад, в мир животных, в мир страдающих духов, в нижние миры. Представь, Маханама, плохое поле с плохой почвой, дни на котором не выкорчеваны, а посаженные на поле семена были бы разбиты, испорчены, повреждены ветром и солнцем, не плодоносные, не ухоженные, и с неба не проливалось бы достаточно дождя. Могло бы статься так, чтобы эти семена достигли роста, прибавления, разрастания? Нет, господин. Точно так же, Маханама, бывает так, когда Дхама плохо разъяснена, плохо провозглашена, не ведет к освобождению, не ведет к покою, поведана тем, кто не является полностью просветленным. Это, я говорю тебе, схоже с плохим полем. И вот ученик пребывает в этой плохой Дхаме, практикует в соответствии с ней, практикует надлежащим образом, ведет себя соответствующе. Это, я говорю тебе, схоже с плохим семенем. Представь, Маханама, хорошее поле с хорошей почвой, тщательно очищенное от тней, а посаженные семена были бы не разбитыми, не испорченными, не поврежденными ветром и солнцем, плодоносные, ухоженные, и с неба проливалось бы достаточно дождя. Могло бы статься так, чтобы эти семена достигли роста, прибавления, разрастания? Да, господин. Точно так же, Маханама, бывает так, когда Дхама хорошо разъяснена, хорошо провозглашена, ведет к освобождению, ведет к покою, поведана тем, кто является полностью просветленным. Это, я говорю тебе, схоже с хорошим полем. И вот ученик пребывает в этой Дхаме, практикует в соответствии с ней, практикует надлежащим образом, ведет себя соответствующе. Это, я говорю тебе, схоже с хорошим семенем. Так что уж говорить о сорокании из клана Сакьев. Маханама, сорокании из клана Сакьев исполнил тренировку в момент смерти. Патхама Анатхапиндика сутта, Анатхапиндика 1. СН 55-26. В Саваттхе. И в то время домохозяин Анатхапиндика был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И тогда домохозяин Анатхапиндика обратился к некоему человеку так, ну же, почтенный, пойди к достопочтенному Сарипутте, поклонись ему в ноги от моего имени и скажи, достопочтенный, домохозяин Анатхапиндика нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он выражает почтение достопочтенному Сарипутте, кланяясь ему в ноги. И затем скажи, было бы хорошо, достопочтенный, если бы достопочтенный Сарипутта из сострадания пришел бы домой к домохозяину Анатхапиндика. Конечно, господин, ответил человек и отправился к достопочтенному Сарипутте, поклонился ему и сел рядом, а затем донес послание. Достопочтенный Сарипутта молча согласился. И затем, утром, достопочтенный Сарипутта, одевшись, взяв в чашу и верхнее одеяние, отправился домой к домохозяину Анатхапиндики вместе с сопровождавшим его достопочтенным Анандой. Там он сел на подготовленное для него сидение и сказал домохозяину Анатхапиндики, я надеюсь, ты поправляешься, домохозяин, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Достопочтенный, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Один, у тебя, домохозяин, нет недоверия к Будде, которым обладает необученный заурядный человек, из-за чего он после распада тела, после смерти, переродится в состояние лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Но у тебя есть подтвержденная вера в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Если ты будешь рассматривать в себе эту подтвержденную веру в Будду, то твои боли могут прямо тут же и утихнуть. У тебя, домохозяин, нет недоверия к Дхамме, которым обладает необученный заурядный человек, из-за чего он после распада тела, после смерти, переродится в состояние лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Но у тебя есть подтвержденная вера в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Если ты будешь рассматривать в себе эту подтвержденную веру в Дхамму, то твои боли могут прямо тут же и утихнуть. 3. У тебя, домохозяин, нет недоверия к Сангхе, которым обладает необученный заурядный человек, из-за чего он после распада тела, после смерти, переродится в состояние лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Но у тебя есть подтвержденная вера в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Если ты будешь рассматривать в себе эту подтвержденную веру в Сангху, то твои боли могут прямо тут же и утихнуть. 4. У тебя, домохозяин, нет безнравственности, которая обладает необученный заурядный человек, из-за чего он после распада тела, после смерти, переродится в состояние лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Но у тебя есть эти нравственные качества, которые дороги благородным, прочные, цельные, не запятненные, освобождающие, восхваляемые мудрецами, яркие, ведущие к сосредоточению. Если ты будешь рассматривать в себе эти нравственные качества, которые дороги благородным, то твои боли могут прямо тут же и утихнуть. 5. У тебя, домохозяин, нет неправильных воззрений, которыми обладает необученный заурядный человек, из-за чего он после распада тела, после смерти, переродится в состояние лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Но у тебя правильные воззрения. Если ты будешь рассматривать в себе эти правильные воззрения, то твои боли могут прямо тут же и утихнуть. 6. У тебя, домохозяин, нет неправильного устремления, неправильной речи, неправильного действия, неправильных средств к жизни, неправильного усилия, неправильной осознанности, неправильного сосредоточения, неправильного знания, неправильного освобождения, которым обладает необученный заурядный человек, из-за чего он после распада тела, после смерти, переродится в состояние лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Но у тебя есть правильные устремления, правильные освобождения. 1. Если ты будешь рассматривать в себе это правильное освобождение, то твои боли могут прямо тут же и утихнуть. И тогда боли домохозяина Анатхапиндики в тот же миг и утихли. И тогда домохозяин Анатхапиндика поделился с достопочтенными Сарипуттой Анандой едой из своей собственной посуды. И когда достопочтенный Сарипутта поел и вымыл руки и чашу, домохозяин Анатхапиндика взял более низкое сидение, сел рядом, и достопочтенный Сарипутта обратился к нему следующими строфами. «Коль веру в Тадхага, то ты наделен, той, что прочно и непоколебимо, а также поведением нравственным благим, что благородный ценит, восхваляет, коль в Санхе есть уверенность в тебе, и выправлены все твои воззрения, то скажет о тебе, что ты не беден, и жизнь твоя не прожита зазря. Поэтому тот, кто способен к пониманию, держав уме учений Будды, пусть вере посвятит себя и добродетели, уверенности, равно как и Дхам и видению». И тогда достопочтенный Сарипутта, поблагодарив домохозяина Анатхапиндику этими строфами, поднялся со своего сидения и ушел. И затем достопочтенный Ананда отправился к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, «Ананда, откуда путь держишь средь бела дня?» Учитель, достопочтенный Сарипутта воодушевлял домохозяина Анатхапиндику такими-то и такими-то наставлениями. Сарипутта мудр, Ананда. Сарипутта наделен великой мудростью, до такой степени, что он может рассмотреть четыре фактора вступления в поток в десяти перспективах. Один, несколько странно то, что Анатхапиндике, вступившему в поток, в данной сути приписаны девять и десять факторов благородного восьмеричного пути, правильные знания и правильное освобождение, которые, по сути, являются плодом пути, согласно Маджхима Никае 3, 76, подразумевают араханство, ученик, секха, наделен восьми факторами пути, а не ученик, а секха, то есть арахант, наделен десятью факторами пути. Примечание переводчика СВ, однако, комментарий Конгуттара Никае поясняет, что под этими факторами подразумеваются более низкие плоды, чем полное просветление, то есть плод вступления в поток, однажды возвращения, не возвращения. Дутио Анатхапиндика сутта, Анатхапиндика 2. СН 55-27. И в то время домохозяин Анатхапиндика был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И тогда домохозяин Анатхапиндика обратился к некоему человеку так, «Ну же, почтенный, пойди к достопочтенному Ананде, поклонясь ему в ноги от моего имени и скажи, «Достопочтенный, домохозяин Анатхапиндика нездоров, поражен болезнью, серьезно болен». Он выражает почтение достопочтенному Ананде, кланясь ему в ноги. И затем скажи, «Было бы хорошо, достопочтенный, если бы достопочтенный Ананда из сострадания пришел бы домой к домохозяину Анатхай Пиндике. Конечно, господин, ответил человек и отправился к достопочтенному Ананде, поклонился ему и сел рядом, а затем донес послание. Достопочтенный Ананда молча согласился. И затем, утром, достопочтенный Ананда, одевшись, взяв чашу и верхнее одеяние, отправился домой к домохозяину Анатхай Пиндике. Там он сел на подготовленное для него сиденье и сказал домохозяину Анатхай Пиндике, «Я надеюсь, ты поправляешься. Домохозяин, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Достопочтенный, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Домохозяин, у необученного заурядного человека, который наделен этими четырьмя вещами, имеется ужас, трепет и страх перед неминуемой смертью. Один. Какими четырьмя? Вот, домохозяин, необученный заурядный человек наделен недоверием к Будде, и когда он рассматривает в себе это недоверие к Будде, то возникает ужас, трепет и страх перед неминуемой смертью. Далее, домохозяин, необученный заурядный человек наделен недоверием к Дхамме, и когда он рассматривает в себе это недоверие к Дхамме, то возникает ужас, трепет, и страх перед неминуемой смертью. Далее, домохозяин, необученный заурядный человек наделен недоверием к Сангхе, и когда он рассматривает в себе это недоверие к Сангхе, то возникает ужас, трепет, и страх перед неминуемой смертью. Далее, домохозяин, необученный заурядный человек безнравственен, и когда он рассматривает в себе эту безнравственность, то возникает ужас, трепет, и страх перед неминуемой смертью. У необученного заурядного человека, который наделен этими четырьмя вещами, имеется ужас, трепет, и страх перед неминуемой смертью. Домохозяин, у ученика благородных, наделенного этими четырьмя вещами, не возникает ужаса, трепета, и страха перед неминуемой смертью. Какими четырьмя? Один, вот, домохозяин, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Когда он рассматривает в себе эту подтвержденную веру в Будду, то у него не возникает ужаса, трепета, и страха перед неминуемой смертью. Далее, домохозяин, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Тхамму. Тхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Когда он рассматривает в себе эту подтвержденную веру в Тхамму, то у него не возникает ужаса, трепета, и страха перед неминуемой смертью. Три, далее, домохозяин, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Когда он рассматривает в себе эту подтвержденную веру в Сангху, то у него не возникает ужаса, трепета, и страха перед неминуемой смертью. Три, далее, домохозяин, ученик благородных наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Когда он рассматривает в себе эти нравственные качества, которые дороги благородным, то у него не возникает ужаса, трепета, и страха перед неминуемой смертью. У ученика благородных, наделенного этими четырьмя вещами, не возникает ужаса, трепета, и страха перед неминуемой смертью. «Я не боюсь, господин Ананда. С чего бы мне бояться? Ведь я, господин, наделен подтвержденной верой в Будду, Тхаму, Сангху. А что касается тех правил тренировки для мирян, которым учил благословенный, то я не вижу в себе такого, чтобы какое-либо из них было бы нарушено. Какое благо для тебя, домохозяин? Какое великое благо для тебя, домохозяин? Ты, домохозяин, провозгласил плод вступления в поток. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о страхе перед попаданием в нижние миры после смерти, а не о страхе смерти как таковым. Патхам Абхайвер Пасанта сутта, устрашающая враждебность 1. СН 55-28. Данная сутта полностью идентична СН 12-41. Дутия Абхайвер Пасанта сутта, устрашающая враждебность 2. СН 55-29. Данная сутта полностью идентична СН 12-41, но только вместо Анатхапиндики здесь участвует группа монахов. Нандака Личхави сутта, Личхави. СН 55-30. Однажды Благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в остроконечном павильоне. И тогда министр Личхави по имени Нандака отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. И затем Благословенный сказал ему, Нандака, ученик благородных, наделенный этими четырьмя вещами, является вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Какими четырьмя? 1. Вот, Нандака, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Он наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 3. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, Другими словами, четыре пары или восемь типов личностей – это сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. 4. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. 5. Ученик благородных, наделенный этими четырьмя вещами, является вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. 6. Далее, Нандака, ученик благородных, наделенный этими четырьмя вещами, становится обладателем длинной жизни, небесной или человеческой. 7. Он становится обладателем красоты, небесной или человеческой. 8. Он становится обладателем счастья, небесного или человеческого. 9. Он становится обладателем славы, небесной или человеческой. 10. Он становится обладателем власти, небесной или человеческой. И я говорю так, Нандака, не потому, что услышал об этом от других жрецов и отшельников, но говорю так именно потому, что я узнал сам, увидел это сам, реализовал это прямое знание сам. Когда так было сказано, подошедший человек обратился к Нандаке, министру Личхаве, все готово для принятия вами ванны, господин. Довольно, я говорю, сменяя этой внешней ванны. Мне достаточно этой внутренней ванны, то есть, убежденности в благословенном. Патхама Пуния Пхисанда Сутта, потоки заслуг 1. СН 55.31. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Какие четыре? 1. Вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Таков первый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 2. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Таков второй поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 3. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Таков третий поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Четыре, далее, монахи, ученик благородных наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Таков четвертый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Таковы четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Дутия Пуния Пхисанда Сутта, Потоки Заслуг 2. СН 55-32. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Какие четыре? 1. Вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Таков первый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 2. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Таков второй поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 3. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Таков третий поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Четыре, далее, монахи, ученик благородных пребывает дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, предан благотворительности, радуется дарению и разделению. Таков четвертый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Таковы четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Татья Пуния Пхисанда Сутта, потоки заслуг 3. СН 55.33. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Какие четыре? Один, вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Таков первый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Таков второй поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 3. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути. Другими словами, четыре пары или восемь типов личностей – это сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Таков третий поток заслуг – поток благого, пищи для счастья. Четыре, далее, монахи, ученик благородных мудр, он наделен мудростью в отношении видения происхождения и исчезновения феноменов, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Таков четвертый поток заслуг – поток благого, пищи для счастья. Таковы четыре потока заслуг – потока благого, пищи для счастья. Патхама Дивапада Сутта – Божественные следы 1. СН 55-34. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре божественных следа Дивов, ради очищения существ, что еще не очищены, ради отмывания существ, что еще не отмыты. Какие четыре? 1. Вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Таков первый божественный след Дивов, ради очищения существ, что еще не очищены, ради отмывания существ, что еще не отмыты. 2. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Таков второй божественный след Дивов. 3. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Таков третий божественный след дэвов. Четыре, далее, монахи, ученик благородных наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Таков четвертый божественный след дэвов. Таковы четыре божественных следа дэвов, ради очищения существ, что еще не очищены, ради отмывания существ, что еще не отмыты. Дутье Дева Пада Сутта, Божественные Следы 2. СН 55-35. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре божественных следа Девов, ради очищения существ, что еще не очищены, ради отмывания существ, что еще не отмыты. Какие четыре? 1. Вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. И он размышляет так, и что же такое божественный след Девов? Он понимает так, и я слышал, что в настоящее время Девы считают непритеснение наиважнейшим. А я никого не притесняю, ни слабого, ни сильного. Вне сомнений, я пребываю в обладании одним из божественных следов. Таков первый божественный след Девов. 2. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели. 3. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, несравненное поле заслуг для мира. 4. Далее, монахи, ученик благородных наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. И он размышляет так, и что же такое божественный след Дэвов? Он понимает так, и я слышал, что в настоящее время Дэвы считают непритеснение наиважнейшим. А я никого не притесняю, ни слабого, ни сильного. Вне сомнений, я пребываю в обладании одним из божественных следов. Таков четвертый божественный след Дэвов. Таковы четыре божественных следа Дэвов, ради очищения существ, что еще не очищены, ради отмывания существ, что еще не отмыты. Дэва Сабхагата Сутта, подобный Дэвам. СН 55.36. Благословенный сказал, монахи, когда ученик благородных обладает четырьмя вещами, то Дэвы ликуют и говорят о его сходстве с ними. Какими четырьмя? Один, вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Тем Дэвам, которые, будучи людьми, умерли здесь в человеческом мире и переродились там в небесном мире, обладающим подтвержденной верой в Будду, приходит такая мысль, поскольку ученик благородных наделен такой же подтвержденной верой в Будду, которой обладали мы, когда умерли там и переродились здесь, то он появится среди Дэвов. Два, далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Три, далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. 4. Далее, монахи, ученик благородных наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. 5. Тем дэвам, которые, будучи людьми, умерли здесь в человеческом мире и переродились там в небесном мире, обладающими такими же нравственными качествами, которые дороги благородным, приходит такая мысль, поскольку ученик благородных наделен такими же добродетельными качествами, что дороги благородным, которыми обладали мы, когда умерли там и переродились здесь, то он появится среди дэвов. 6. Монахи, когда ученик благородных обладает этими четырьмя вещами, то дэвы ликуют и говорят о его сходстве с ними. Маханама сутта, Маханама. СН 55-37. Однажды Благословенный пребывал среди Сакьев-капилаваттху в парке Нингродхи. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем он сказал, господин, каким образом человек считается мирским последователем Будды? Маханама, когда человек принял прибежище в Будде, в Дхамме, в Сандхе, то тогда он считается мирским последователем. Каким образом, господин, мирской последователь совершенен в нравственности? Когда, Маханама, мирской последователь воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что ему не было дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вин, спиртных напитков и одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности, то в этом случае он совершенен в нравственности. Каким образом, господин, мирской последователь совершенен в вере? Маханама, мирской последователь, человек веры. Он верит в просветление Татхагаты так, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Вот каким образом мирской последователь совершенен в вере. Каким образом, господин, мирской последователь совершенен в щедрости? Маханама, мирской последователь пребывает дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, предан благотворительности, радуется дарению и разделению. Вот каким образом мирской последователь совершенен в щедрости. Каким образом, господин, мирской последователь совершенен в мудрости? Маханама, мирской последователь мудр, он наделен мудростью в отношении видения происхождения и исчезновения феноменов, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Вот каким образом мирской последователь совершенен в мудрости. Васса сутта, дождь. СН 55 38. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как ливень проливается тяжелыми каплями на вершину горы, и водяные потоки устремляются вниз по склону, заполняя расселины, канавки и протоки, а по заполнению этих, заполняют пруды, а по заполнению этих, заполняют озера, а по заполнению этих, заполняют ручьи, а по заполнению этих, заполняют реки, а по заполнению этих, заполняют океан, то точно так же в ученике благородных эти вещи, подтвержденная вера в Будду, Тхаму, Сангху и нравственные качества, которые дороги благородным, текут вперед и, продвинувшись, они приводят к уничтожению пятен загрязнений ума. Калиготха сутта, Калиготха. СН 55 39. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьев Капилаватху в парке Ненгротхи. И тогда, утром, благословенный, одевшись, взяв в чашу и верхние одеяния, отправился в дом Мирянки Калиготха из клана Сакьев. Там он сел на подготовленное сидение. И тогда Мирянка Калиготха из клана Сакьев подошла к благословенному, поклонилась ему, и села рядом. Благословенный сказал ей, «Годха, ученица благородных, наделенная этими четырьмя вещами, является вступившей в поток, освобожденной от нижних миров, непоколебимой в своей участи, направляющейся к просветлению». Какими четырьмя? 1. Вот, Годха, ученица благородных, наделена подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Она наделена подтвержденной верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 3. Она наделена подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, несравненное поле заслуг для мира. 4. Она пребывает дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, придана благотворительности, радуется дарению и разделению. Годха, ученица благородных, наделенная этими четырьмя вещами, является вступившей в поток, освобожденной от нижних миров, непоколебимой в своей участи, направляющейся к просветлению. 5. Господин, что касается этих четырех факторов вступления в поток, которым научил благословенный, то все они есть во мне, и я живу в соответствии с ними. Ведь я, господин, наделена подтвержденной верой в Будду, в Дхаму, и в Сангху. Более того, когда в моей семье появляется что-либо, чем можно поделиться, то все это я безвозмездно раздаю среди тех, кто нравственен и добр. Какое благо для тебя, Годха! Какое большое благо для тебя, Годха! Ты провозгласила плод вступления в поток. Нандия сутта, к Нандия. СН 55-40. Однажды благословенный проживал среди Сакьев рядом с Капилаваттху в парке Негродхи. И тогда Нандия из клана Сакьев отправился к благословенному, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем он обратился к благословенному, господин, можно ли назвать ученика благородных, у которого напрочь отсутствуют факторы вступления в поток, учеником благородных, который живет в беспечности, Нандия, того, в ком напрочь отсутствуют факторы вступления в поток, я называю чужаком, относящимся к обычным заурядным людям. А что касается ученика благородных, живущего в прилежании, один, или живущего в беспечности, то слушай внимательно, я буду говорить. Как скажете, господин, ответил Нандия из клана Сакьев. Один, благословенный сказал, и как, Нандия, ученик благородных живет в беспечности? Вот ученик благородных наделен убежденностью по отношению к благословенному, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Довольствуясь этой убежденностью, он не прилагает дальнейших усилий к пребыванию в уединении днем или в затворничестве ночью. Поскольку таким образом он живет в беспечности, у него нет радости. Когда нет радости, нет восторга. Когда нет восторга, нет безмятежности. Поскольку нет безмятежности, он живет в болезненности. Когда он живет в болезненности, его ум не сосредоточивается. Если ум не сосредоточен, то феномены не видны. Когда феномены не видны, то такой ученик благородных считается живущим в беспечности. Два, далее, ученик благородных наделен убежденностью по отношению к Дхамме, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Довольствуясь этой убежденностью, он не прилагает дальнейших усилий к пребыванию в уединении днем или в затворничестве ночью. Поскольку таким образом он живет в беспечности, у него нет радости. Когда нет радости, нет восторга. Когда нет восторга, нет безмятежности. Поскольку нет безмятежности, он живет в болезненности. Когда он живет в болезненности, его ум не сосредоточивается. Если ум не сосредоточен, то феномены не видны. Когда феномены не видны, то такой ученик благородных считается живущим в беспечности. Далее, ученик благородных наделен убежденностью по отношению к Сангхе, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это самгха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Довольствуясь этой убежденностью, он не прилагает дальнейших усилий к пребыванию в уединении днем или в затворничестве ночью. Поскольку таким образом он живет в беспечности, у него нет радости. Когда нет радости, нет восторга. Когда нет восторга, нет безмятежности. Поскольку нет безмятежности, он живет в болезненности. Когда он живет в болезненности, его ум не сосредоточивается. Если ум не сосредоточен, то феномены не видны. Когда феномены не видны, то такой ученик благородных считается живущим в беспечности. Далее, ученик благородных наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Довольствуясь этими нравственными качествами, он не прилагает дальнейших усилий к пребыванию в уединении днем или в затворничестве ночью. Поскольку таким образом он живет в беспечности, у него нет радости. Когда нет радости, нет восторга. Когда нет восторга, нет безмятежности. Поскольку нет безмятежности, он живет в болезненности. Когда он живет в болезненности, его ум не сосредоточивается. Если ум не сосредоточен, то феномены не видны. Когда феномены не видны, то такой ученик благородных считается живущим в беспечности. Вот как ученик благородных живет в беспечности. И как, Надья, ученик благородных живет в прилежании? Вот ученик благородных наделен убежденностью по отношению к благословенному. Не довольствуясь только лишь этой убежденностью по отношению к благословенному, он прилагает дальнейшее усилие к пребыванию в уединении днем или в затворничестве ночью. Поскольку таким образом он живет в прилежании, то появляется радость. У того, у кого есть радость, возникает восторг. У того, у кого есть восторг, тело становится безмятежным. Когда тело безмятежно, он чувствует счастье. Ощущая счастье, ум сосредоточивается. Когда ум сосредоточен, феномены становятся видны. Когда феномены видны, такой ученик благородных считается живущим в прилежании. Далее, ученик благородных наделен убежденностью по отношению к Дхамме. Далее, ученик благородных наделен убежденностью по отношению к Сангхе. Далее, ученик благородных наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Не довольствуясь только лишь этими нравственными качествами, которые дороги благородным, он прилагает дальнейшее усилие к пребыванию в уединении днем или в затворничестве ночью. Поскольку таким образом он живет в прилежании, то появляется радость. У того, у кого есть радость, возникает восторг. У того, у кого есть восторг, тело становится безмятежным. Когда тело безмятежно, он чувствует счастье. Ощущая счастье, ум сосредоточивается. Когда ум сосредоточен, феномены становятся видны. Когда феномены видны, такой ученик благородных считается живущим в прилежании. Вот как ученик благородных живет в прилежании. 1. Примечание переводчика С.В. В С.Н. 48.56 сказано о том, что такое прилежание. Вот монах охраняет свой ум в отношении умственных загрязнений и качеств ума, которые проистекают из этих загрязнений. Когда он охраняет ум таким образом, полностью развивается качество веры. Качество усердия. Качество осознанности. Сосредоточение, мудрости. Патхама Абхисанда Сутта, Потоки 1. С.Н. 55.41. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Какие четыре? 1. Вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Таков первый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 2. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Таков второй поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 3. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, несравненное поле заслуг для мира. Таков третий поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Четыре, далее, монахи, ученик благородных наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Таков четвертый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Таковы четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Когда, монахи, ученик благородных обладает этими четырьмя потоками заслуг, потоками благого, то непросто измерить его заслуги так, вот таков объем его потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Но вместо этого этот объем считается неизмеримым, безмерным, огромной грудой заслуг. Монахи, подобно тому, как непросто измерить объем воды в океане, вот столько-то галлонов воды здесь или здесь столько-то сотен галлонов воды или здесь столько-то тысяч галлонов воды или здесь столько-то сотен тысяч галлонов воды, но вместо этого этот объем считается неизмеримым, безмерным, огромной грудой воды, точно так же, когда ученик благородных обладает этими четырьмя потоками заслуг, это считается неизмеримым, безмерным, огромной грудой заслуг. Так сказал Благословенный. И сказав это, счастливейший учитель, добавил, подобно рекам, что используемы многими людьми, что текут вниз и, достигая, наполняют океан, груду воды, что суд сплошное море без краев, грозный ковчег, в котором скрыты самоцветы, так и заслуг потоки к мудрецу текут, тому, кто дарит ткани, пищу и напитки, дарует кто постель, сиденья, покрывала, как будто бы река, что воды к морю все несет. Дутия Абхисанда Сутта, Потоки 2. СН 55-42. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Какие четыре? Один, вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Таков первый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Таков второй поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Таков третий поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Четыре, далее, монахи, ученик благородных пребывает дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, предан благотворительности, радуется дарению и разделению. Таков четвертый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Таковы четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Когда, монахи, ученик благородных обладает этими четырьмя потоками заслуг, потоками благого, то непросто измерить его заслуги так, вот таков объем его потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Но вместо этого этот объем считается неизмеримым, безмерным, огромной грудой заслуг. Монахи, точно так же, как в том месте, где встречаются и сливаются воедино эти великие реки, ганг, ему на, очаравате, сарапху, махе, не просто измерить объем воды так, вот столько-то галлонов воды здесь или здесь столько-то сотен галлонов воды или здесь столько-то тысяч галлонов воды или здесь столько-то сотен тысяч галлонов воды, но вместо этого этот объем считается неизмеримым, безмерным, огромной грудой воды. Точно так же, когда ученик благородных обладает этими четырьмя потоками заслуг, это считается неизмеримым, безмерным, огромной грудой заслуг. Так сказал благословенный. И сказав это, счастливейший учитель, добавил, подобно рекам, что используемы многими людьми, что текут вниз и, достигая, наполняют океан, груду воды, что суть сплошное море без краев, грозный ковчег, в котором скрыты самоцветы, так и заслуг потоки к мудрецу текут, тому, кто дарит ткани, пищу и напитки, дарует кто постель, сиденья, покрывала, как будто бы река, что воды к морю все несет. Татья Абхисанда Сутта, Потоки 3. СН 55-43. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Какие четыре? 1. Вот, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Таков первый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 2. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Таков второй поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. 3. Далее, монахи, ученик благородных наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Таков третий поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Четыре, далее, монахи, ученик благородных наделен мудростью в отношении видения происхождения и исчезновения феноменов, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Таков четвертый поток заслуг, поток благого, пищи для счастья. Таковы четыре потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Когда, монахи, ученик благородных обладает этими четырьмя потоками заслуг, потоками благого, то непросто измерить его заслуги так, вот таков объем его потока заслуг, потока благого, пищи для счастья. Но вместо этого этот объем считается неизмеримым, безмерным, огромной грудой заслуг. Так сказал благословенный. И сказав это, счастливейший, учитель, добавил, тот, кто заслуг желает, в благом кто утвердился, тот развивает путь, чтобы бессмертного достичь. И тот, кто смог добраться до Дхама сердцевины, уничтожению счастлив, при думе не трепещет, придет владыка смерти. Патхама Махатхана Сутта, Богатство 1. СН 55-44. Благословенный сказал, монахи, про ученика благородных, наделенного этими четырьмя вещами, говорят, что он богат, имеет большое состояние и имущество. Какими четырьмя? 1. Вот, монахи, ученик благородных, наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Далее, монахи, ученик благородных, наделен подтвержденной верой в Дхамму, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 3. Далее, монахи, ученик благородных, наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. 4. Далее, монахи, ученик благородных наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Про ученика благородных, наделенного этими четырьмя вещами, говорят, что он богат, имеет большое состояние и имущество. Дутио Махатхана сутта, Богатство 2. СН 55-45. Сутта в точности аналогична СН 55-44, но к фразе «богат», «имеет большое состояние и имущество» добавляется еще фраза «обладает великой славой». Сэптхака сутта, кратко. СН 55-46. Сутта в точности аналогична СН 55-2 за вычетом строфы в самом конце. Нандия сутта, Кнандия. СН 55-47. Сутта в точности аналогична СН 55-46, но только здесь действие происходит в Капилаваттху и Будда обращается не к монахам, а Кнандия. Пхаддия сутта, к Пхаддии. СН 55-48. Сутта в точности аналогична СН 55-46, но только здесь действие происходит в Капилаваттху и Будда обращается не к монахам, а к Пхаддии из клана Сакьев. Маханама сутта, к Маханаме. СН 55-49. Сутта в точности аналогична СН 55-46, но только здесь действие происходит в Капилаваттху и Будда обращается не к монахам, а к Маханаме из клана Сакьев. Анга сутта, факторы. СН 55-50. Благословенный сказал, монахи, таковы эти четыре фактора для вступления в поток. Какие четыре? Общение с высшими личностями, слушание подлинной Дхаммы, правильно направленное внимание, практика в соответствии с Дхаммой. Таковы эти четыре фактора для вступления в поток. Сагаттхака сутта, с астрофами. СН 55-51. Сутта в точности аналогична СН 55-2, только строфа в конце заменена тремя астрофами из СН 55-26. Васамвуддха сутта, прошедший сезон дождей. СН 55-52. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда один монах, окончивший прохождение сезона дождей в Саваттхе, прибыл по неким делам в Капилаваттху. Сакьи из Капилаваттху заслышали, один монах, как говорят, окончивший прохождение сезона дождей в Саваттхе, прибыл по неким делам в Капилаваттху. И тогда Сакьи из Капилаваттху отправились к этому монаху и, поклонившись ему, сели рядом. Затем они сказали ему, господин, мы надеемся, что благословенный крепок и здоров. Друзья, благословенный крепок и здоров. Господин, мы надеемся, что сарепутты и макгаллана крепки и здоровы. Друзья, сарепутты и макгаллана крепки и здоровы. Господин, мы надеемся, что сангха монахов крепка и здорова. Друзья, сангха монахов крепка и здорова. Господин, слышали ли вы что-либо, узнали ли вы что-либо, пребывая в присутствии благословенного во время этого сезона дождей? Друзья, пребывая в присутствии благословенного, я узнал и услышал следующий. Монахи, мало таких монахов, которые с полным уничтожением пятен загрязнений ума уже в этой самой жизни входят и пребывают в совершенном освобождении ума, освобождении мудростью, засвидетельствовав это для себя самостоятельно посредством прямого знания. Куда больше тех монахов, которые с полным уничтожением пяти нижних оков переродились спонтанно в мире чистых обителей, и обретут там окончательную нигбану, не возвращаясь из того мира обратно в этот. Далее, друзья, пребывая в присутствии благословенного, я узнал и услышал следующий. Монахи, мало таких монахов, которые с полным уничтожением пяти нижних оков переродились спонтанно, но куда больше тех монахов, которые с полным уничтожением трех нижних оков и с ослаблением жажды, злобы, и заблуждения стали однажды возвращающимися, кто вернется в этот мир лишь еще один раз, где и положит конец страданиям. Далее, друзья, пребывая в присутствии благословенного, я узнал и услышал следующий. Монахи, мало таких монахов, которые с полным уничтожением трех нижних оков и с ослаблением жажды, злобы, и заблуждения стали однажды возвращающимися, но куда больше тех монахов, которые с полным уничтожением трех нижних оков стали вступившими в поток, освобожденными от нижних миров, непоколебимыми в своей участи, направляющимися к просветлению. Тхаммадинна сутта, Тхаммадинна. СН 55-53. Однажды благословенный пребывал в Воронайсе валением парки в Осипатане. И тогда мирянин Тхаммадинна вместе с пятью сотнями других мирян подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем мирянин Тхаммадинна обратился к благословенному, пусть благословенный, господин, посоветуйте наставить нас так, чтобы это привело к нашему благополучию и счастью на долгое время. В таком случае, Тхаммадинна, вы должны тренировать себя так, время от времени мы будем входить и пребывать в наставлениях, произнесенных Татхагатой, в глубоких, глубоких в своем значении, выводящих за пределы мира, связанных с пустотностью. Господин, это не просто нам, тем, кто проживает в доме, полном детей, наслаждается сандаловым деревом из касси, носит гирлянды, использует благовония и мази, берет золото и серебро, время от времени входить и пребывать в наставлениях, произнесенных Татхагатой, в глубоких, глубоких в своем значении, выводящих за пределы мира, связанных с пустотностью. Поскольку мы утверждены в пяти правилах нравственности, пусть благословенный даст нам дальнейшие наставления по Тхамме. В таком случае, Тхаммадинна, вы должны тренировать себя так, мы будем обладать подтвержденной верой в Будду. Тхамму. Сангху. Мы будем обладать нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, ведущими к сосредоточению. Вот как вы должны тренировать себя. Господин, что касается этих четырех факторов вступления в поток, которым научил благословенный, то все эти вещи имеются в нас, и мы живем в соответствии с ними. Ведь мы, господин, наделены подтвержденной верой в Будду, в Тхамму, и в Сангху. Мы наделены нравственными качествами, которые дороги благородным, ведущими к сосредоточению. Какое благо для вас, Тхаммадинна? Какое большое благо для вас, Тхаммадинна? Ты только что провозгласил плод вступления в поток. Гелана Сутта, Болин. СН 55-54. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьев-Капилаваттху в парке Нингротхи. И тогда группа монахов изготавливала одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенный отправится в странствие. Маханама из клана Сакьев услышал, группа монахов изготавливает одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенный отправится в странствие. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Господин, я слышал, что группа монахов изготавливает одеяние для благословенного. Но я так и не услышал и не узнал в присутствии самого благословенного о том, как мудрого мирянина, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, должен наставлять другой мудрый мирянин». Маханама, мудрый мирянин, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, должен наставляться другим мудрым мирянином этими четырьмя утешениями, пусть почтенный успокоится. Ты обладаешь подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный. Подтвержденной верой в Дхамму, подтвержденной верой в Санху. Ты наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. После того, как мудрый мирянин, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, получил наставление другого мудрого мирянина этими четырьмя утешениями, его далее следует спросить, волнуешься ли ты о своем отзоре или матери? Если он ответит «да», ему следует сказать, но, дорогой мой, ты подвержен смерти. Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своем отце или матери, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своем отце или матери. Если он скажет, я отбросил свое волнение о своем отце или матери, то его следует спросить, волнуешься ли ты о своей жене и детях? Если он ответит «да», ему следует сказать, но, дорогой мой, ты подвержен смерти. Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своей жене и детях, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своей жене и детях. Если он скажет, «Я отбросил свое волнение о своей жене и детях», то его следует спросить, волнуешься ли ты о пятенитих человеческих чувственных удовольствий? Если он ответит «Да», ему следует сказать, «Небесные чувственные удовольствия, друг, куда более прекрасные и возвышенные, нежели человеческие чувственные удовольствия». Так что, пожалуйста, отведи свой ум от человеческих чувственных удовольствий и настройся на дэвов мира четырех великих царей. Если он скажет, мой ум отведен от человеческих чувственных удовольствий и настроен на дэвов мира четырех великих царей, то ему следует сказать, дэвы мира Таватимсы куда более прекрасны и возвышенны, нежели дэвы мира четырех великих царей. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов четырех великих царей и настройся на дэвов мира Таватимсы. Если он скажет, мой ум отведен от дэвов мира четырех великих царей и настроен на дэвов мира Таватимсы, то ему следует сказать, куда более прекрасны и возвышенны, нежели дэвы Таватимса, дэвы Ямы, дэвы Туситы, дэвы Ниммонарати, дэвы Паранимметавасавати, мир Брахмы, друг, куда более прекрасен и возвышен, нежели дэвы Паранимметавасавати. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов Паранимметавасавати и настройся на мир Брахмы. 1. Если он скажет, мой ум отведен от Дэва в Параниме Тавасавате и настроен на мир Брахмы, то ему следует сказать, даже мир Брахмы, друг, не постоянен, неустойчив, входит в самоопределение. 2. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от мира Брахмы и направь его на прекращение самоопределения. 3. Если он скажет, мой ум отведен от мира Брахмы, я направил его на прекращение самоопределения, то тогда, Маханама, я утверждаю, что нет разницы между мирянином, который таким образом освобожден умом, и монахом, который освобожден умом уже как сотню лет. То есть нет разницы между одним освобождением и другим. 4. 1. В МН 97 достопочтенный Сарипутта наставляет умирающего Брахмана по аналогичной схеме, но прекращает наставление на этом самом моменте, за что потом его порицает Будда. Примечание переводчика СВ, ему следовало продолжить наставление и дальше, так как Брахман в итоге переродился в мире Брахмы, а не достиг полного освобождения от сансары, как могло бы случиться при полном наставлении. 2. Примечание переводчика СВ, на Палико и Каджо личность, индивидуальное существование. На английский достопочтенный Бодхи переводят как identity, а я в данном случае перевожу как самоопределение. Вероятно, имеется в виду, что даже Брахмы обладают ощущением самости, представляя собой индивидуальное существо, и поэтому не свободны от сансары. 3. Сакаяниратха, дословно, прекращение личности, то есть нинбана. Это предписание должно отвести ум умирающего мирянина от перерождения в мире Брахмы и направить его на достижение ниббаны. 4. Будда утверждает, что мирянин стал арахантом. Помимо нескольких случаев, когда мирянин достигает араханства незадолго до пострижения, как, например, в случае с Ясой, что упомянут в Винае, это может быть единственным упоминанием мирянина араханта, вникая их палийского канона, то есть достижение араханства мирянином, находящимся при смерти. 5. Примечание переводчика СВ, на мой взгляд, здесь речь идет не о том, что он достигает араханства при смерти, но о том, что если он направит свой ум соответствующее, то станет арахантом, достигнет ниббаны, непосредственно в сам момент смерти. Это вырисовывается из общей схемы наставления, которая подразумевает, что обретение того или иного небесного мира наступает не до, а после смерти. Сатапатти Пхала Сутта, плод вступления в поток. СН 5555. Благословенный сказал, монахи, когда эти четыре вещи развиты и возвращены, то это ведет к реализации плода вступления в поток. Какие четыре? Общение с высшими личностями, слушание подлинной Дхаммы, правильно направленное внимание, практика в соответствии с Дхаммой. Когда эти четыре вещи развиты и возвращены, то это ведет к реализации плода вступления в поток. Сакадагами Пхала Сутта, плод однажды возвращения. СН 5556. Сутта в точности аналогична СН 5555, только вместо плода вступления в поток здесь идет плод однажды возвращения. Анагами Пхала Сутта, плод невозвращения. СН 5557. Сутта в точности аналогична СН 5555, только вместо плода вступления в поток здесь идет плод невозвращения. Арахатта Пхала Сутта, плод араханства. СН 5558. Сутта в точности аналогична СН 5555, только вместо плода вступления в поток здесь идет плод араханства. Сутты СН-55-59-74 Все сутты, начиная с СН-55-59 вплоть до СН-55-74 в точности аналогично сутте СН-55-55, только фразу ведет к реализации плода. Вступление в поток замещается следующими фразами, в соответствии с каждой последующей суттой, ведет к обретению мудрости. СН-55-59 ведет к возрастанию мудрости. СН-55-60 ведет к увеличению мудрости. СН-55-61 ведет к величию мудрости. СН-55-62 ведет к обширности мудрости. СН-55-63 ведет к безбрежности мудрости. СН-55-64 ведет к глубине мудрости. СН-55-65 ведет к состоянию непревзойденной мудрости. СН-55-66 ведет к широте мудрости. СН-55-67 ведет к изобилию мудрости СН-55-68 ведет к быстроте мудрости СН-55-69 ведет к плавучести мудрости СН-55-70 ведет к радости мудрости СН-55-71 ведет к ловкости мудрости СН-55-72 ведет к остроте мудрости СН-55-73 ведет к проницательности мудрости СН 55-74 Самадхи сутта, в сосредоточении СН 56-1 В Савадхи Благословенный сказал, монахи, развивайте сосредоточение Сосредоточенный монах понимает вещи в соответствии с действительностью И что он понимает в соответствии с действительностью? Он понимает в соответствии с действительностью, это, страдание Он понимает в соответствии с действительностью, это источник страдания. Он понимает в соответствии с действительностью, это прекращение страдания. Он понимает в соответствии с действительностью, это путь, ведущий к прекращению страдания. Монахи, развивайте сосредоточение. Сосредоточенный монах понимает вещи в соответствии с действительностью. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Патисалвана сутта «Затворничество». SN56.2. Сутта идентична SN56.1, но вступительная фраза иная, монахи, прилагайте усилий к затворничеству. Монах, находящийся в затворничестве, понимает вещи в соответствии с действительностью. Патхама Кулапутта Сутта, Человек 1. СН 56.3. Благословенный сказал, «Монахи, какие бы представители клана в прошлом не уходили праведно из домохозяйской жизни в жизнь бездомную, все они делали так для того, чтобы пасти четыре благородных истины в соответствии с действительностью. Какие бы представители клана в будущем не уйдут праведно из домохозяйской жизни в жизнь бездомную, все они сделают так для того, чтобы пасти четыре благородных истины в соответствии с действительностью. И какие бы представители клана в настоящем не уходят праведно из домохозяйской жизни в жизнь бездомную, все они делают так для того, чтобы пасти четыре благородных истины в соответствии с действительностью. Какие четыре? Благородную истину о страдании, благородную истину об источнике страдания, благородную истину о прекращении страдания, благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания. Какие бы представители клана в прошлом, будущем, настоящем не уходят праведно из домохозяйской жизни в жизнь бездомную, все они делают так для того, чтобы постичь эти четыре благородные истины в соответствии с действительностью. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Дутия Кулапутта Сутта, Человек 2. СН 56.4. Благословенный сказал, монахи, какие бы представители клана в прошлом праведно не ушли из домохозяйской жизни в жизнь бездомную и постигли вещи в соответствии с действительностью, все они постигли четыре благородные истины в соответствии с действительностью. Какие бы представители клана в будущем не уйдут праведно из домохозяйской жизни в жизнь бездомную и постигнут вещи в соответствии с действительностью, все они постигнут четыре благородные истины в соответствии с действительностью. Какие бы представители клана в настоящем не уходят праведно из домохозяйской жизни в жизнь бездомную постигают вещи в соответствии с действительностью, все они постигают четыре благородные истины в соответствии с действительностью. Какие четыре благородную истину о страдании, благородную истину об источнике страдания, благородную истину о прекращении страдания, благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания. Какие бы представители клана в прошлом, будущем, настоящим не уходят из домохозяйской жизни, они постигают эти четыре благородные истины в соответствии с действительностью. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Патхамаса Манабрахмана Сутта, Жрецы и Отшельники 1. СН 56.5. Благословенный сказал, монахи, какие бы жрецы и отшельники в прошлом не пробудились бы целиком в вещи, существующие в соответствии с действительностью, все они целиком пробудились в четыре благородные истины, существующие в соответствии с действительностью. Какие бы жрецы и отшельники в будущем не пробудятся целиком в вещи, существующие в соответствии с действительностью, все они целиком пробудятся в четыре благородные истины, существующие в соответствии с действительностью. Какие бы жрецы и отшельники в настоящем не пробуждаются целиком в вещи, существующие в соответствии с действительностью, все они целиком пробуждаются в четыре благородные истины, существующие в соответствии с действительностью. Какие четыре? Благородную истину о страдании, благородную истину об источнике страдания, благородную истину о прекращении страдания, благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания. Какие бы жрецы и отшельники в прошлом, будущем, настоящем не пробуждаются целиком в вещи, существующие в соответствии с действительностью, все они целиком пробуждаются в четыре благородные истины, существующие в соответствии с действительностью. Таким образом, монахи следует прилагать усилий, чтобы понять, это – страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Витакка сутта, мысли СН 56.7 Благословенный сказал, монахи, не обдумывайте плохих, неблагих мыслей, то есть, чувственных мыслей, недоброжелательных мыслей, мыслей о причинении вреда. И почему? Потому что эти мысли, монахи, не полезны, не имеют ничего общего с основами святой жизни, не ведут к разочарованию, бесстрастию, прекращению покою, прямому знанию, просветлению, неблане. Когда вы думаете о чем-то, монахи, вам следует думать так, это страданий. Вам следует думать так, это источник страдания. Вам следует думать так, это прекращение страдания. Вам следует думать так, это путь, ведущий к прекращению страдания. И почему? Эти мысли, монахи, полезны, имеют отношение к основам святой жизни, ведут к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Чинта сутта, размышлений. СН 56 8. Благословенный сказал, «Монахи, не размышляйте плохим, неблагим образом так, мир вечен или мир не вечен, или мир ограничен или мир безграничен, или душа и тело, это одно или душа суть одно, а тело суть иное, или Татхагата существует после смерти или Татхагата не существует после смерти или Татхагата и существует после смерти и не существует после смерти или Татхагата не существует после смерти не существуют после смерти. И почему? Потому что эти размышления, монахи, не полезны, не имеют ничего общего с основами святой жизни, не ведут к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неблане. Когда вы размышляете о чем-то, монахи, вам следует размышлять так, это, страданий. Вам следует размышлять так, это, источник страдания. Вам следует размышлять так, это, прекращение страдания. вам следует размышлять так, это путь, ведущий к прекращению страдания. И почему эти размышления, монахи, полезны, имеют отношение к основам святой жизни, ведут к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Таким образом, монахи следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Викгахи Какадха Сутта, Споры СН 56.9 Благословенный сказал, монахи, не пускайтесь в споры, говоря так, ты не понимаешь эту Дхаму и Винаю. Я понимаю эту Дхаму и Винаю. Что бы ты понимал в этой Дхаме и Винае? Ты практикуешь неправильно, я практикую правильно. То, что нужно было сказать вначале, ты сказал потом. То, что нужно было сказать после, ты сказал вначале. Я последователен, а ты непоследователен. То, на чем ты так долго размышлял, несостоятельно. Твой тезис опровергнут. Попробуй, докажи состоятельность своего тезиса, так как ты побежден, или распутайся сам, если сможешь. И почему? Потому что такая беседа, монахи, не полезна, не имеет ничего общего со сновами святой жизни, не ведет к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неблане. Когда вы беседуете, монахи, вам следует говорить вот о чем, это, страданий. Вам следует говорить вот о чем, это, источник страдания. Вам следует говорить вот о чем, это, прекращение страдания. Вам следует говорить вот о чем, это, путь, ведущий к прекращению страдания. И почему? Такая беседа, монахи, полезна, имеет отношение к основам святой жизни, ведет к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неблане. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Тирачхана Катха Сутта – Бесцельные разговоры. СН 56.10. Благословенный сказал, монахи, не пускайтесь в бесцельные разговоры, то есть беседы, о царях, о ворах, о царских министрах, об армиях, об опасностях, о войнах, о еде, о напитках, об украшениях и постелях, о гирляндах и благовониях, о родне, средствах передвижения, деревнях. Селениях, городах и странах, о женщинах, о героях, о слухах с улицы и слухах у колодцев, о тех, кто скончался, о бесчисленных сплетнях, о мире и о морях, о том, чтобы стать тем или этим. И почему? Потому что такая беседа, монахи, не полезна, не имеет ничего общего со сновами святой жизни, не ведет к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неблане. Когда вы беседуете, монахи, вам следует говорить вот о чем, это, страданий. Вам следует говорить вот о чем, это, источник страдания. Вам следует говорить вот о чем, это, прекращение страдания. Вам следует говорить вот о чем, это, путь, ведущий к прекращению страдания. И почему? Такая беседа, монахи, полезна, имеет отношение к основам святой жизни, ведет к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неблане. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Тхаммачакка Паваттана Сутта, Поворот колеса Тхаммы. СН 56.11. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Воронайсе в Оленьем парке, в Исипатане. Там он обратился к пяти монахам так, в срединный путь. Монахи, не стоит следовать этим двум крайностям тому, кто, покинув жизнь домохозяина, ушел в жизнь бездомную. Каким двум? Один, стремлению к чувственному счастью и чувственных удовольствий, низкому, вульгарному, мирскому, постыдному, не приносящему блага. Два, стремлению к самоумерщвлению, болезненному, постыдному, не приносящему блага, не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Татхагата пробудился в срединный путь, который способствует видению, который способствует знанию, который ведет к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. И что же это, монахи, за срединный путь, в который пробудился Татхагата, который способствует видению, ведет к неббане. Это этот благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Это, монахи, тот самый срединный путь, в который пробудился Татхагата, который способствует видению, ведет к неббане. Первая благородная истина. И это, монахи, благородная истина страданий, рождений есть страдание, старение есть страдание, болезнь есть страдание, смерть есть страдание, соединение с неприятным есть страдание, разлучение с приятным есть страдание, неполучение желаемого есть страдание, если кратко, то пять совокупностей, подверженных цеплянию, есть страдание. Вторая благородная истина. И это, монахи, благородная истина об источнике страдания, это жажда, что ведет к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстным желанием, ищущая удовольствие здесь и там, то есть, жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Третья благородная истина. И это, монахи, благородная истина о прекращении страдания, это безостаточное угасание и прекращение этой самой жажды, оставление и отбрасывание ее, освобождение от нее, отсутствие опоры на нее. Четвертая благородная истина. И это, монахи, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, – это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть правильное воззрение. Сосредоточение. Три фазы колеса в каждой из четырех истин. Один – это благородная истина о страдании, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Эту благородную истину о страдании нужно полностью понять, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Эта благородная истина о страдании была полностью понята, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Два – это благородная истина об источнике страдания, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Эту благородную истину об источнике страдания нужно отбросить, один, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эта благородная истина об источнике страдания была отбросена, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. 3. Эта благородная истина о прекращении страдания, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эту благородную истину о прекращении страдания нужно реализовать, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эта благородная истина о прекращении страдания была реализована, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. 4. Эта благородная истина о пути, ведущем к прекращению страданий, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинные знания и свет. Эту благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания, нужно развить, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Эта благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, была развита, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Покуда, монахи, мое знание о видении и в соответствии с действительностью этих четырех благородных христиных трех фазах и двенадцати аспектах не было таким образом очищено, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, божеств и людей. Но когда мое знание о видении и в соответствии с действительностью этих четырех благородных христиных трех фазах и двенадцати аспектах было таким образом очищено, я заявил о том, что пробудился, божеств и людей. Знание и видение возникло во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение. Не будет нового существования. Так сказал благословенный. Восхищенные, пять монахов возрадовались утверждению благословенного. И во время этой беседы в достопочтенном Кандании возникло незапаленное, незапятненное видение Дхаммы. Все, что подвержено возникновению, подвержено также и прекращению. Восклицание божеств. И когда колесо Дхаммы было приведено в движение благословенным, проживающие на земле божества воскликнули, Варанасе, Воленьем Парки и Сипатаны, благословенным было приведено в движение непревзойденное колесо Дхаммы, которое не сможет остановить ни один отшельник, ни один жрец, ни Дева, ни Мара, ни Брахма, никто бы то ни был в этом мире. Услышав восклицание божеств, проживающих на земле, Девы мира четырех великих царей воскликнули, Варанасе, благословенным было приведено в движение непревзойдённое колесо Дхаммы. Услышав восклицание Дэвов мира четырёх великих царей, Дэвы Таватимсы, Дэвы Ямы, Дэвы Туситы, Дэвы Ниммонарати, Дэвы Паранимметавасавати, Дэвы Свиты Брахмы воскликнули, Варанаси, Валеньям Парки и Сипатаны, благословенным было приведено в движение непревзойдённое колесо Дхаммы, которое не сможет остановить ни один отшельник, ни один жрец, ни Дэва, ни Мара, ни Брахма, никто бы то ни был в этом мире. И в тот момент, в то самое мгновение, в ту самую секунду, клич дошёл до мира Брахм, и эта система десяти тысяч миров затряслась, содрогнулась, задрожала, и безмерное лучезарное сияние возникло в мире, превосходящее небесное величие Дэвов. И тогда благословенный вдохновенно произнёс это изречение, Кандания в самом деле понял. Кандания в самом деле понял. Итак, достопочтенный Кандания получил имя, а не Кандания, Кандания, который понял. Один, примечание переводчика СВ, в каждом из этих случаев под словом «истина» здесь подразумевается предмет истины, а не истинность как таковая. Предмет первой истины о страдании, в частности, это тело и ум. Их нужно полностью постичь. Предмет истины источника страданий, это жажда, её нужно отбросить. Предмет третьей истины, это Ниббана, которую нужно реализовать. Предмет четвёртой истины, это благородный восьмеричный путь, который нужно развить. Татхагата сутта, Татхагата. СН 56.12. Благословенный сказал, это – благородная истина о страдании. Так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло в Татхагате, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Эту благородную истину о страдании нужно полностью понять. Так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло в Татхагате, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Эта благородная истина о страдании была полностью понята. Так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло в Татхагате, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Эта, благородная истина об источнике страдания. Эту благородную истину об источнике страдания нужно отбросить. Эта благородная истина об источнике страдания была отброшена. Эта, благородная истина о прекращении. Эту благородную истину о прекращении страдания нужно реализовать. Эта благородная истина о прекращении страдания была реализована. Эта, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страданий. Эту благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания, нужно развить. Эта благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, была развита. Так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло в Татхагате, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Пханха сутта, совокупности. СН 56.13. Благословенный сказал, монахи, существуют четыре благородные истины. Какие четыре? Благородная истина о страдании, благородная истина об источнике страдания, благородная истина о прекращении страдания, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания. Один, и что такое, монахи, благородная истина о страдании? На это следует ответить так, пять совокупностей, подверженных цеплянию, то есть форма как совокупность, подверженная цеплянию, чувство, восприятие, формации, сознание как совокупность, подверженная цеплянию. Это называется благородная истина о страдании. Два, и что такое, монахи, благородная истина об источнике страдания? Это жажда, что ведет к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстным желанием, ищущая удовольствие здесь и там, то есть, жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Это называется благородная истина об источнике страдания. 3. И что такое, монахи, благородная истина о прекращении страдания? Это безостаточное угасание и прекращение этой самой жажды, оставление и отбрасывание ее, освобождение от нее, отсутствие опоры на нее. Это называется благородная истина о прекращении страдания. 4. И что такое благородная истина пути, ведущим к прекращению страдания? Это этот благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Это называется благородная истина пути, ведущим к прекращению страдания. Таковы, монахи, четыре благородных истины. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Аджхаттикаятана сутта «Внутренние сферы чувств» СН 56.14 Сутта идентична СН 56.13, но здесь первая благородная истина объясняется так, на это следует ответить так, шесть внутренних сфер чувств. Какие шесть? Сфера глаза, уха, носа, языка, тела, ума. Это называется благородная истина о страдании. Патхамадхарана сутта «Пометование 1» СН 56.15 Благословенный сказал, монахи, помните ли вы четыре благородные истины, которым я научил? Когда так было сказано, один монах обратился к благословенному, учитель, я помню четыре благородные истины, которым научил благословенный. И как ты, монах, помнишь четыре благородные истины, которым я научил? Я помню страданий, учитель, как первую благородную истину, которой научил благословенный. Я помню источник страдания как вторую благородную истину, которой научил благословенный. Я помню прекращение страдания как третью благородную истину, которой научил благословенный. Я помню путь, ведущий к прекращению страдания, как четвертую благородную истину, которой научил благословенный. Хорошо, хорошо, монах. Хорошо, что ты помнишь четыре благородные истины, которым я научил. Страдание, монах, это первая благородная истина, которую я научил, так это и помни. Источник страдания – это вторая благородная истина, которую я научил, так это и помни. Прекращение страдания – это третья благородная истина, которую я научил, так это и помни. Путь, ведущий к прекращению страдания – это четвертая благородная истина, которую я научил, так это и помни. Вот так, монах, и помни эти четыре благородные истины, которым я научил. Таким образом, монахи следует прилагать усилий, чтобы понять это – страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. ДУТИЕДХАРАНА СУТТА, ПАМИТАВАНИЕ 2. СН 56.16. Благословенный сказал, «Монахи, помните ли вы четыре благородные истины, которым я научил?» Когда так было сказано, один монах обратился к благословенному, «Учитель, я помню четыре благородные истины, которым научил благословенный». И как ты, монах, помнишь четыре благородные истины, которым я научил? Я помню страданий, учитель, как первую благородную истину, которой научил благословенный. И чтобы какой-либо отшельник или жрец заявил бы, это не является первой благородной истиной о страдании, которой научил отшельник Гатама. Отвергнув эту первую благородную истину о страдании, я раскрою первую благородную истину о страдании, такого не может произойти. Я помню источник страдания как вторую благородную истину, которой научил благословенный. Я помню прекращение страдания как третью благородную истину, которой научил благословенный. Я помню путь, ведущий к прекращению страданий, как четвертую благородную истину, которой научил благословенный. И чтобы какой-либо отшельник или жрец заявил бы, это не является четвертой благородной истиной о пути, ведущем к прекращению страданий, которые научил отшельник Готама. Отвергнув эту четвертую благородную истину о пути, ведущем к прекращению страданий, я раскрою ну и четвертую благородную истину о пути, ведущем к прекращению страданий, такого не может произойти. Вот так, учитель, я помню четыре благородные истины, которым научил благословенный. Хорошо, хорошо, монах. Хорошо, что ты помнишь четыре благородные истины, которым я научил. Страданий, монах, это первая благородная истина, которая которой я научил, так это и помни. И чтобы какой-либо отшельник или жрец заявил бы, это не является первой благородной истиной о страдании, которой научил отшельник Готама. Отвергнув эту первую благородную истину о страдании, я раскрою ну и первую благородную истину о страдании, такого не может произойти. Источник страдания – это вторая благородная истина, которую я научил, так это и помни. Прекращение страдания – это третья благородная истина, которую я научил, так это и помни. Путь, ведущий к прекращению страдания, это четвертая благородная истина, которую я научил, так это и помни. Вот так, монах, и помни эти четыре благородных истины, которым я научил. Таким образом, монахе, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Авиджи сутта «Невежество» СН 56.17. Сидя рядом, тот монах сказал благословенному, учитель, невежество, невежество, так говорят. Что такое невежество, учитель, и каким образом человек погружен в невежество? Монах, незнание страдания, незнание источника страдания, незнание прекращения страдания, незнание пути, ведущего к прекращению страдания, это называется невежеством, монах, и таким образом человек погружен в невежество. Таким образом, монахе, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Вид же сутта, истинные знания. СН 56.18 И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, истинные знания, истинные знания, так говорят. Что такое истинные знания, учитель, и каким образом человек достиг истинного знания? Монах, знание страдания, знание источника страдания, знание прекращения страдания, знание пути, ведущего к прекращению страдания, это называется истинным знанием. Монах, и таким образом человек достиг истинного знания. Таким образом, монахе, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, – это путь, ведущий к прекращению страдания. Санко-санна сутта, подтексты. СН 56-19. Благословенный сказал, «Это благородная истина страданий, так я это изложил. В этом утверждении это благородная истина страданий имеется бесчисленное множество нюансов, бесчисленное множество деталей, бесчисленное множество подтекстов. Это благородная истина об источнике страдания, так я это изложил. В этом утверждении эта, благородная истина об источнике страдания имеется бесчисленное множество нюансов, бесчисленное множество деталей, бесчисленное множество подтекстов. Это, благородная истина о прекращении страдания, так я это изложил. В этом утверждении, имеется бесчисленное множество нюансов, бесчисленное множество деталей, бесчисленное множество подтекстов. Это, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, так я это изложил. В этом утверждении, имеется бесчисленное множество нюансов, бесчисленное множество деталей, бесчисленное множество подтекстов. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. ТАТХА СУТТА, ДЕСТВИТЕЛЬНЫЙ. СН 56.20. В САВАТТХЕ. Благословенный сказал, монахи, эти четыре вещи являются действительными, верными, непреложными. Какие четыре? Это страдание, это, монахи, действительные, верные, непреложные. Это, источник страдания, это, монахи, действительные, верные, непреложные. Это, прекращение страдания, это, монахи, действительные, верные, непреложные. Это, путь, ведущий к прекращению страдания, это, монахи, действительные, верные, непреложные. Эти четыре вещи, монахи, являются действительными, верными, непреложными. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Патхама Катягама Сутта, Катягама 1. СН 56-21. Однажды Благословенный пребывал в стране ваджи в Катягаме. И там Благословенный обратился к монахам так, монахи, из-за непонимания или непостижения четырех благородных христиан вы и я блуждали и скитались в течение длительного времени и в санцаре. Каких четырех? Из-за непонимания и непостижения благородной истины о страдании вы и я блуждали и скитались в течение длительного времени и в санцаре. Из-за непонимания и непостижения благородной истины об источнике страдания, благородной истины о прекращении страдания. Благородные истины о пути, ведущем к прекращению страдания, вы и я блуждали и скитались в течение длительного времени и в санцаре. Эта благородная истина о страдании, монахи, была понята и постигнута. Эта благородная истина об источнике страдания была понята и постигнута. Эта благородная истина о прекращении страдания была понята и постигнута. Эта благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, была понята и постигнута. Жажда к существованию была отрезана. Источник, ведущий к существованию, был уничтожен. Не будет больше нового существования. Так сказал благословенный. И сказав так, учитель, счастливейший далее и добавил, не видя их такими, какие они есть, четыре благородные истины, мы долго странствовали в многочисленных рождениях. Теперь же истины были увидены, исток существования отделен, и с корнем вырвано страданий, не будет больше нового рождения. Дутия Категамма Сутта, Категамма 2. СН 56.22. Благословенный сказал, те жрецы или отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью, это – страданий. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят и не пребывают в этой самой жизни в цели отшельничества или цели жречества, реализовав это для себя посредством прямого знания. Но, монахи, те жрецы или отшельники, которые понимают эти вещи, таких я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные входят и пребывают в этой самой жизни в цели отшельничества или цели жречества, реализовав это для себя посредством прямого знания. Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший учитель, далее добавил, тот, кто страдания не понимает, как и не знает страдания причины, и не того, где оно прекращается, где угасает оно без остатка, как и не знают, к тому же, пути, что к утолению страданий ведет, освобождение ума не имеет, освобождение мудростью так же. Он не способен конец положить, старость, рождение ждут лишь его. Самма-самбудха-сутта, Будда. СН 56-23. В Савадхе. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре благородные истины. Какие четыре? Благородная истина о страдании, благородная истина об источнике страдания, благородная истина о прекращении страдания, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания. Поскольку он полностью пробудился в соответствии с действительностью в эти четыре благородные истины, Татхагата зовется Арахантом, полностью просветленным. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Араханта сутта, Араханты. СН 56-24. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, какие бы Араханты, полностью просветленные, в прошлом не пробуждались бы в вещи в соответствии с действительностью, все они полностью пробуждались в четыре благородные истины в соответствии с действительностью. Какие бы Араханты, полностью просветленные, в будущем не пробудятся в вещи в соответствии с действительностью, все они полностью пробудятся в четыре благородные истины в соответствии с действительностью. Какие бараханты, полностью просветленные, в настоящем не пробудились в вещи в соответствии с действительностью, все они полностью пробудились в четыре благородные истины в соответствии с действительностью. В какие четыре? В благородную истину о страдании, в благородную истину об источнике страдания, в благородную истину о прекращении страдания, в благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания. Какие бараханты, полностью просветленные, в прошлом, будущем, настоящим не пробудились в вещи в соответствии с действительностью, все они полностью пробудились в эти четыре благородные истины в соответствии с действительностью. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, – путь, ведущий к прекращению страдания. Асавакхвая сутта – уничтожение пятен загрязнений. СН 56.25. Благословенный сказал, «Монахи, я говорю вам, уничтожение пятен умственных загрязнений возможно только у того, кто знает и видит, а не у того, кто не знает и не видит. И что же он знает, что же он видит, благодаря чему происходит уничтожение загрязнений? Уничтожение пятен происходит у того, кто знает и видит – это страдание. У того, кто знает и видит – это источник страдания. У того, кто знает и видит – это прекращение страдания. У того, кто знает и видит – это путь, ведущий к прекращению страдания. У того, кто знает так, у того, кто видит так, происходит уничтожение пятен. Таким образом, монахи следует прилагать усилий, чтобы понять – это страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Митта Сутта, друзья. СН 56.26. Благословенный сказал, монахи, тех, кому у вас есть сострадание, и кто относится к вам со вниманием, друзей или коллег, родственников и родню, их вам следует наставлять, утверждать, укреплять в постижении четырех благородных истин в соответствии с действительностью. Каких четырех? Благородное истинное страдание, благородное истинное об источнике страдания, благородное истинное прекращение страдания, благородное истинное пути, ведущим к прекращению страдания. Тех, кому у вас есть сострадание, вам следует наставлять, утверждать, укреплять в постижении четырех благородных истин. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Татха сутта – Действительный. СН 56.27 Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре благородные истины. Какие четыре? Благородная истина о страдании, благородная истина об источнике страдания, благородная истина о прекращении страдания, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания. Эти четыре благородные истины, монахи, являются действительными, верными, непреложными. Поэтому они называются благородными истинами. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Лока Сутта, Мир. СН 56.28. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре благородные истины. Какие четыре? Благородная истина о страдании, благородная истина об источнике страдания, благородная истина о прекращении страдания, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания. В этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, людей и божеств, татхагаты являются благородным. Поэтому они называются благородными истинами. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. СЛЕДУЕТ ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЭТО, ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРАДАНИЯ. СЛЕДУЕТ ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЭТО, ПУТЬ, ВЕДУЩИ К ПРЕКРАЩЕНИЮ СТРАДАНИЯ. ПАРИНЬЕЯ СУТТА, СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯТЬ. СН 5629. 9. Благословенный сказал, монахи, существуют эти четыре благородные истины. Какие четыре? Благородная истина о страдании, благородная истина об источнике страдания, благородная истина о прекращении страдания, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания. Среди этих четырех благородных истин, монахи, есть истина, которую следует полностью понять. Есть истина, которую следует отбросить. Есть истина, которую следует реализовать. Есть истина, которую следует развить. И что же это, монахи, за истина, которую следует полностью понять? Благородную истину о страдании следует полностью понять. Благородную истину об источнике страдания следует отбросить. Благородную истину о прекращении страдания следует реализовать. Благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания, следует развить. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Гавампати сутта, Гавампати. СН 56.30. Однажды группа старших монахов пребывала в стране Чити и в Сахаджати. Когда старшие монахи вернулись со сбора подаяний, после принятия пищи они собрались в павильоне, и, по мере того, как они сидели вместе, возникла такая беседа. «Друг, когда кто-либо видит страданий, видит ли он также источник страдания? Видит ли он также прекращение страдания? Видит ли он также путь, ведущий к прекращению страдания?» Когда так было сказано, достопочтенный Гавампати сказал старшим монахам, «Друзья, из уст самого благословенного я слышал и запомнил так, монахи, тот, кто видит страданий, видит также источник страдания, видит также и прекращение страдания, видит также и путь, ведущий к прекращению страдания. Тот, кто видит источник страдания, видит также и страданий, видит также и прекращение страдания, видит также и путь, ведущий к прекращению страдания. Тот, кто видит прекращение страдания, видит также и страданий, видит также и источник страдания, видит также и путь, ведущий к прекращению страдания. Тот, кто видит путь, ведущий к прекращению страдания, видит также и страданий, видит также и источник страдания, видит также и прекращение страдания. Синсапа сутта, Роща Синсапы. СН 56.31. Однажды Благословенный пребывал в Касамбе в Роще Синсапы. И тогда Благословенный захватил рукой несколько листьев Синсапы и обратился к монахам так, как вы думаете, монахи, чего больше, этих нескольких листьев Синсапы, которые я захватил своей рукой, или тех, что растут над головой в этой Роще Синсапы? Учитель, листьев Синсапы, которые Благословенный захватил своей рукой, мало, а тех, что растут над головой в этой Роще Синсапы, очень много. Точно так же, монахи, тех вещей, которые я напрямую познал, но которым не научил вас, очень много, тогда как тех вещей, которым я вас научил, мало. И почему, монахи, я не научил вас тем многим вещам? Потому что они не полезны, не имеют ничего общего с основами святой жизни, не ведут к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Вот почему я не научил вас. Но чему, монахи, я научил? Я научил этому, это, страданий. Я научил, это, источник страдания. Я научил, это, прекращение страдания. Я научил, это, путь, ведущий к прекращению страдания. И почему, монахи, я научил этому? Потому что это полезно, имеет отношение к основам святой жизни, ведет к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Вот почему я научил этому. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилия, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Кхадирапатта Сутта, Акация, СН 56-32 Благословенный сказал, монахи, если кто-либо скажет так, без постижения благородной истины о страдании, существующие в соответствии с действительностью, без постижения благородной истины об источнике страдания, прекращении страдания, пути, ведущим к прекращению страдания, существующую в соответствии с действительностью, я положу конец страданиям целиком, то такого в действительности не может произойти. Подобно тому, монахи, как если кто-либо сказал бы так, изготовив корзину из листьев акации или из сосновых иголок или из листьев мирабалана, я принесу воду или пальмовый фрукт, и такого не сможет произойти, то точно так же, если кто-либо скажет, без постижения благородное и истинное страдание, об источнике страдания, прекращении страдания, пути, ведущем к прекращению страдания, существующего в соответствии с действительностью, я положу конец страданиям целиком, то такого в действительности не может произойти. Но если, монахи, кто-либо скажет так, постигнув благородную истину о страдании, об источнике страдания, прекращении страдания, пути, ведущем к прекращению страдания, существующего в соответствии с действительностью, я положу конец страданиям целиком, то такое может произойти. Подобно тому, монахи, как если кто-либо сказал бы так, изготовив корзину из листьев лотоса или из листьев, склеенных комедию, или из листьев малувы, я принесу воду или пальмовый фрукт, и такое сможет произойти, то точно так же, если кто-либо скажет, постигнув благородную истину о страдании, об источнике страдания, прекращении страдания, пути, ведущем к прекращению страдания, существующего в соответствии с действительностью, я положу конец страданиям целиком, то такое может произойти. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Данда сутта, Паука. СН 56.33. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как подброшенная в воздух палка, пада, ударяется о землю то одним концом, то другим, то серединой, то точно так же существа, блуждающие и скитающиеся в круговерте перерождений, скованное невежеством и спутанной жаждой, идут из этого мира в тот, из того мира, в этот. И почему? Потому что они не увидели четырех благородных истин. Каких четырех? Благородные истины о страдании, благородные истины об источнике страдания, благородные истины о прекращении страдания, благородные истинные пути, ведущим к прекращению страдания. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Чила сутта, одежда. СН 5634. Благословенный сказал, монахи, если бы чья-либо одежда или голова была бы охвачена пламенем, чтобы он стал делать? Учитель, если бы чья-либо одежда или голова была бы охвачена пламенем, то, чтобы потушить одежду или голову, он бы побудил неимоверные желания, приложил бы неимоверные усилия, породил бы рвение и иступление, не ослаблял бы стараний, применил бы осознанность и бдительность. Монахи, можно безучастно смотреть на охваченную пламенем одежду или голову, не обращая на них внимания, Но покуда человек не постиг четырех благородных истин в соответствии с действительностью, то, чтобы осуществить это постижение, ему следует побудить неимоверные желания, приложить неимоверные усилия, породить рвение и иступление, не ослаблять стараний, применять осознанность и бдительность. Каких четырех? Благородные истины о страдании, благородные истины об источнике страдания, благородные истины о прекращении страдания, благородные истины о пути, ведущем к прекращению страдания. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это – страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Саптисата сутта, сотня копий. СН 56.35. Благословенный сказал, монахи, представьте человека со сроком жизни в сто лет, который мог бы прожить сотню лет. Кто-нибудь подошел бы к нему и сказал, ну же, почтенный, утром они тебя ударят сотней копий. В полдень они тебя ударят сотней копий. Вечером они тебя ударят сотней копий. И вот так, почтенный, тебя будут ударять тремя сотнями копий в течение всего твоего срока жизни в сто лет, по мере того, как ты будешь жить сотню лет. И затем, после того, как пройдет сто лет, ты постигнешь четыре благородные истины, которые ты не постиг прежде. Монахи, человеку, желающему самому себе благополучия, было бы подобающе принять это предложение. И почему? Потому что эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существ начали ударять копьями, ударять мечами, ударять топорами. И хоть даже это и так, монахи, я не утверждаю, что постижение четырех благородных истин сопровождается страданием или неудовольствием. Напротив, постижение четырех благородных истин сопровождается только счастьем и радостью. Каких четырех? Благородные истины о страдании, благородные истины об источнике страдания, благородные истины о прекращении страдания, благородные истины о пути, ведущем к прекращению страдания. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это – страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Панасутта, Существа. СН 56.36. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек срезал бы всю траву, ветви, листья, что есть на этой джинбудипе, и собрал бы все это вместе в одну кучу. Сделав так, он бы насадил больших существ из океана на большие колья, средних существ на колья среднего размера, а малых существ на малые колья. И все равно, монахи, крупные существа в океане не исчезли бы, хотя вся трава, ветви и листья, что есть на этой джинбудипе, израсходовались бы и не стратились. Мелких существ в океане, которых не просто было бы насадить на колья, было бы еще больше, чем этих. И почему? Из-за малого размера их тел. Настолько обширен, монахи, этот удел страданий. Человек, совершенный в воззрении, освободился от этого обширного удела страданий и понимает в соответствии с действительностью это страдание, это источник страдания, это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания. Таким образом, монахи следует прилагать усилий, чтобы понять это страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять это источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять это прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять это путь, ведущий к прекращению страдания. Патхама Сурия Сутта, Солнце 1. СН 56.37. Благословенный сказал, монахи, такова предтеча, таков предвестник восхождения солнца, то есть, рассвет. Точно так же, монахи, у монаха это является предтечей, предвестником постижения четырех благородных истин в соответствии с действительностью, то есть, правильное воззрение. Можно ожидать, что монах, имеющий правильное воззрение, поймет в соответствии с действительностью, это страдание, это источник страдания, это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Дутия Сурия Сутта, Солнце 2. СН 56.38. Благословенный сказал, «Монахи, покуда Солнце и Луна не возникают в мире, в течение этого времени нет проявления великого света и сияния, но преобладает только кромешная мгла, сплошное море тьмы. И в течение этого времени нельзя увидеть ни дня, ни ночи, ни месяца, ни половины месяца, ни сезонов, ни времен года. Но, монахи, когда Солнце и Луна возникают в мире, то существует проявление великого света и сияния, и тогда нет кромешной мглы, нет сплошного моря тьмы. И тогда можно увидеть день и ночь, месяц и полмесяца, сезоны и времена года. Точно так же, монахи, покуда Татхагата не возникает в мире, арахант, полностью просветленный, в течение этого времени нет проявления великого света и сияния, но преобладает только кромешная мгла, сплошное море тьмы. И в течение этого времени нет объяснения, учения, провозглашения, утверждения, раскрытия, рассмотрения и прояснения четырех благородных истин. Каких четырех? Благородные истины о страдании, благородные истины об источнике страдания, благородные истины о прекращении страдания, благородные истинные пути, ведущим к прекращению страдания. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Индекхила сутта, колонна Индры. СН 5639. Благословенный сказал, монахи, те жрецы и отшельники, которые не поняли в соответствии с действительностью, это, страдание, это, источник страдания, это, прекращение страдания, это, путь, ведущий к прекращению страдания, смотрит на лицо другого отшельника или жреца, думая, этот почтенный в самом деле тот, кто действительно знает, кто действительно видит. Представьте, монахи, как если бы пучок хлопка или капока, подхваченный ветром, приземлился бы на ровный участок земли. Восточный ветер нес бы его на запад, западный ветер нес бы его на восток, северный ветер нес бы его на юг, южный ветер нес бы его на север. И почему? Потому что пучок легкий. Точно так же, монахи, те жрецы и отшельники, которые не поняли, это, страдание, источник страдания, прекращение страдания, путь, ведущий к прекращению страдания, смотрит на лицо другого отшельника или жреца, думая, этот почтенный в самом деле тот, кто действительно знает, кто действительно видит. И почему? Потому что они не увидели четырех благородных истин. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые поняли, это, страдание, источник страдания, прекращение страдания, путь, ведущий к прекращению страдания, не смотрит на лицо другого отшельника или жреца, думая, этот почтенный в самом деле тот, кто действительно знает, кто действительно видит. Представьте, монахи, железную колонну или колонну Индра с глубоким основанием, надежно установленную, неподвижную, непоколебимую. Даже если дует сильный порыв ветра, с востока, с запада, с севера, с юга, эта колонна не поколебалась бы, не содрогнулась, не зашаталась. И почему? Потому что у колонны глубокое основание и она надежно установлена. Точно так же, те жрецы и отшельники, которые поняли, это, страдание, источник страдания, прекращение страдания, путь, ведущий к прекращению страдания, не смотрит на лицо другого отшельника или жреца, думая, этот почтенный в самом деле тот, кто действительно знает, кто действительно видит. И почему? Потому что они ясно увидели четыре благородные истины. Какие четыре? Благородную истину о страдании, благородную истину об источнике страдания, благородную истину о прекращении страдания, благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания. Таким образом, монахе, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Вадатхика сутта, подыскивай аргумент. СН 56-40. Благословенный сказал, монахи, если монах понимает в соответствии с действительностью, это, страдание, источник страдания, прекращение страдания, путь, ведущий к прекращению страдания, и тут мимо проходит отшельник или жрец, либо с востока, либо с запада, либо с севера, либо с юга, подыскивай аргумент, выискивай аргумент, думая так, я опровергну его тезис, то не может быть такого, чтобы он смог бы заставить этого монаха поколебаться, содрогнуться, зашататься. Представьте, монахи, каменную колонну в 16 ярдов длиной, 8 ярдов ее длины будет утоплено в земле, а иные 8 будут находиться над землей. Даже если подует сильный порыв ветра, с востока, с запада, с севера, с юга, эта колонна не поколебалась бы, не содрогнулась, не зашаталась. И почему? Потому что у колонны глубокое основание и она надежно установлена. Точно так же, монахи, если монах понимает в соответствии с действительностью, это, страдание, источник страдания, прекращение страдания, путь, ведущий к прекращению страдания, и тут мимо проходит отшельник или жрец, либо с востока, либо с запада, либо с севера, либо с юга, подыскивай аргумент, выискивай аргумент, думая так, я опровергну его тезис, то не может быть такого, чтобы он смог бы заставить этого монаха поколебаться, содрогнуться, зашататься. И почему? Потому что он ясно увидел четыре благородные истины. Какие четыре? Благородную истину о страдании, благородную истину об источнике страдания, благородную истину о прекращении страдания, благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Лока Чинта Сутта – Размышление о мире. СН 56.41. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. Там он обратился к монахам так, монахи, однажды в прошлом некий человек вышел из Раджагахе и отправился к лотосовому пруду Сумагадхе, думая, я поразмышляю о мире. Один. И затем он сел на берегу лотосового пруда Сумагадхе, размышляя о мире. А затем, монахи, то человек увидел, как четырехчастная армия входит в лотосовый стебель на берегу пруда. Увидев это, он подумал, должно быть, я сошел с ума. Должно быть, я спятил. Я увидел нечто такое, чего не существует в мире. Человек вернулся в городе и рассказал большой городской толпе, должно быть, я сошел с ума, господа. Должно быть, я спятил. Я увидел нечто такое, чего не существует в мире. На что они ответили, но почему, почтенный, ты думаешь, что сошел с ума? Почему ты думаешь, что спятил? Что ты увидел, чего не существует в мире? Так вот же, господа, я вышел из Раджагахи и отправился к лотосовому пруду Сумагадхе, увидел, как четырехчастная армия входит в лотосовый стебель на берегу пруда. Вот почему я сошел с ума, вот почему я спятил, и я увидел нечто такое, чего не существует в мире. На что они ответили, вне сомнений, ты сошел с ума, дорогой. Вне сомнений, ты спятил. И ты увидел нечто такое, чего не существует в мире. И все-таки, монахи, то, что увидел этот человек, было действительно реальным, а не нереальным. 2. Однажды в прошлом дэвы и асуры выстроились на битву. В той битве дэвы победили, а асуры были повержены. Асуры, испугавшись поражения, вошли в свой асуаровский город через лотосовый стебель к полному замешательству дэвов. Поэтому, монахи, не размышляйте о мире, думая так, мир вечен или мир не вечен, или мир ограничен или мир безграничен, или душа и тело, это одно или душа суть и дно, а тело суть иное, или татхагата существует после смерти или татхагата не существует после смерти или татхагата и существует после смерти и не существует после смерти или Татхагата не существует после смерти, не не существует после смерти. И почему? Потому что эти размышления, монахи, неполезны, не имеют ничего общего с основами святой жизни, не ведут к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Когда вы размышляете о чем-то, монахи, вам следует размышлять так, это, страданий. Вам следует размышлять так, это, источник страдания. Вам следует размышлять так, это – прекращение страдания. Вам следует размышлять так, это – путь, ведущий к прекращению страдания. И почему эти размышления, монахи, полезны, имеют отношение к основам святой жизни, ведут к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это – страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. 1. Согласно комментарию, это такие вопросы, как кто создал землю, луну, горы, океаны, существ и тому подобное. 2. Согласно комментарию, асуры использовали магию самбари и устроили так, что этот человек увидел их едущими на слонах, лошадях, въезжающими в разрезу лотосового стебля. Ван 2.80 сказано, что размышления о мире ведут к сумасшествию, однако, как ни странно, здесь выясняется, что человек не спятил. Папата сутта, пропасть. СН 56.42 Однажды благословенный пребывал в Раджагахе на гаре Утес Ястребов. Там благословенный обратился к монахам так, ну же, монахи, идемте на пик Патибханы, чтобы провести там остаток дня. Да, учитель, ответили те монахи. И тогда благословенный вместе с группой монахов отправился к пику Патибханы. И один монах увидел на пике Патибханы глубокую пропасть и сказал благословенному, как глубока та пропасть, учитель. Та пропасть очень страшна. Но существует ли, учитель, какая-либо иная пропасть, еще более глубокая и страшная, чем эта? Существует монах. И что же это, учитель, за пропасть, которая еще более глубокая и страшная, чем эта? Те жрецы и отшельники. Монах, которые не понимают в соответствии с действительностью. Это страданий, которые не понимают в соответствии с действительностью. Это источник страдания, которые не понимают в соответствии с действительностью. Это прекращение страдания, которые не понимают в соответствии с действительностью. это, путь, ведущий к прекращению страдания, восхищаются волевыми формирователями, что ведут к рождению, волевыми формирователями, что ведут к старению, волевыми формирователями, что ведут к смерти, волевыми формирователями, что ведут к печали, стенанию, боли, горю и отчаянию. Восхищаясь такими волевыми формирователями, они порождают волевые формирователи, что ведут к рождению, порождают волевые формирователи, что ведут к старению, смерти, к печали, стинанию, боли, горе и отчаянию. Породив такие волевые формирователи, они падают в пропасть рождения, падают в пропасть старения, падают в пропасть смерти, падают в пропасть печали, стинания, боли, горе и отчаяния. Они не освобождены от рождения, старения и смерти. Не освобождены от печали, стинания, боли, горе и отчаяния. Они не освобождены от страдания, я говорю тебе. Один. Но, монах, те жрецы и отшельники, которые понимают в соответствии из действительности, это – страданий, путь, ведущий к прекращению страдания. Они не восхищаются неволевыми формирователями, которые ведут к рождению, неволевыми формирователями, которые ведут к старению, смерти, печали, стенанию, боли, горю и отчаянию. Не восхищаясь, они не порождают волевые формирователи, что ведут к рождению, старению, смерти, печали, стенанию, боли, горю и отчаянию. Не породив таких волевых формирователей, Они не падают в пропасть рождения, старения, смерти, пропасть печали, стинания, боли, горе и отчаяния. Они освобождены от рождения, старения и смерти, печали, стинания, боли, горе и отчаяния, от страдания, я говорю тебе. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Один, в этом отрывке приводится довольно интересная сжатая версия взаимозависимого возникновения. Непонимание четырех благородных истин является невежеством, а вид же. Фраза «они восхищаются» Абхирамонте – волевыми формирователями, что ведут к рождению подразумевает жажду, которая порождает наслаждение, рати, Абхирати, когда жажда насыщена. Фраза «они порождают» волевые формирователи, что ведут к рождению, джатисанваттаники сангхари Абхисангхаранти, совершенно четко указывает на волевые формирователя. Падение в пропасть рождения, старение, смерти, очевидно, означает последние два звена двенадцати звенной цепи взаимозависимого возникновения. Поэтому здесь у нас сокращенная схема, где невежество и волевые формирователи ведут к новому рождению, старению, смерти, минуя сознание или имя и форму. Махапарилла Хасутта – Великое пламя. СН 56.43. Благословенный сказал, «Монахи, существует ад под названием Великое пламя. Любые формы, видимые там глазом, нежеланные никогда не бывают желанными, некрасивые никогда не бывают красивыми, неприятные никогда не бывают приятными. Любые звуки, слышимые там ухом, любые запахи, обоняемые носом, любые вкусы, воспринимаемые языком, любые ощущения, воспринимаемые телом, любые ментальные феномены, познаваемые там умом, нежеланные никогда не бывают желанными, некрасивые никогда не бывают красивыми, неприятные никогда не бывают приятными». Когда так было сказано, один монах обратился к благословенному, «Это пламя, учитель, в самом деле, ужасно. Это пламя действительно ужасно. Но существует ли, учитель, какое-либо иное пламя, более ужасное и пугающее, нежели это? Существует, монах. И что же это, учитель, за пламя, еще более ужасное и пугающее, нежели это? Те жрецы и отшельники, монах, которые не понимают в соответствии с действительностью, это, страдание. Это, путь, ведущий к прекращению страдания, восхищаются волевыми формирователями, что ведут к рождению, волевыми формирователями, что ведут к старению, волевыми формирователями, что ведут к смерти, волевыми формирователями, что ведут к печали, стенанию, боли, горе и отчаянию. Восхищаясь такими волевыми формирователями, они порождают волевые формирователи, что ведут к рождению, порождают волевые формирователи, что ведут к старению, смерти, к печали, стенанию, боли, горе и отчаянию. Породив такие волевые формирователи, они горят в пламени рождения, горят в пламени старения, горят в пламени смерти, горят в пламени печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Они не освобождены от рождения, старения и смерти, не освобождены от печали, стенания, боли, горе и отчаяния, не освобождены от страдания, я говорю тебе. Но, монах, те жрецы и отшельники, которые понимают в соответствии с действительностью, это страдание, путь, ведущий к прекращению страдания, они не восхищаются неволевыми формирователями, которые ведут к рождению, неволевыми формирователями, которые ведут к старению, смерти, печали, стенанию, боли, горе и отчаянию. Не восхищаясь, они не порождают волевые формирователи, что ведут к рождению, старению, смерти, печали, стенанию, боли, горе и отчаянию. Не породив таких волевых формирователей, они не горят в пламени рождения, старения, смерти, печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Они освобождены от рождения, старения и смерти, печали, стенания, боли, горе и отчаяния, от страдания, я говорю тебе. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. следует прилагать усилий, чтобы понять, это источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это путь, ведущий к прекращению страдания. Куттагара сутта, дом со строконечной крышей. СН 56.44. Благословенный сказал, монахи, если кто-либо скажет так, без постижения благородной истины о страдании, существующие в соответствии с действительностью, без постижения благородной истины об источнике страдания, прекращении страдания, пути, ведущим к прекращению страдания, существующие в соответствии с действительностью, я положу конец страданиям целиком, то в действительности такого не может произойти. Подобно тому, монахи, как если кто-либо сказал бы так, не построив первый этаж дома с остроконечной крышей, я воздвигну второй этаж, и такого не сможет произойти, то точно так же, Если кто-либо скажет, без постижения благородной истины о страдании, об источнике страдания, прекращении страдания, пути, ведущему к прекращению страдания, существующей в соответствии с действительностью, я положу конец страданиям целиком, то такого не может произойти. Но если, монахи, кто-либо скажет так, постигнув благородную истину о страдании, об источнике страдания, прекращении страдания, пути, ведущем к прекращению страдания, существующей в соответствии с действительностью, я положу конец страданиям целиком, то такое может произойти. Подобно тому, монахи, как если кто-либо сказал бы так, построив первый этаж дома с остроконечной крышей, я воздвигну второй этаж, и такое сможет произойти, то точно так же, если кто-либо скажет, постигнув благородную истину о страдании, об источнике страдания, прекращении страдания, пути, ведущем к прекращению страдания, существующей в соответствии с действительностью, я положу конец страданиям целиком, то такое может произойти. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдании. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Вала Сутта, Волос СН 5645 Однажды благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в павильоне со строконечной крышей. И тогда, утром, достопочтенный Ананда, одевшись, взяв чашу и одеяние, вошел в Весале собирать подаяния. Достопочтенный Ананда увидел группу юных личхави, практиковавшихся в стрельбе из лука в тренировочном зале, посылавших стрелы с расстояния через узкую рамку, так что одна стрела расщепляла другую без промахов. Когда он увидел это, то подумал, эти юные личхави в самом деле искусны. Эти юные личхави действительно хорошо натренированы, так что посылают стрелы с расстояния через узкую рамку, и одна стрела расщепляет другую без промахов. И затем, когда достопочтенный Ананда собрал подаяния в Весале и вернулся, то после принятия пищи, он отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и рассказал о том, что видел. Благословенный ответил, как ты думаешь, Ананда, что более трудно и проблематично посылает стрелы с расстояния через узкую рамку, так что одна расщепляет другую без промахов, или же пронзить наконечником стрелы и кончик волоса, расщепленного на семь частей. Куда более трудно и проблематично, учитель, пронзить наконечником стрелы и кончик волоса, расщепленного на семь частей. Но, Ананда, они пронзают нечто еще более трудное, что можно было бы пронзить, когда пронзают в соответствии с действительностью. Это, страданий, это источник страдания, это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания. Таким образом, Ананда следует прилагать усилий, чтобы понять это страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять это источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять это прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять это путь, ведущий к прекращению страдания. Анхакара сутта, Тьма. СН 56.46. Благословенный сказал, монахи, между мирами существуют промежутки, пустые и огромные, области кромешной тьмы и мрака, докуда не достает свет солнца и луны, таких сильных и могучих светил. Когда так было сказано, один монах обратился к благословенному, эта тьма, учитель, в самом деле, великая. Эта тьма действительно огромна. Но существует ли, учитель, какая-либо иная тьма, более ужасная и пугающая, нежели это? Существует, монах. И что же это, учитель, за тьма, еще более ужасная и пугающая, нежели это? Те жрецы и отшельники, монах, которые не понимают в соответствии с действительностью, это, страдания, которые не понимают в соответствии с действительностью, это, источник страдания, которые не понимают в соответствии с действительностью, это, прекращение страдания, которые не понимают в соответствии с действительностью, это, путь, ведущий к прекращению страдания, восхищаются волевыми формирователями, что ведут к рождению, волевыми формирователями, что ведут к старению, волевыми формирователями, что ведут к смерти, волевыми формирователями, что ведут к печали, стенанию, боли, горю и отчаянию. Восхищаясь такими волевыми формирователями, они порождают волевые формирователи, что ведут к рождению, порождают волевые формирователи, что ведут к старению, смерти, к печали, стенанию, – боли, горе и отчаянию. Породив такие волевые формирователи, они падают в тьму рождения, падают в тьму старения, падают в тьму смерти, падают в тьму печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Они не освобождены от рождения, старения и смерти. Не освобождены от печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Они не освобождены от страдания, я говорю вам. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают в соответствии с действительностью, это, страданий, путь, ведущий к прекращению страдания, они не восхищаются неволевыми формирователями, которые ведут к рождению, неволевыми формирователями, которые ведут к старению, смерти, печали, стенанию, боли, горю и отчаянию. Не восхищаясь, они не порождают волевые формирователи, что ведут к рождению, старению, смерти, печали, стенанию, боли, горю и отчаянию. Не породив таких волевых формирователей, они не падают в тьму рождения, старения, смерти, печали, стенания, боли, горе и отчаяния. Они освобождены от рождения, старения и смерти, печали, стенания, боли, горе и отчаяния, от страдания, я говорю вам. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Чигалай-юга сутта, Ермо с отверстием. СН 56.47. Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы человек бросил бы Ермо с единственным отверстием в нем в Великий океан, и там была бы слепая морская черепаха, которая всплывала бы на поверхность один раз в сто лет. Как вы думаете, монахи, могла бы эта слепая черепаха, всплывающая на поверхность раз в сто лет, просунуть голову в эту Ермо с единственным отверстием в нем?» Если бы даже ей это удалось, Учитель, то это произошло бы через очень долгое время. Быстрее, я говорю вам, эта слепая черепаха, всплывающая один раз в сто лет на поверхность, сумела бы просунуть голову в эту Ермо с единственным отверстием в нем, чем дурак, который однажды свалился в Нижние Миры, смог обрести бы вновь человеческое рождение. И почему? Потому что здесь, в нижних мирах, монахи, нет поведения, направляемого тхаммой, нет правильного поведения, нет благих деяний, нет действий, заслуживающих похвалы. Здесь торжествует пожирание друг друга, поедание сильным слабого. И почему? Потому что, монахи, они не увидели четырех благородных истин. Каких четырех? Благородное истинное страдание, благородное истинное об источнике страдания, благородное истинное прекращение страдания, благородное истинное пути, ведущему к прекращению страдания. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, – путь, ведущий к прекращению страдания. Чхигала сутта, отверстие. СН 56-48. Благословенный сказал, монахи, представьте, если бы вся эта великая земля была бы полностью покрыта водой, и кто-нибудь бросил бы туда Ермо, с единственным отверстием в нем. И восточный ветер нес бы Ермо на запад, западный ветер нес бы его на восток, северный ветер – на юг, а южный – на север. И представьте, там была бы слепая морская черепаха. Она бы всплывала на поверхность один раз в сто лет. И как вы думаете, могла бы эта черепаха, всплывающая на поверхность раз в сто лет, просунуть голову в это Ермо с единственным отверстием в нем? Это было бы случайнейшим совпадением, учитель, чтобы эта слепая черепаха, всплывающая на поверхность раз в сто лет, смогла бы просунуть голову в это Ермо с единственным отверстием в нем. Точно так же, это случайнейшее совпадение, что кто-либо рождается человеком. Точно так же, это случайнейшее совпадение, что Татхагата, достойный и правильно самопробужденный, появляется в мире. Сейчас человеческое рождение обретено. Татхагата, достойный и правильно самопробужденный, появился в мире. Тхама и Виная, что изложены Татхагатой, возникли в мире. Поэтому ваша задача – это рассмотрение, это – страдание. Это – причина страдания. Это – прекращение страдания. Ваша задача – это рассмотрение, таков путь практики к прекращению страдания. Патхама Синеру сутта, гора Синеру 1. СН 5649. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Синеру, царя всех гор, семь камушков размером с боб золотистой фасоли. Как вы думаете, монахи, чего больше, семь камушков размером с боб золотистой фасоли, положенные туда, или Синеру, царь всех гор? Учитель, Синеру, царь всех гор, больше семь камушков размером с боб золотистой фасоли, практически ничто. В сравнении с Синеру, царем всех гор, семь камушков размером с боб золотистой фасоли даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с обломком этой горы. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той груды страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это – страданий, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это – страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Один, речь идет о вступившем в поток, Сатапанна. Дутия Синеру сутта, гора Синеру 2. СН 5650. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы гора Синеру, царь всех гор, была бы уничтожена и разрушена, и осталось бы только семь камушков размером с боб золотистой фасоли. Как вы думаете, монахи, чего больше, то части Синеру, царя всех гор, что была уничтожена и разрушена, или же семь камушков размером с боб золотистой фасоли, что остались? Учитель, та часть Синеру, царя всех гор, что была уничтожена и разрушена, больше семь камушков размером с боб золотистой фасоли, практически ничто. В сравнении с той частью Синеру, царем всех гор, семь камушков размером с боб золотистой фасоли даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с обломком этой части горы. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той груды страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. 1. Речь идет о вступившем в поток, Сатапанна. Набхасикха сутта, на ногти. СН 56-51. И тогда благословенный зачерпнул немного земли своим ногтем и обратился к монахам. Монахи, как вы думаете, чего больше, этой горстки земли, что я зачерпнул своим ногтем, или же этой великой земли? Учитель, великая земля больше. Горстка земли, что благословенный зачерпнул своим ногтем, практически ничто. В сравнении с великой землей та горстка земли, что благословенный зачерпнул своим ногтем, даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с частью этой великой земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той груды страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это – страданий, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Один, речь идет о вступившем в поток, Сатапанна. Пакхарани сутта, пруд. СН 56-52. Благословенный сказал, монахи, представьте себе пруд в 50 йоджин для Ной, 50 йоджин шириной, и 50 йоджин глубиной, полной воды, заполненной водой так, что ворона смогла бы отпить из него. И некий человек зачерпнул бы немного воды из него кончиком травин кикусы. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды, зачерпнутой кончиком травин кикусы, или же воды в этом пруду? Учитель, воды в пруду больше. Вода, зачерпнутая кончиком травин кикусы, практически ничто. В сравнении с водой в пруду та вода, что была зачерпнута кончиком травин кикусы, даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с частью воды в этом пруду. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той груды страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это – страданий, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Речь идет о вступившем в поток, Сатапанна. Под Хамасом Пхеджи Сутта, вода в месте слияния рек 1. СН 56-53. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек в месте встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравати, Сарабху, Махи, извлек бы две или три капли воды. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих двух или трех извлеченных капель воды, или же воды в месте слияния этих великих рек? Учитель, воды в месте слияния больше. Две или три капли воды, что были извлечены в этом месте, практически ничто. В сравнении с водой в месте слияния, две или три капли воды, извлеченные в этом месте, даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с частью воды в месте слияния этих рек. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания и даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это, страданий, это, источник страдания, это, прекращение страдания, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это путь, ведущий к прекращению страдания. Один, речь идет о вступившем в поток, Саттапанна. Дутиэсамбхеджи сутта, вода в месте слияния и рек 2. СН 56-54. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы в месте встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравати, Сарабху, Махи, вода была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды в месте слияния, что была уничтожена и устранена, или же двух или трех капель воды, что остались? Учитель, воды в месте слияния, что была уничтожена и устранена больше? Две или три капли воды, что остались, практически ничто. В сравнении с водой в месте слияния, что была уничтожена и устранена, две или три капли воды, что остались, даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с частью воды в месте слияния, что была уничтожена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той груды страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания даже не идёт в расчёт, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение ещё семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это – страданий, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это – страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. 1. Речь идет о вступившем в поток, Сатапанна. Патхама Маха Патхави Сутта, Великая Земля 1. СН 56-55. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил семь небольших кусочков глины размером с зерною и юбы на эту великую землю. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих семи небольших кусочков глины размером с зерною и юбы или Великой Земли? Учитель, Великой Земли больше. Семь небольших кусочков глины размером с зерною и юбы – практически ничто. В сравнении с Великой Землей эти семь небольших кусочков глины размером с зерною и юбы даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той груды страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. один. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Один, речь идет о вступившем в поток, саттапанна. Патха Мамаха Патха Висутта, Великая Земля 2. СН 5656. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Великая Земля была бы уничтожена и разрушена, кроме семи небольших кусочков глины размером зерною юбы. Как вы думаете, монахи, чего больше, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, или же небольших кусочков глины размером зерною юбы, что остались? Учитель, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, больше семь небольших кусочков глины размером зерною юбы, что остались, практически ничто. В сравнении с Великой Землей, что была уничтожена и разрушена, эти семь небольших кусочков глины размером зерною юбы, что остались, даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той груды страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это страдание, это источник страдания, это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. 1. Речь идет о вступившем в поток, Сатапанна. Патхама Маха Самудда Сутта, Великий океан 1. СН 56-57. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек извлек две или три капли воды из Великого океана. Как вы думаете, монахи, чего больше, извлеченных двух или трех капель воды или же оставшейся воды в Великом океане? Учитель, воды в Великом океане больше. Извлеченные две или три капли воды – практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, извлеченные две или три капли даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с частью воды в Великом океане. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той груды страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это – страданий, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. 1. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это – страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Один, речь идет о вступившем в поток, Сатапанна. Дутио Маха Самудда Сутта, Великий океан 2. СН 56-58. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вода в Великом океане была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель воды. Как вы думаете, монахи, чего больше воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, или же оставшихся двух или трех капель? Учитель, воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, больше. Оставшиеся две или три капли воды – практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, что была уничтожена и устранена, оставшиеся две или три капли даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с частью воды в Великом океане, что была уничтожена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания даже не идёт в расчёт, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение ещё семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это – страданий, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это – страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это – путь, ведущий к прекращению страдания. 1. Речь идет о вступившем в поток, Сатапанна. Патхаматамбатупа Масута, Гора 1. СН 56-59. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Гималаев, царя всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, положенных туда, или же Гималаев, царя всех гор? Учитель, Гималаев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно – практически ничто. В сравнении с Гималаями, царем всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с частью Гималаев. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той груды страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. 1. Речь идет о вступившем в поток, Сатапанна. Дутия Памбату Памасутта, гора 2. СН 56-60. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Гималайя, царь всех гор, был бы разрушен и уничтожен, кроме семи крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, части Гималайев, царя всех гор, что было уничтожено и разрушено, или же семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались? Учитель, части Гималайев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались, практически ничто. В сравнении с частью Гималайев, царя всех гор, оставшиеся семь крупиц гравия размером с горчичное зерно даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с частью Гималайев. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении той груды страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с фрагментом той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Он тот, кто понимает в соответствии с действительностью, это – страдание, это – источник страдания, это – прекращение страдания, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Таким образом, монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это, страданий. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Один. Речь идет о вступившем в поток, сатапанна. Аньятра сутта, где-либо еще. СН 5661. И тогда благословенный зачерпнул немного земли своим ногтем и обратился к монахам. Монахи, как вы думаете, чего больше, этой горстки земли, что я зачерпнул своим ногтем, или же этой великой земли? Учитель, великая земля больше. Горстка земли, что благословенный зачерпнул своим ногтем, практически ничто. В сравнении с великой землей та горстка земли, что благословенный зачерпнул своим ногтем, даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления. не может сравниться даже с частью этой великой земли. Точно так же, монахи – мало тех существ, что перерождаются среди людей. Но куда больше тех, что перерождаются где-либо ещё помимо мира людей. И почему? Потому что, монахи, они не увидели четырёх благородных истин. Каких четырёх? Благородная истина страданий, благородная истина об источнике страдания, благородная истина о прекращении страдания, благородная истинная пути, ведущему к прекращению страдания. Таким образом, Монахи, следует прилагать усилий, чтобы понять, это — страдание. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это — источник страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это — прекращение страдания. Следует прилагать усилий, чтобы понять, это — путь, ведущий к прекращению страдания. Сутты СН-56-62-70 Сутты в точности идентичны СН-56-61, за исключением небольшого фрагмента, мало тех существ, которые перерождаются в срединных странах. Но куда больше тех, которые перерождаются во внешних странах среди грубых варваров. СН 56-62, мало тех существ, которые обладают благородным оком мудрости. Но куда больше тех, которые погружены в невежество и пребывают в сомнениях. СН 56-63, мало тех существ, которые воздерживаются от вин, спиртных напитков и одурманивающих веществ, что ведут к беспечности. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-64, мало тех существ, которые рождаются на суше. Но куда больше тех, которые рождаются в воде. СН 56-65, мало тех существ, которые уважают свою мать. Но куда больше тех, которые не уважают. СН 56-66, мало тех существ, которые уважают своего отца. Но куда больше тех, которые не уважают. СН 56-67. мало тех существ, которые уважают отшельников. Но куда больше тех, которые не уважают. СН-56-68, мало тех существ, которые уважают жрецов. Но куда больше тех, которые не уважают. СН-56-69, мало тех существ, которые уважают старейшин в семье. Но куда больше тех, которые не уважают. СН-56-70. Сутты СН-56-71-80. Сутты в точности идентичны СН-56-61, за исключением небольшого фрагмента, мало тех существ, которые воздерживаются от уничтожения живых существ. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН-56-71, мало тех существ, которые воздерживаются от взятия того, что им не было дано. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН-56-72, мало тех существ, которые воздерживаются от неблагого сексуального поведения. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-73, мало тех существ, которые воздерживаются от произнесения намеленной лжи. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-74, мало тех существ, которые воздерживаются от сеющей распри речи. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-75, мало тех существ, которые воздерживаются от грубой речи. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-76, мало тех существ, которые воздерживаются от пустословия. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-77, мало тех существ, которые воздерживаются от повреждения семян и растений. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-78, мало тех существ, которые воздерживаются от еды в неположенное время. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5679, мало тех существ, которые воздерживаются от ношения гирлянд, украшения себя духами и косметикой. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5680. Сутты СН 5681-90. Сутты в точности идентичны СН 5661, за исключением небольшого фрагмента, мало тех существ, которые воздерживаются от танцев, пения, игры на музыкальных инструментах и посещений увеселительных мероприятий. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5681, мало тех существ, которые воздерживаются от высоких и роскошных постелей и сидений. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5682, мало тех существ, которые воздерживаются от принятия золота и серебра. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-83 – мало тех существ, которые воздерживаются от принятия неприготовленного зерна. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-84 – мало тех существ, которые воздерживаются от принятия сырого мяса. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-85 – мало тех существ, которые воздерживаются от принятия женщин и девушек. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-86 – мало тех существ, которые воздерживаются от принятия рабов и рабынь, но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-87 – мало тех существ, которые воздерживаются от принятия кос и овец, но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 56-88 – мало тех существ, которые воздерживаются от принятия домашней птицы и свиней, но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5689 – мало тех существ, которые воздерживаются от принятия слонов, крупного рогатого скота, лошадей и парнокопытных. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5690 Сутты СН 5691-101 Сутты в точности идентичны СН 5661, за исключением небольшого фрагмента, мало тех существ, которые воздерживаются от принятия полей и земель. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5691 – мало тех существ, которые воздерживаются от покупки и продажи. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5692 – мало тех существ, которые воздерживаются от донесения посланий и поручений. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5693 – мало тех существ, которые воздерживаются от обмана на весах, от обмана в измерении, от обмана в монете. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5694, мало тех существ, которые воздерживаются от нечестных путей, подкупа, обмана и мошенничества. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5695, мало тех существ, которые воздерживаются от нанесения увечий. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5696, мало тех существ, которые воздерживаются от убийств. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5697, мало тех существ, которые воздерживаются от пленения. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5698, мало тех существ, которые воздерживаются от грабежа. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН 5699, мало тех существ, которые воздерживаются от воровства. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН-56-100, мало тех существ, которые воздерживаются от насилия. Но куда больше тех, которые не воздерживаются. СН-56-101. Сутты СН-56-102-131. Сутты в точности идентичны СН-56-61, за исключением небольшого фрагмента, смерть в мире людей. Мало тех существ, которые после смерти человеком перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти человеком перерождаются в аду. СН-56-102. Мало тех существ, которые после смерти человеком перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти человеком перерождаются в мире животных. СН-56-103. Мало тех существ, которые после смерти человеком перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти человеком перерождаются в мире страдающих духов. СН 56-104, мало тех существ, которые после смерти человеком перерождаются среди дэвов. Но куда больше тех, которые после смерти человеком перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. СН 56-105-107, смерть в мире божеств. Мало тех существ, которые после смерти дэвом перерождаются среди дэвов. Но куда больше тех, которые после смерти дэвом перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. СН 56-108-110, мало тех существ, которые после смерти дэвом перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти дэвом перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. СН 56-111-113, смерть в аду. Мало тех существ, которые после смерти в аду перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти в аду перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. СН 56 114 116. Мало тех существ, которые после смерти в аду перерождаются среди дэвов. Но куда больше тех, которые после смерти в аду перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. СН 56 117 119. Смерть в мире животных. Мало тех существ, которые после смерти в мире животных перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти в мире животных перерождаются в аду, в мире животных, в мире страдающих духов. СН 56 120 122, мало тех существ, которые после смерти в мире животных перерождаются среди дэвов. Но куда больше тех, которые после смерти в мире животных перерождаются в аду, в мире животных, в мире страдающих духов. СН 56 123 125, смерть в мире страдающих духов. Мало тех существ, которые после смерти в мире страдающих духов перерождаются среди людей. Но куда больше у тех, которые после смерти в мире страдающих духов перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. СН 56-126-128, мало тех существ, которые после смерти в мире страдающих духов перерождаются среди дэвов. Но куда больше тех, которые после смерти в мире страдающих духов перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. СН 56-129-131, Чигалла Сутта. Отверстие. Санюта Никая, 56, 48. Монахи! Морская черепаха. Она бы всплывала на поверхность один раз в сто лет. И как вы думаете, могла бы эта черепаха, всплывающая на поверхность раз в сто лет, просунуть голову в это ярмо с единственным отверстием в нем? Точно так же это случайнейшее совпадение, что Татхагатта достойный и правильно самопробужденный. Появляется в мире. Сейчас человеческое рождение обретено. Татхагатта достойный и правильно самопробужденный появился в мире. Учение и дисциплина, что изложено Татхагаттой, возникли в мире. Поэтому ваша задача – это рассмотрение. Это страдание. Это причина страдания. Это прекращение страдания. Ваша задача – это рассмотрение. Таков путь практики к прекращению страдания. Продолжение следует...